Ну что ж, нас уже тысяча. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Надеюсь, что это только начало и мы сможем добраться и до десятки, а на этом все не буду вас задерживать, начинаем. Сколько еще будешь вспоминать о ней? Десятилетия? Века? Ты не хуже меня знаешь, что она давно тебя забыла. Но, baby, I know what you're doing, I can't make it through anything. Последний вздох. Темнота в глазах. Пустое окружение, и будут. Никого уже здесь нету, и теперь не будет. Все оказалось именно так. Мадара смог сделать это. Он смог активировать вечные Цукио-ми, говорит блондин. Я поклялся всем, что смогу остановить его. Но его сила. Даже вместе с Саски, мы ему не ровнее. Ты прав, Наруто. Проговорил неизвестный старик, который левитировал. Он высокий бледнокожий человек, который обладает глубокими морщинами и четко выраженной линией челюсти. У него остроконечные бледно-красные волосы до плеч, а также одна косичка длины до подбородка, висящая перед левым ухом. Кроме того, он носит козлиную бородку. Он также обладает парой роговидных выступов, простирающихся по обе стороны от его лба. Его глаза отличают пурпурный узор, похожий на реп на воде, который распространяется по всему глазному яблоку. И название этих глаз – Ринниган. Я боялся, что этот день наступит так скоро. Ты не побоялся выйти против того, которого было невозможно и мне победить. Все твои друзья умерли, да и ты тоже. Но сейчас я помогу тебе лишь последний раз, Ринкарнация Шуры. Петля времени будет разрушена, но не должно быть никаких проблем. В следующем мире ты сам решишь, как принести мир. Уверен, что теперь тебе многое по плечу, раз я оставляю тебе последнее, что есть у меня. Защити и другой мир. Узумуки Наруто. Белая вспышка Наруто падает сквозь пол. Он легко приземляется на траву. Вот же. Черт. Выругался парень. Ну и что мне тут делать? Осмотрися, столоп. Мудрец шести путей оставил тебе свою силу, кроме Риннигана. Проще говоря, вся твоя пиковая сила при тебе. Поэтому радуйся, что мы. Что мы теперь в неизвестном месте. Сказал Курама. Отлично. Просто прекрасно. Я оказался не в том мире и не в то время. Я что, до момента рождения Мадары? Что это за лес? Спокойнее. Изучай обстановку, а потом уже кипишуй. Ответил ему Курама. Наруто начал осматриваться по сторонам. Ничего особенного он не заметил. Кроме. Кунохи. И конечно же три лица на горе. Это период правления третьего Хакаги. Видимо Минато и Кушина здесь еще молоды. А значит, я должен почувствовать чакру Кушины. Сконцентрировавшись, Наруто начал искать ее по чакре Курамы. Найти то, оказалось легко. Но почему она за пределами Кунохи? Курама, сколько было попыток украсть маму? Довольно много. Я тоже чувствую ее чакру недалеко от нас. Минато обычно ее спасал, но на данный момент они не общались. Наруто среагировал очень быстро. В районе 800 метров от него, шла красноволосая девочка лет 12. Ее руки были связаны сзади, а вокруг нее шли мужчины в масках. Поняв, что его маму собираются украсть скрытое облако, Наруто приземляется перед ними. Пока никто не пострадал, советую вам отпустить ее. Опять. Сейчас я убью тебя. Человек в маске взял в руки свой короткий меч и побежал на Наруто. Узумаки легко уклонился от атаки и ударил мужчину в лицо. Удар был мощным, что аж последовала и ударная волна. Еще трое встали в боевую стойку. Схватив в руки оружие, они провели в нее молнию, чтобы увеличить ущерб врагу. — Думаете, это что-то изменит? — усмехнулся Узумаки. — Три секунды. Хватило лишь трех секунд, чтобы трое уже лежали на земле вырубленными. Красноволосая девочка шла все дальше и дальше, не обращая внимания на Наруто. Лишь тогда, когда она ударилась головой об его грудь, она остановилась. — Ты как? — спросил обеспокоенный Наруто. — Больше можешь не бояться. — Я опытный сенсор, и не чувствую постороннюю чакру в радиусе десяти километров. — Я... я монстр. — Кунохе плевать, что меня украдут. — Наверное, им даже от этого лучше. — говорит Красноволосая. На ее лице появляются слезы. Наруто не думал, что увидит именно ее в таком разбитом состоянии. — Не слушай, что говорят другие. — Положил он руку на ее плечо. — Это лишь их слова. — Ты красивая, как и твои волосы. — Пэточка, 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 правда? Девочка была искренне удивлена. Незнакомый парень, ей сейчас говорит, что она красивая, как и ее волосы. Но она сразу же понимает, что незнакома с ним. И, возможно, они подстроили все это. Но сейчас ей было все равно. — Ты... кто? — Меня зовут. — Э... а вот про это я еще не придумал. — Ну ладно. Наруто. Просто Наруто. А ты? Кушино Узумуки. Чтож, Кушино, нам все-таки нужно вернуться в Канаху. К счастью, я знаю все великие страны, и я типа путешественник. — ответил Наруто, идя в сторону деревни. — Вот только. До него только доходит, что Кушино ослабело полностью. Кушино. Советуй держаться крепче. Подойдя к ней, он схватил ее за талию, прижав к себе. Девочка слегка покраснела от действия незнакомца. Миг, и они оказались у главных ворот деревни. Мы уже здесь, на месте. М. — Спасибо, Наруто, кунду от Тибани. — Да ладно. — махнул он рукой. — Мне несложно. Всегда рад помочь. Узумуки Кушино. Старческий голос был издан слева от них. Наруто быстро встает перед Кушиной, смотря на того, кто стоит перед ним. Он встретился взглядом с третьим Хакаги. Тот был, конечно, не молод, но там около сорок пять лет. Но все же, силен достаточно. Рядом с ним стояли несколько десятков анбулиста. — Стойте. Он меня спас от нападения. — Прошу вас. — Размахивал и Кушина рукой. — Может, это уловка? А Кушина под гендюцу. Не так ли? Незнакомец в спортивке. Просто так верить Херузен не стал. Мог бы. Но. Всякое может быть. Несмотря на то, что он доверяет Кушине, но не доверяет незнакомому парню. Минатан и Микази немного похож на этого парня. Да и взгляд его странный. Я не владею гендюцу. Тем более, использовать невинного ребенка в качестве защиты я не стану. Сказал Наруто, выходя вперед. Вы дали чужим людям забрать ребенка из своей деревни. Ты меня еще не убедил, незнакомец. Но раз Кушина тебе доверяет, то хорошо. Но Анбу будут следить за каждым твоим шагом. Кушина хватает парня за руку, и сразу же тащит к себе домой. В это время, третий Хакаги был более серьезен, чем в его время. Взгляд Хакаги был достаточно серьезным, а значит, что Наруто под его зрением. Прости. Я не хотела, чтобы все так получилось. И вновь Кушина опускает голову. Они мне не доверяют. Даже если я и скажу, что ты спас меня. Ничего страшного в этом нету, Кушина. Не нужно просить прощения. Давай так. Расскажешь о себе. Да. А ты неплохо справляешься. Сидишь перед своей мамой, знакомишься с ней. Кого-то мне это напоминает. Вот только потом родился идиот по имени Наруто Узумаки. Это ты намекаешь на то, чтобы я встречался со своей мамой? Да ты гонишь. Совсем фантазии мало. И вот. Я люблю рамен. И хочу стать самой сильной датти быни. А ты? Ну. Я путешественник, как и говорил. Был в каждой стране, изучал много техник, а также способностей. Родителей, как и у тебя, у меня нет. Они погибли еще с моего рождения. Поэтому я рос в детдоме, а потом рос один. С девять лет, я начал путешествовать по всему миру, желая изучить каждый уголок. Но потом, захотелось остаться в Канохе. И уже не планирую путешествовать. Моя любимая еда, это тоже рамен. А мечта? Пока не знаю. Наверное, завести друзей. Красноволосая с интересом слушала рассказ нового знакомого. А когда услышала, что он хочет завести друзей, загрустила. Наруто это заметил, понимая ее чувства. Кушина ему говорила, что у нее не было друзей, кроме Учихи Микото. Но дружили они достаточно недолго. Что сказать? Но не оставить же ее теперь одну. Поэтому я хочу начать первую свою дружбу, именно с тобой, Кушина. Со мной? Но почему? Потому что смотря на тебя, я вижу невинную жизнь. Тебя недолюбливают в Канохе. Но несмотря на их мнение, мне хочется дружить именно с тобой. Тем более у такой красивой девочки с прекрасными волосами нужен хороший защитник от многих бед. Поэтому, считай, что я защищу тебя. Своего нового друга. Свободен. Кивнул третий Хакаги. Анбу исчезает очень быстро. Странный он парень. Но раз хочет помогать Кушине, пусть так и будет. Но мотив. Об этом надо выяснить от него самого. Первый день в другом времени. Для Наруто это непривычно. Особенно, когда ты спишь в одной комнате со своей матерью. Но раз ты находишься в это время, приходится смириться. Наступило уже утро, а погода достаточно теплая. Кушина спала с накрытым одеялом, а сам Мизумаки лежал на полу. Ему-то все равно, какая будет погода. Неожиданно для него в дверь постучали. Сморщившись, он встал с земли, и направился в сторону двери. Открыв дверь, перед ним стоял третий Хакаги. Наруто, как я понимаю. Да, я вас слушаю, третий сама. При всем моем уважении и доверии к Кушине. Я вынужден побеседовать с вами лично. Хорошо. Ответил Наруто. Проснулась вся сонная Кушина. Потирай глазки, она подошла к ним. Наруто-кун, все в порядке, да, Тибуня? Да, я пойду побеседовать с третьим Хакаги. Сказав, он начал обувать свои сандалии. Как только он вышел за порог квартиры Кушины, его хватают за рукав. Как парень понимает, девочка просто так его не отпустит. Можно я с вами? Мне страшно. Тяжело вздохнув, третий одобрительно кивнул. Херузин понимает, у девочки нету друга, она дома всегда одна. Бывает, но ей становится очень страшно. После вчерашнего, ей хочется быть рядом с людьми. Пойдемте в резиденцию. Там и поговорим. Двадцать минут спустя. Итак, Наруто. Я должен задать тебе несколько вопросов. Поскольку ты сейчас находишься возле Кушины, я спрошу причину. Сказал Херузин и закурил своим табаком, ожидая ответа. За долгое время странствий по всему миру, я наткнулся на нее, когда шел в Канаху. Я лишь хочу стать Шиноби, и жить здесь. Слухи есть слухи, конечно, но говорят, что Канаха всегда встречает гостей с распростертыми объятиями. Ее пытались выкрасть Шиноби облака. Поэтому я и поспешил на помощь. Скажу вам сразу. Я не имею отношения к другим великим странам. Я не шпион, и не тайный агент. Ясно. Смотря на этого парня, я не чувствую жили плохих намерений. Он похож на Хаширому Синджу. Первый Сама никогда не бросал кого-то в беде. И даже никто не пытался выкрасть джинчурики. Значит хотите стать Шиноби? Мы проверим ваши умения, а потом я созову совет листа. Там мы и определим ваш ранг. Хорошо, Хакаги Сама. Сейчас нам нужно решить кое-что другое. Как вы понимаете Наруто-кун, в нашей деревне должен идти доход на каждого Шиноби, и на каждого жителя. Это мы решим завтра, потому что, все определим вашим рангом. Я думаю, что Кушина поддержит мою идею. О чем вы дать тибуня? Спросила непонимающий Кушина. Наруто-кун будет жить пока что у тебя. Как только он сможет сделать себе состояние, тогда и купит себе дом. Если Кушина откажет, то я вам сдам квартиру Наруто-кун. Поэтому Кушина – решать себе. Кушина начала раздумывать. Жить в одиночестве, или жить с человеком, рядом с которым будет безопасно и не скучно. Она никогда не жила с парнями, и можно сказать, не разрешала себе этого. Но сейчас – не то время, когда ты будешь думать об одиночной жизни. Перед тобой стоит красивый парень с желтыми волосами. И тремя тонкими усами на каждой щеке. А еще он сильный, так как за секунды победил Анбо-облака. Я согласна дать тибуне. Хорошо, Кушина. Завтра жду вас, Наруто-кун, в своем кабинете. Второй этаж, посередине. Хорошего отдыха. Кушина-чан. Обратился Узума-кик. Мати. К девочке. Ты ведь могла отказаться, так как мы с тобой незнакомые люди. Нет, Наруто-кун. Ты мой первый друг дать тибуне. Ты спас меня тогда, и рисковал своей жизнью. Теперь я в долгу перед тобой. Ответила Кушина. Хорошо, есть идея, как провести мне первый день в Канохе. Я знаю дать тибуне. Есть одна закусочная, там где вкусный рамен. Обожаю рамен дать тибуне. Кушина пули побежала в раменную прилавку. Наруто не торопясь шел за ней. Оказалось. Это и чирыку. Неужели... И чирыку рамен? Это же круто. Так вот от кого у меня пристрастие к рамену. Тиучи-сан, можно большой рамен мне и моему другу? Кушина, рад видеть тебя. Сказал молодой Тиучи. Конечно. Но раз ты пришла со своим новым другом... Взглянул он на Наруто. Рамен будет бесплатным. Ешьте сколько хотите, дедушка и чирыку будет не против. Оказалось, название и чирыку – это имя дедушки Тиучи. А это значит, что прилавка с раменом в Канохе, построена довольно давно. Спустя пару десятков минут, перед Наруто Кушиной стояли две тарелки с самым вкусным раменом со свининой и Наруто Маки. «Приятного аппетита вам обоим!» Сказал Тиучи и начал заниматься своими делами. Итак, Наруто Узумаки против Сакума Хатаки. «Сакума!» Обратился третий к сероволосому мужчине. «Да Хакаги сама?» Спросил Сакума. Немного мягче с Наруто. Начали. Сакума тут же нападает на Наруто в рукопашном. Отчасти, у Сакумы Тадзюцу на высоком уровне. Но Наруто сейчас на пике сил, и способен на многие неожиданности. Легко уклоняясь от ударов старшего Хатаки, Наруто также спокойно парировал. Но пока что не атаковал, ожидая как противник немного провалится. Удар ногой в прыжке, и... Наруто отходит на пять метров назад. А ты неплохо уклоняешься и защищаешься. Проговорил Сакума и сложил печати. Стихи огня. Техника огненного шара. Для начала боя, это сойдет. Это техника, которую должен знать любой Чунин и Джоунин, а также член клана Учхо. Выпустив небольшой огненный шар, Сакума ожидал от Наруто уклоны, нежели ответных техник. Хоть Наруто и обладает очень уникальными техниками, но пока что не собирался их использовать. Уклонившись от техники, он переходит на близкое расстояние. Два метра до целя. И Сакума размахивает со своей Танта, не подпуская парня ближе к себе. Еще раз уклонившись, сделав куврог сзади Сакумы, Наруто делает неожиданный удар ногой по руке Сакумы. Того отталкивает немного назад. Вполне ожидаемо, что ты уклонился от моей техники. И твой ударный ответ неплох. Надо немного опасаться от ближнего боя с ним. Его удар ногой, достаточно. Как я вижу, этот парень не использует ничего кроме Тадзюцу. Обычно я бы так и поступил, так как эффект неожиданности главный козырь в бою. Прости конечно, но я что-то устал от этой бойни. Закончим на максимальных способностях. Голубые глаза Наруто, преобразовались в желтый крест. Как он сам подумал, он не будет использовать всю максимальную силу в этом режиме. Иначе, он может убить Сакуму. Сам Сакума крепко держит свое тунто, и очень быстро оказывается над Наруто, чтобы нанести мощный урон врагу добавив к клинку стихию молнии. Размах оружен, и молния удлиняет клинок настолько, что даже можно и землю как нож с маслом порезать. Наруто же, просто делает крест руками. Техника не нанесла урон, он даже не почувствовал этого самого урона. Прыгая вверх, Наруто делает обычный удар по плече Сакума. От обычного, такого удара, Сакуму очень сильно откидывает назад. Настолько, что сероволосый мужчина проломил землю своим телом. Сакума-сан, продолжим бой? Спросил Наруто. Хатаки-старшая ничего не ответив, встает с земли. Бегая на Наруто, он кидает четыре сюрикена. Сам Наруто ловко ловит их одной рукой, и кидает в ответ. Старайся бить аккуратно. Сакума-хатаки хоть очень силен и опытен, но против тебя он не составит конкурента ни в чем. Как только Хатаки уклонился от сюрикенов, используя шуншин, он наносит удар, вложив огромную силу и чакру. Наруто отлетает назад, но все еще не чувствует никакой боли. Так сказать, поддавки. Почему бы вам не использовать техники Сакума-сан? Спрашивает Наруто. С такими темпами, мы до утра будем биться. Хорошо. Последний удар, последний кто останется на ногах. Оба бегут к друг другу. Когда остаются считанные сантиметры, Наруто наносит удар ладонью по центру живота, попав в солнечное сплетение. А удар Сакумы, так и не доходит. В итоге, Сакума скрутился от столь мощного удара. А Наруто стоял, как будто ничего особого не делал. Ага, конечно. Ты и так наигрался, Наруто, со своим противником. А мог в первые секунды его победить. Чтобы потом они задавали тысячи вопросов? Ну уж нет, Курама. Откажусь, пожалуй. Это так, позже я продемонстрирую. Победил, Наруто. Неожиданно, что опытного Джоунина и бывшего Анбу, победил человек, который только и путешествовал. Возможно, он тренировался для себя, не показывая никому свою силу. А это ведь, один из больших советов для любого ниндзя. Что же, Наруто-кун? Я, третьих, Хакаги присуждаю тебе звонить Джоунина скрытого листа. Ты будешь напарником Сакумы. Посмотрим позже, как вы выполните твою первую миссию. Про основы, Сакума сам тебе объяснит. Насчет оплаты, не волнуйся. Сто пятьдесят тысяч рев в месяц обеспечит тебе жизнь. Кушина говорила, что хочет жить с тобой в одном доме. Так что... Когда решишь переехать в квартиру, сходишь в бухгалтерию, рядом с моим кабинетом. Отчет о заданиях, сразу ко мне. Наруто, понимающий про что говорит третий, кивнул ему в ответ. Кушина сейчас на тренировке, и тем более в одиночестве. И это, не так уж и хорошо. Не волнуйся, за ней приглядывает моя ученица, Цунади Синджу. Говорит Херузин. Неужели он понял, что Наруто беспокоится за Кушину? Неужели Цунади все еще в деревне? Наваки умер, когда ей было около двадцать лет, а ее парень, по имени Дан и погиб почти год назад. А Цунади все еще здесь? В Канохе. Твое появление в Канохе в этом периоде времени, меняет ход событий будущего. То, что старая бабуля не ушла из Канохи, означает, что в будущем ее не нужно искать. Возможно, она смирилась. Это другая линия времени, и даже если появится хоть один кусок камня из другой линии, то это изменит будущее. Эй, Наруто! Помахивал Сакума рукой перед Наруто. Ты там как? Задумался аж. Нет, просто... Понимаю. Думаешь о той девчонке-узумке? Вроде бы. Обычный вопрос. Но звучит, будто Сакума намекает Наруто, чтобы он подкатил... своей матери. Шутишь, что ли? После того, что было тогда, когда ее даже никто не защитил, и тем более не спас. Я, наверное, могу волноваться за человека. Так ведь? Скрестил руки спрашивает Наруто, и, конечно же, его голос прозвучал недовольным. Ты прав. Несмотря на то, что ее пытались украсть несколько раз. Многие шины Бьянбу на заданиях, а война закончилась только полгода назад. Еще с тех пор, как она была членом Академии, мы возились на войне. Твое правление в деревне сильно настораживает. Вот почему третий был недоверчивым к тебе. Ему легко прочитать человека со второго раза. Не зря он, профессор Шиноби. Я тебя провожу до полигона, там, где тренируется куша на узумке. Наруто последовал за Джоунином. Оказалось, отец Какаши был весьма доброжелательным человеком, с хорошим чувством юмора. У меня есть сын, ему сейчас почти два года. Зовут его Какаши Хатаки. Я хочу, чтобы он стал великим Шиноби Листа, научить его всему, что знаю сам. К сожалению, его мама умерла после родов. Поэтому я воспитываю сына один. Отдавая ему всю свою любовь, заменяя ему маму. Ну и конечно же буду помогать ему, встать на путь Шиноби. Кто знал, что Наруто увидит маленького Какаши? Интересно, А маска все еще на нем? Или он без своей маски? Что насчет тебя? У меня нету отца и матери с самого рождения. Что поделать, умерли во время нападения на наш дом. Мы не жили в деревнях, у нас был свой дом в глуши. Меня забрали в одну деревню, где я жил, рос один. Иногда жители давали деньги на пропитание. Я мечтал путешествовать, поэтому и стал странником-отшельником. Отвечает Наруто, идя с ним наравне. Ясненько. Но здесь тебе будет еще лучше, уж поверь. Мой напарник имеет хорошую базу в ближнем бою, а ведь мы с тобой можем стать хорошим дуэтом. Я буду помогать тебе с тренировками. Только попроси. Проводив Наруто до полигона, где тренируется Кушина, Сакума их покинул. У него дома ждет маленький сын. Как видит Наруто, Кушина тренирует метание сурикинов. И получается у нее... Не очень. Тренируешься. Кушина от испуга, кидает сурикен на Наруто. Сам блондин легко ловит метательное оружие двумя пальцами. Неплохо, но надо постараться. Извини, я случайно. Поклонилась Кушина. Не стоит. Отвечает он, кладя руку на хрупкое плечо девочки. И пройдя мимо нее, кидает сурикен, попадая точно в центр ствола дерева. Ты же вроде генен. А у них всегда есть учитель. К сожалению, я не попала ни в одну команду. Из-за того, что меня называют монстром. Я тренируюсь одна. Это лучше, чем не делать ничего. Ответила Кушина. Как все прошло? Ранг Джоунина и новый напарник Сакума Хатаки. Кушина смотрела на парня с неверием. Неужели какой-то странник, хоть и ладно, который тренировался. Он стал Джоунином? На это уходят годы, Шиноби проходит через огонь и воду. А он так легко становится Джоунином. Тем более напарником одного из сильнейших Шиноби-листа, который может составить конкуренцию трем Санинам. Хакаги сама говорил, что у тебя будет наставник. И этот Сунади Синджу. Наруто-кун. Ты ведь не оставишь меня? Наруто закрыл оба глаза, и тут же расплыв в улыбке, открывает их. Наверное. Из-за этого молодая Кунаичи смотрела на него как-то. Странно что ли. Это очень яркая улыбка, которую она видела. И можно сказать, очень очаровательная. Я никогда не бросаю своих друзей. Дай тебе слово. Настолько яркая улыбка. И очень красивые глаза. Это мечта любой девушки, встретить такого парня. А потом и... Влюбиться. Спасибо. Кушина тихо шепчет, обнимая его очень крепко за талию. Наруто чувствует, как его одежда становится мокрой. Это ее слезы. Он поглаживает ее по голове, не отвечая ей ничего. За пару дней, она доверилась именно ему. Ведь Наруто... Самый первый ее друг. Пока я здесь, ее никто не посмеет тронуть. Обещаю тебе, мама. Я защищу тебя, три часа ночи. У Наруто и Сакума первая совместная миссия. Кушина посапывала на диване, и наверное видит уже седьмой сон. Как он раньше говорил, его мать была красавицей еще с юного возраста. Она крепко обнимала свое одеяло и немного поморщилась. Надо быстрее идти, у меня даже куна или сюрикены нету. Только форма Джоунина и бандана Канохи. Куплю позже, а пока, на задание. Наруто начал очень аккуратно и тихо одеваться. Выходит, они в четыре часа утра. Поэтому, времени мало. Наруто-кон? Тихо спросила Кушина, открывая глазки. Ты куда дать, Тибани, в такую ночь? У меня задание, прости, если разбудил. Ответил Наруто, подходя к ней. Спи дальше, когда закончу, я приду. Ну как же? Кушина, пожалуйста. Отдохни. Кушина чувствует радство с этим же человеком. Будут. Видела его где-то или когда-то. Вставая с кровати, она подходит к нему вплотную. Ну чего ты? Обещай. Обещай, что вернешься до Тибани. Ей уже не только страшно за себя, но и страшно за него. Кто знает, может на них нападут мечники тумана, или еще кто-то сильный. Всякое можно ожидать. Она смотрела ему прямо в глаза, будто знает, что он будет врать или ответить ей правдой. Обещаю. Я обязательно вернусь. Ведь у меня уже есть друг, который меня будет ждать. Кушина сильно покраснела. Либо от смущения, или же от стыда. Кто знает. Но сейчас задание. Когда я вернусь, мы сможем поболтать о всяком. Хорошо? Она медленно кивнула, а он расплылся в улыбке. Открыв входную дверь, он выходит во двор, не забыв ее закрыть. Кушина уже не хочет спать. Поэтому, просто сидела на диване, прижав колени. Думаешь, она не обидится? Спрашивает ожидающий Сакума. Твоя подружанка имеет непростой характер. Нет, все хорошо. Уверен, что нет. Так что у нас с заданием. Есть некая группа отступников из скрытого облака. Говорят, это последователи золотого и серебряного. Братья-близнецы, которые в свое время чуть ли не победили второго Хакаги. Мы оба устроим им засаду. Не волнуйся, мой клинок всегда прикроет твою спину, напарник. Сказал Сакума, положив руку на плечо Наруто, и добродушно улыбнулся. К сожалению, Сакума Хатаки не избежит смерти. Менять время можно лишь тем, кто умер не своей смертью. К примеру, ошибочно или смерть от рук другого человека. Сакума умер по своему желанию и покончил с собой. Поэтому, нельзя менять его петлю времени. Иначе говоря, последствия будут масштабны. Ты можешь избежать смерть третьего, старого извращенца, и даже того самого переворота клана учих. Что насчет своих родителей, ты уже изменил кое-что. И что именно? Скажем так. Твое появление это пустяки, спас свою маму, тоже пустяки. А то, что ты разделяешь с ней одну квартиру, и то, что она может в тебя влюбиться, этого ты можешь не избежать. В таком случае, Мината уже не нужен. Иродица хер знает кто. Сразу говорю, если назовешь его на слово оруто или оруто, я тебе откушу башку, уничтожу печать и разнесу всю деревню. Меня и так тошнит от имени Мината и тебя. А тут еще один, или может два, а может и даже три. Кто знает, сколько сруто будет у тебя? Ты случайно с ума не сходишь? Я нет, но ты возможно. Опасайся одного человека. Надеюсь, ты помнишь твое одноглазого старика из членов старейшин. У меня предчувствие, что это задание не просто так было отдано вам обоим. В отличие от тебя, мой старый друг, я не доверяю этому незнакомцу. Ты разрешил ему находиться рядом с дженчурики. Откуда мы знаем? Он Сакумов-Тайдюцу победил, и даже не напрягся. Это может быть наемник скрытого тумана или облака. По типу мечников. Не кипятись, друг мой. Отвечает спокойный хирузин. Их задание ложное. Я и Сакума решили проверить паренька. Нападение на них ложное. Сакума типа будет ранен. А этому Наруто будет поставлен выбор. Убить их и спасти товарища, или же убежать. Так он докажет нам, что не имеет плохих намерений. А что же насчет Кушины, то я специально разрешил ему находиться возле нее. С ума сошел? Возмущается Данза. Ты же понимаешь, что будет в таком случае. Я закрыл глаза, что ты вместе с Арчимару делали эксперименты старый друг. И что еще хуже, ты запретил всем подходить и ненавидеть Кушину. Представители клана, которые наравне с кланом Синджу посели. Ты как всегда наивен, хирузин. Веришь в то, что незнакомец может влюбить девчонку в себя, а потом увезти ее из деревни. Пусть будет по-твоему, но я не остановлюсь, пока не узнаю истинные мысли этого парня. Я верю Сакуме. Он легко может понять любого человека, и думаю, что этот парень нам не враг. Хирузин и Данза старые друзья. Они были в команде второго Хакаги во время Первой войны Шиноби. Один всегда был добрым и отзывчивым ко всем, улыбаясь каждый раз, а другой был самоуверенным и завистливым. Хирузин считает Данза своим другом, как и второй. Но для Данза деревни и джинчурики важнее всего остального. Главное контролировать джинчурики и строгое управление над деревней. Тех, кто не подчинялся, казнить и не жалеть. Так думает Данза и даже предложил Хирузину, думая, что тот согласится. Но Хирузин понимает, жестокая политика не нужна, потому что начнется переворот. А он-то, миролюбив. Будь по-твоему. Но учти, Хирузин. Если этот парень посмеет сделать что-то плохое Канохе, я лично отправлю за ним корень. Они от него живого места не оставят. Засада? Черт! Прошипел Сакума. Наруто, я отвлекаю их на себя, а ты отступай в Каноху. Доложи третьему Хакаги. Это не последователи золотого и серебряного. Это мечники Скрытого Тумана, одни из самых сильнейших Шиноби. То, что мы придумали, пошло не по плану. Значит, мой отряд в опасности. Черт! Сакума-Хатаки, это честь для нас мечников Скрытого Тумана. Конечно, тот ваш план провален. Но я поставлю вам условие выполнить свою основную миссию или же спасти свою команду. Мы, наверное, подходим под эту роль, так ведь? Говорит один из мечников. О чем он? Спрашивает Наруто напарника. Я соврал тебе, эти последователи были моим отрядом под перевоплощением. Наша задача было проверить твои способности и понять, что ты либо отступаешь или же останешься и поможешь мне. Это было проверкой. Наруто! Сейчас тебе лучше и отступать. Моя команда из Анбули став в опасности. Доложи Хакаги сами. Отвечает Сакума. Советуем тебе уйти домой, парень. Пока ты не пострадал от моего обезглавливателя. Я мечник Тумана Джуза Бива. Убью тебя, если ты не уйдешь. Твой меч мне не нравится. Как там тебя? Желчная Бивни. Ответил Наруто. Я шина без крытого листа. Наруто устрашающий. Разнесу тебя. Со стороны это смотрелось как детская актерская игра в академии. Так думал Сакума, и так же думали мечники. Джуза рассмеялся на весь голос. Наруто. Что ты? Я стану великим Хакаги. И буду бить вас как мешков об землю. И кидать с обрыва. А ваши мечи засуну в ваши задницы. Мечники дальше рассмеялись. Сакума уверен, Наруто думает, что это игра или типа того. Пока мечники хохотали, Наруто за секунду образовался перед Джуза. Посмеялся. Усмехнулся Узумуки. Теперь посмеемся вместе. Наруто делает удар ногой по врагу. Джуза резко отлетает назад, роняя свое оружие. Придется пожертвовать секретом. Ах ты! Джуза тут же нападает на Наруто, собираясь сделать свой коронный удар своим мечом. Но из тела Наруто выходит одна большая желтая рука, сжимая меч Джуза. Пока тот пытался высвободить свой меч с настолько мертвой хватки, Наруто кидает его на большое расстояние. Техника теневого клонирования. Появились еще пять клонов Наруто, которые рянулись в бой с остальными мечниками Тумана. Он создал пять клонов? Нет. Теневых клонов. Откуда он знает технику теневого клонирования? Наруто понимает, убить мечников пока что нельзя. Нужно заставить их отступить. Правильно мыслишь, Наруто. Отец Майта Гай должен самостоятельно уничтожить мечников. Убьешь ты, тогда начнется тот самый парадокс. Дай будет жив, а значит Гай не сможет стать тем самым Шиноби, который мог противостоять Мадаре. Помни, Сакума и Дай совершили самоубийство. Возьму приоритет в Тайдюцу или Ниндюцу. У Наруто уровень Тайдюцу достаточно высокий. Благодаря режиму Мадрюца, его мощь не имеет предела. Он способен как и бить по определенной точке, нанося урон лишь одной цели, как и один удар на всех. Но в таком случае, Сакума тоже зацепит. Как оценивал Мадару, даже Древо Жизни не смогло сдержать его настолько мощный удар. Мечникам также было нелегко справляться с клонами. Несмотря на их опыт и скорость атаки, Наруто легко уклонялся от их атак. Рассенгам. Семеро мечников были тут же атакованы его старой хорошей Но чтобы убить врага, ему нужно немного добавить больше чакры. А это так. Пару костей сломает и заставит мечников отступить. Что за техника? Он не использует печати, и эта техника даже не имеет отношения к стихиям. Вероятно, Наруто способен высвобождать чистую чакру, делая из нее этот голубой шар. Но как он способен контролировать настолько мощную чакру в руке? Для путешественника тадзюцу такую технику, о котором не было ни слухов? Это невозможно. Мечники поняли, что их враг довольно очень сильный. Нападать на него в открытую не получится, а взять количеством тем более. Так как его клоны еще не рассеялись. А значит, что враг очень силен. Амири, нам лучше и отступить. Не смей мне приказывать Джанпачи. Я сама знаю что делать. Пока я не убью этого ублюдка, я не смогу насладиться моими конфетами. Хорошо, это ваше решение, мечники скрытого тумана. Но сейчас, я думаю, никому из нас не нужно проливать кровь. Вы и так на ногах еле стоите. А ведь мечники были потрепаны довольно сильно. Особенно Джуза. На правой щеке появился шрам от мощного удара. Не такого они ожидали. Кто-то хотел биться до конца, а кто-то был уверен, что убить этого парня будет очень сложно. Что-то имеешь в виду про кровопролитие. спрашивает Джинпачи. Думаешь, мы испугаемся? У вас нет командной работы, и вы никак не сложились. Бьетесь каждый сам за себя. Никогда не думал, что мечники работают именно так. Мои условия. Отдаете нам наших шиноби, и мы расходимся. Нет, так значит будем драться дальше. Будьте уверены, меня просто так не победить. Хорошо, но будь уверен парнишка. В следующий раз мы не будем тебя жалеть. Как говорится, сожрем тебя с потрохами. Тогда ты поймешь, почему мы из кровавого тумана. Задание не выполнено, Хакаги сама. Нас ожидали мечники скрытого тумана. Они пленили мой отряд, но мы с Наруто смогли отбить их отбить от их атаки. Отвечает Сакума. Ясно, можешь отдыхать Сакума, и передай ему это. Протянул Хирузин конверт. Сакума взяв конверт, вышел из кабинета. Рассказать о том, что Наруто имеет техники и чуть ли не в одиночку победил мечников, он не стал. Наруто хранил это как секрет, и скорее всего, в том бою он не мог рискнуть. Даже когда он только знаком с Хатаке старшим, он пожертвовал своим секретом, чтобы спасти его и команду Сакумы. Наруто наблюдал за Кушиной со стороны. Тренируется она уже с Цунади, поэтому та учит ее контролировать собственную чакру. Ожидаемо, что это вышло довольно сложным, так как Кушина имеет огромный запас чакры и Раи. Извращенец? Жив? Чего смотришь на меня так? Бывший вспомнил Чтоль? А чего ты на меня наехал? Тем более у меня нормальная ориентация, в отличие от тебя, отвечает Наруто. И мне неинтересна твоя блондинка. Ясно, все-таки ты тут еще радужный. Но, хотя бы оставишь Цунади в покое. Она человек не из робких и достаточно сильная. Я слышал о том, что первом Хакаги. Вероятнее всего, это она его внучка. Да. Цунади была не единственной внучкой. Был и Наваки, ее младший брат. Но тот умер, и даже года не было, как его не стало. Чуть позже умер еще ее возлюбленный. Она пережила большую утрату и сейчас старается отвлечься и помогать Узуму к Кушине. Ответил ему Джирайя. Так чего ты тут стоишь? Следишь за Кушиной? Меня зовут Наруто. Да, я слежу за ней. На это есть причина. Я тут новенький, и когда я собирался войти в деревню, я увидел, как ее пытались украсть Анбу скрытого облака. Поэтому, я и помешал им. Ответил Наруто. Интересно. Но раз ты представился, то меня зовут Джирайя. Наверное слышал обо мне? Один из великих санинов и бессмертный дух, а также жаби-мудрец с горами и баку. Та самая поза, а-ля я самый крутой. Конечно, выглядит он глупо. Но в глубине души Наруто стало легче. Наруто кун подбегает к парню Кушина. Ты вернулся с заданий? Как все прошло? Не ранен? Видимо у Кушина не исчезла та самая заботливость. Твоя мать такая же была с Минато в то время. Ух! И как меня это доставало! Все хорошо. Я ведь тебе обещал, что вернусь. Улыбается он. Отлично дать тебе не. Значит ты теперь угощаешь меня раменом. Не дав ему ответить и возмутиться, Кушина убежала тренироваться дальше. Напоминает мне одного бол беса. Как там? Я уже забыл. Но Рамен на это жрал ей богу. Я чуть ли не думал, что моим дженчурики лучше бы был Саски. Эй, ты чего так стоишь? Размахивал Джирайи руками перед Наруто. А? Да нет, все нормально. Джирайи си. Сан. Ответил Наруто. Да ладно парнишка. Кстати говоря, я думаю начать писать книги, и думаю имя Наруто подойдет к главному герою Герой будет справедливым Шиноби, который будет бороться против ненависти. Тот кто сможет победить зло в этом мире. Думаю, что вам будет нелегко писать книги. Но почему именно мое имя? Это первое что пришло в мою голову. Да и твое имя звучит отлично сочетание доброго и справедливого Шиноби. Как Наруто думал, как Джирайи был дебилом и извращенцем, так он и остался. Мало того, приглядывает за Цунади, и возможно подкатить к ней он и хочет. Кушина, твоя задача не просто так кидать сюрикен в мишень. Постарайся не напрягаться. Смотри. Цунади держа сюрикен в руке, тут же кидает ее, попадая прямо в центр мишени. Видишь? Я не напрягаюсь, я полностью сконцентрирована. Глубокий вздох и выдох. Ты успокаиваешься и попадаешь в мишень. Но не расслабляйся. В любой момент враг сможет атаковать тебя. Кушина не такая глупая, чтобы не понимать то, что говорит наставник. Она конечно не гений, но очень похожа на саму Цунади по интеллекту. То есть выше обычного. Она полностью сконцентрирована, делает глубокий вздох и кидает сюрикен, сразу уже выдыхая. Сюрикен попал в мишень, но не в центр. Чуть слева, на пару сантиметров. Цунади как учитель, была очень рада. Это хоть не такая грандиозная цель, но хоть что-то. Как ты не порадуешься человеку, который ни разу в жизни не использовал сюрикены. Да, Кушина использует только коной, но даже в этом случае она не может постоять за себя. Цунади единственная кто согласилась. А ведь Кушина знакома с Митой. А Митой бабушка Цунади да и Узума Кесин Джу дальние родственники. Принцесса с Лизней очень крепко обнимает свою ученицу. В сторонке стоят Джирайи и Наруто. Одному извращенцу очень хотелось оказаться в объятиях Цунади, а один думал о другом. Как? Как сделать так, чтобы Курама внутри нее не вырвался? А ведь тут он сама ненависть и не имеет ничего более. У Кушины драму? Да, Наруто конечно может. Но если Кушина поймет, что он тоже Джинчурики, то дело дрянь. Джирайя сама, что такое Джинчурики? Хакаги сама говорил, но я ничего не понял. Спрашивает Наруто. Джирайя становится уже не радостным, а взгляд становится мрачнее. Джинчурики это лишь сосуд для хвостатых. Надеюсь ты знаешь про них, раз ты одно из самых мощных орудий Канохи. Не я ее так называю, просто Данзо сама привык говорить так. Девятихвост и один из самых сильнейших хвостатых. Его чакра ядотевая, чем укус змея. У Кушина мощная чакра, поэтому она и может сдерживать Кьюби. Вот как. Я покажу тому, кто назвал мою маму орудие. Походу это тот старик с одним глазом. Наруто Кун, а почему ты постоянно исчезаешь до Тебуня? Спрашивает Кушина. Они вместе едят рамен, и конечно же свечерку. Кушина быстро уплетает свой рамен, а Наруто не очень спешит. Напоминает мне меня самого. Я ведь тоже обожал рамен, и съедал по три тарелки. Смотря на свою молодую еще маму, он понимает. Вот от кого все пошло. Ее красные волосы, это не просто волосы. Это очаровательная красота клана Узумуки. Жаль, что она его не знает. А ведь это могло и произойти. Кушина. Наруто замялся, то ли от стыда, или же от смущения. А ведь он никогда не был таким. Он не боялся ни Мадары, ни Кагую. Но тут будто ком в горле. Да Наруто ком? Кушина мило улыбается, немного наклонив голову. Что-то случилось дать тебе не. Я бы хотел тебе кое-что рассказать, но не знаю. Поверишь ты мне, или нет. Он подумал. Рассказать ей правду. Или же раскрыть кое-что. Я не только путешественник. Я также член клана Узумуки. Кушина не поверила своим ушам. Неужели он также Узумуки? Но как? Их отличие это красные волосы. Я полукровка. Моя мама была из клана Узумуки, а отец был простым фермером. Она была Шиноби. Продолжил он. Но почему ты не сказал? То есть я не единственная из клана Узумуки? Нет, ты не единственная. Я узнал о том, что ты являешься Узумуки и также джинчарики Девятихвостого. Скрытый водоворот Узумуки считались одними из сильнейших представителями наравне с Синджу и Учхо. Вот почему Кенаха превосходила других стран войны. Именно из-за страха перед нашим кланом решили уничтожить ее. К сожалению скрытый лист ничего не могли сделать. Опытные пользователи Фуина поставили барьер. И после их гибели сработал печать самоуничтожения. Откуда ты это знаешь? Если весь наш клан вымир внутри барьера. Моя мама умерла в той самой битве. Отца также убили, так как он по их словам знал где находятся остальные Узумуки. Последним тогда остался я, а также Таймита Узумуки. Кушины чувствуют в его голосе боль. Глаза парня небесно голубые, но тусклые. Но она не знает, чего именно он потерял. Он потерял свой мир, своих друзей. Когда остальные исчезнут, никто не признает твое существование. Ты говорил, что не дашь своим друзьям умереть. В итоге твой худший кошмар станет реальностью. Это одиночество. Слово, которые сломили его надежду на мир, повлияли на его идеалы и мечты. Но в этом прошлом у него есть он. Курама. Я никогда не думала, что у кого-то жизнь хуже моей. Ты смог пережить столько боли и смог смириться со смертью родителей. Ты жил в одиночестве и путешествовал по всему миру. А я думала, что у меня жизнь хуже остальных, ведь я дженчирики. Кушана не смогла удержать свои слезы. Она закрыла глаза руками и обернулась назад. Тихий плач слышал лишь он. Но он не смог устает. Слезы матери, это причиняет ему худшую боль. Он встает со стульчика и подходит к ней. Проведя рукой по ее волосам, он ощущает их нежность и мягкость. Наруто притягивает Кушину к себе и обнимает. Если бы он хотел, он бы ее не отпустил. Кушина потихоньку успокаивается, даже когда ему больнее чем ей, он сам успокаивает ее. Для нее, это означает его силу в глубине души. В отличие от нее, он сильнее. Он не плачет, на его глазах даже слез нету. Ее дыхание обжигает его шею, в то же время сам он просто сидит. Она уснула. Непонятно как, но Кушина уснула. И подняв ее на руки, Наруто уложил ее на диван и закрыл одеялом. Впервые вижу, что ты Узумуки Наруто заботишься. Увидели бы это другие. Они бы удивились. Теперь знаешь, как думаешь, возможно ли их соединить? Имея в виду отца и маму. Минато Кушину? Уже нет. У твоей молодой матери уже есть человек, в которого она постепенно влюбится. Советую не удивляться. Это ты. Ты издеваешься? Чтобы я с мамой? Ну уж нет. Я лучше с Мадарой еще раз подерусь, чем с мамой буду иметь отношение до Тебе. Вот это я понимаю. Не потеряли мы еще тебя. А то я начал скучать по этому дурацкому слову. Курама, ты уверен? Есть другой выход? Нет. Наруто, это не только из-за ее к любви тебе. Ты сможешь помешать тому Кураме. Внутри нее. Если я с ним смогу объединиться в тебе, то это будет лучше. У Кушины есть проблема в том, что ядовитая чакра будет уничтожать ее изнутри. Поэтому она не сможет потом родить, но ее жизненная энергия уйдет на противостояние против моей чакры. Ты знаешь чем это закончится? Чакры канала будут уничтожены. А значит мама умрет в таком случае. Вот. Поэтому перезапечет и убив тебя это благоразумное решение. Твоя чакра практически чакра мудрец о шести путей. Поэтому тут даже печать восьми лимитов не нужен. Но это не сейчас. Все должно быть лишь во время родов. Наруто тихо вышел из комнаты в кухню. Со стола все надо убрать и скоро ложиться спать. Вижу ты не только хороший боец. Знакомый для него голос это был Сакума. Поэтому Наруто был расслабленным. Отчасти убрать со стола тоже нужно. Ты зачем здесь Сакума? У меня есть разговор к тебе. Я дал слово что не скажу Хакаги сами. Но надеюсь ты мне сможешь рассказать? Это долгая история. Ну хорошо. Все началось с того продолжение следует. Не ожидал хотя у меня были догадки. Ты слишком похож на Шинобе чем на путешественника. Кстати Какаши уже научился читать и писать. Я никогда не думал что он настолько гениален. Когда он станет Джоунином я буду рад уйти с поста элитного Джоунина. Мне и так скоро нужно уйти на пенсию. Как Какаши говорил Наруто. Сакума очень добрый и хороший человек. Он всегда открыт и очень любит своего сына. Гордится им с малых лет. Но к сожалению нельзя исправить то что будет. Очень рад за твоего сына Сакума. Уверен он станет великим Шиноби. Ниндзя скрытого листа хатаки Какаши. Говорит Наруто. Отлично придумал. Кладет Сакума руку на его плечо и оба смеются. Это будто семейная или дружественная обстановка. Они будто старые друзья. Но ведь знакомы недолго. Сакума верит Наруто и давит ему что угодно. Ведь может он будет еще и тренировать Какаши. Кто знает что их ждет впереди. Наруто ты знаешь про печать на животе Кушина? Спрашивает Сакума. Нет. Это печать четырех символов. Эту печать поставила самами Ту Зумуки. Печать хоть и надежная но не даст гарантию в Кушину одно, но контролировать печать на ее животе это другое. Всплеск эмоций, стресс, страх, обида, депрессия. Эти факторы влияют на саму печать. Из-за таких эмоций она может потерять контроль. Говорит Херузин покуривая трубочку. Нам нужен надежный человек, который будет возле Кушины. Точно не я. Отвечает Цунади. Я не так близка с Кушиной старик. Выбирай кого-то другого. Арчимару нам не подходит, его садисткое лицо может ее напугать. Джирали хоть и знает некоторые печати клана Узумаки, но он сейчас в горе Ремьи и Баку. Скорее всего надолго. Сакума, я думал поставить тебя. Но что насчет твоего нового напарника? Этот Наруток не расположен ближе чем другие. И он может ее оберегать, так как он по силе не уступает тебе. Третий задумался. Есть подумать. То верить Нарута можно. Но точной гарантии нету. Анбу следили за ним недолгое время, и никаких подозрительных признаков не было. Кроме одного. Он слишком сдержанный, по нему видно, он очень силен. Не зря Третий называется профессором. Так как он понял, что он сдерживается. Первое, это его тадюцу. Он дерется очень хорошо, легко парирует атаки, но старается бить аккуратно. Очень аккуратно. Это значит, что Нарута специально сдерживается. Во-вторых, он скорее всего может использовать ниндюцу. На это намекает положение рук во время боя. Видно, он хочет использовать печати для техники. Но почему-то не делает этого. И самое главное, его чакра. Легко заметить его ауру. Объем его чакры зашкаливает. Если у Кушины чакра в два раза больше, чем у Хирузены и Цунади, то у Нарута минимум в 10 дефис 15 раз больше. И этот объем чакры он способен контролировать. Это означает, что он не просто путешественник. Он еще и Шиноби. Да еще и непростой. Третий Сама. Вы точно уверены? Нарута и я будем постоянно на заданиях. Находится возле Кушины. Иногда его будет заменять кое-кто другой. Послушай, Сакума. Пусть это будет между нами. Я понял одну вещь, но думаю. Доказательства у меня еще нет, но скорее всего Нарута не просто путешественник. Его сила, это другой уровень. Ты опытный Шиноби, но проиграл ему чисто в Тайдюцу. Расположив Никто и никогда яростно не защищал ее, как он. Говорит Херузин. Это ли не крепкая дружба или любовь? Одно третье знает точно, никто никогда не подходил к Кушине и никто за нее не заступался. Конечно это не считая самого Хакаги или Цунади. Кушина обычная красивая девушка. Ее жизнь не из самых хороших. Она сирота с малых лет. У нее нету друзей, хотя сми Като-Чан она иногда разговаривает о всяком. Наруто Кун. Кушина медленно подходила к спящему Наруто. Он спал спокойно, можно сказать даже очень спокойно. Даже так, она чувствовала себя защищенной. Кушина неловко покраснела, увидев что одеяло доходит лишь до торса. У него крепкая накачанная грудь, шести кубиками приз. Большие крепкие руки. Он был так красив. Очень красив. Кушина никогда не думала что увидит настолько красивого парня. Ее взгляд устремилась к губы парня. У него тонкие губы. И по три полосок на каждой щеке. Он как котенок спит мило. Очень мило. Кушина сама от себя не ожидала. Неужели она хочет поцеловать его? Кушина покраснела еще сильнее и начала отходить назад. Но случайно спотыкается вперед и падает на спящего Наруто. Она ожидала что упадет на него а потом услышит от него крики. Но нет. Она не упала и ее держат за оба плеча. Осторожнее Кушина не поранилась? Как оказалось ее поймал Наруто. Его реакция на хорошем уровне. Он заставил ее еще больше покраснеть от стыда. Кушина резко выбирается и кланяется перед парнем. Ты чего Кушина? Недоумевает Наруто. Прости Наруто Кун. Я случайно хотела тебя разбудить но случайно споткнулась до Атибани. Отвечает ему Кушина. М. Все нормально Кушина. Можешь не волноваться. Наруто мягко улыбается. Кушина смотря на эту улыбку словно тает. Это самая красивая улыбка которую она видела. Такая Кушина кивает ему головой. Понимая что она красная как помидор. Резко вскакивает. Мне надо бежать на тренировку. Пока. Выбежав из дома Кушина понимает. Она хотела его поцеловать. Но почему ее так тянет на этот поцелуй? Да еще в губы. До этого она не понимала эти чувства любви к парням. Но сейчас уже происходит так что ей хочется поцеловать и любить. Я должна тренироваться и стать сильнее. Но неужели я влюбилась? Нет. Это не так. Он мне просто нравится. Но он добрый, заботливый, красивый. Дать тебе не. Я что влюбилась? Сердце юной Кунаичи бешено стучало. Влюбиться в Наруто. Она не уверена что это ее настоящие чувства. Ты готова к тренировке. Кушина только сейчас замечает свою наставницу Цунади. Точно. Она же поможет ей разобраться в своих чувствах. Кушина. Цунади раздраженно произносит ее имя. Она и так около десять минут стоит и ждет ее. Да. Извините Цунади сам. Отвечает Кушина. Цунади хмуро идет в сторону полигона. Кушина бежит за ней и теперь идет с ней наравне. А можно у вас спросить? Нет, вопросы только после тренировок Кушина. Цунади всегда была строгой абсолютно ко всем. Ну ладно. Говори пока мы не добрались до полигона. Я хотела бы понять свои чувства. К одному человеку. Чувства? Удивленно спрашивает Цунади. И в кого же ты влюблена? Теперь ей стало интересно в кого же влюбилась юная красноволосая. Ну? Кушина медленно смотрит в сторону своего дома. Вот влюбиться в парня? Это хорошо. Но в Наруто? Нет, это тоже хорошо. И как умудрилась? Вы с ним вроде месяц знакомы. Или две недели. Или три. Не важно. Я не знаю. Просто я ощущаю себя рядом с ним защищенной. Он очень добрый и заботится обо мне. Ведь никто и никогда не был таким со мной. Она смахивает слезы. Ведь это правда. Цунади было жаль Кушену. Она как маленький котенок которого хочется обнять крепко. Такую маленькую, такую беззащитную. Но нет. Мир шинобета битвы, убийства, потери и самая страшная война. Эх. Забота и доброта с его стороны не означает что ты его любишь. Пойми Кушена. Ты полюбишь его, если всегда будешь рядом с ним, будешь поддерживать и также заботиться о нем и уважать каждый его выбор. Радоваться каждому его успеху и понимать его чувства. Для Цунади любовь осталась больной темой. Катадан которого она так любила. Он был ее женихом и самым любимым человеком после младшего брата по имени Наваки. Но Кушена еще ребенок и понять что такое любовь. Если она полюбит кого-то, то для Цунади это какое счастье. Кушена пора начать нашу тренировку. Сегодня мы пойдемся по нашим основам контроля чакры. Кушена поджала губы. Опять. Да опять. Ну хватит. Начинаем Кушена. И еще хватит придумать себе что-то про своего паренька. Вот когда подрастешь на пару годиков и стукнет тебе 16 лет, тогда можешь даже замуж за него выйти. После тренировки у Кушена не осталось сил даже встать с дивана. Хорошо что ее до дома принесла Цунади. Еще бы. Тренировку можно было назвать настоящим адом. Настолько все было хреново. Все тело Кушена болело от такой нагрузки. Да она хрупкая но ведь надо становиться сильнее. Но почему ты опять упрямишься. Я же говорила не трать много чакр чтобы пробежать по воде. Говорит Цунади. Она очень хороший медик и может восстанавливать все что угодно. А сейчас сидит и восстанавливает перевязанную ногу своей ученицы. Не волнуйся. Это всего лишь растяжение связки. Пару дней и ты будешь как новенькая. А Наруто Кун не пришел? К счастью нет. Он скорее всего на задании со своим напарником. Месяц и не прошел, а они двое уже неразлучные. И с этим извращенцем тоже. А ведь Джирайя, Наруто Исакума проводит много времени. Кто знал, что даже спокойный Исакума окажется извращенцем, который любит смотреть на голых девушек и фантазировать по хапщину. Теперь понятно почему и какаши извращенец. И вообще, почему вокруг него много извращенцев? Какие красивые сосочки. А фигура? Попки такие. Хи-хи-хи. Ты тоже видишь это? Спрашивает Сакума у напарника. Ага. Сан лорд Хакаги оказался тоже извращенцем. Отвечает Наруто. Им сейчас не до Хакаги. Сегодня день, когда лучше всего отдохнуть хорошенько на источнике. Вдруг оба услышали визг девушек и как они зашли в мужскую сторону. Кто погляд ве? Хакаги сама. Это они. Указывает третий на обоих. Вам не стыдно за девушками подглядывать? Они ведь красивые и сексу. Замужем. Через пять секунд из источников выбегают оба, а за ними толпа девушек. Херузин побежал за девушками, чтобы видеть, как трясутся их красивые поп. Ягодицы. Вот же. Мать твою. Прошипел Сакума, потирая щеку. Нас избили женщины. И не говори. Был бы тут Джирайя. Нас уже похоронили бы. Отвечает Наруто. А Хакаги совсем охренел. Сбежал и на нас валил. Я сейчас пойду и помогу встретить второго и первого Хакаги. Ему ничего не сделаешь. Он все таки Хакаги, а не обычный Джоунин. Наверное не хватает ему брачной ночи. У меня есть идея. И какая твой план это твоя техника соблазнения. Да. Помнишь? Я же сделал это, когда был еще в академии. Ты первый, кто смог одолеть Хакаги и Кагу этим приемом. Однако я согласен. Этот старик поймет, что такое женское тело. Апчхи. Громко кашлянул третий, сидя в своем кабинете. Опять Бивака вспомнила меня. Сам третий сидел в своем кабинете и смотрел самый важный журнал. Конечно же, это журнал молодых девушек. Как оказалось, старик обожает их читать. Хакаги сама. Резко в кабинет третьего ворвался Сакума. Херузин от испуга выкинула журнал через окно. Чтож. Придется купить новый. Что случилось с Сакума? У нас тут нарушитель в резиденции. Смотрите. Сакума отпрыгивает назад. Херузин увидев этого человека широко раскрыл глаза, а из его носа пошла кровь. Старик упал со своего кресла. Не переборщил? Думаю, нет. Нормально. Перед Сакума стояла красивая блондинка. Вот только без одежды. Херузин. Я тут. Бивака как стол стояла и смотрела то на Наруто, то на Херузина. Старый извращенец. Заставил девочку раздеться. На хер. Я больше не буду ходить к Хакаге. Это был самый плохой план. У обоих джоунинов стало еще больше синяков. Кто же зал, что бивака настолько ненавидит извращенцев? Опасная баба. КХМ. Женщина. Самый хреновый. Говорит Наруто. Узнает об этом Кушино, мне конец. Не болит? Совсем нет. Кушино аккуратно протирало холодным полотенцем его лицо. Наруто только и сидел улыбаясь, смущая ее все больше и больше. Он бы рассказал ей всю правду. Как их избила бивака, потому что соблазнили старого деда и чуть не отправили его на тот свет. Но лучше молчать. У Кушино руки тяжелые еще с детства. Как думаешь, может мне стоит пойти в Анбу? Кушино с удивлением посмотрело на Наруто. Анбу? Эти люди известны лишь быстрыми убийствами. Они почему? Ты же Джоунин. Там ведь опасно. Возможно. Ну? Что ты узнал? Влияние этого парня на дженчурики меня настораживает. Я знаю, что эта девчонка влюбилась в него. Единственный способ все остановить, это убить этого парня и поставить закладки на девочку. Ты же знаешь, что я не дам тебе этого сделать Данзо. Но в одном ты прав. Кушино и придет. Но не волнуйся, все будет очень тихо. И никто не поймет. Как думаешь, Кушино, может нам стоит уже переходить на новый уровень? Имей в виду, что пора есть домашний рамен, а не бегать в Эчиреку каждый день. Говорит Наруто. Не знаю, Наруто Кун. А ты как думаешь? Мне нравится Эчиреку Даттибани. Дальше они разговаривали о ее тренировках. Наруто слушал ее внимательно, иногда смеялся насчет ее небольших ошибок. Но конечно же после ее строгого взгляда, парень успокаивался. Получить от нее тумаков не хотелось. Наруто сзади. Неожиданно пролетел Куно и возле Наруто. Считанные сантиметры, и они вонзились бы ему в затылок. Резко уклонившись, он прячет Кушино за своей спиной. Перед ним дюжина Анбу, а прямо перед ним стоит он. Тот, кто когда-то разрушил его жизнь. Данза прошипел изумуки. Так ты значит тот странник? Спрашивает старик. Я тебе не хирузин, чтобы давать тебе гулять спокойно по моей деревне. И тем более подходить к оружию, тебе никто не давал. Она не оружие. Еще раз посмеешь так сказать, от тебя не останется ничего. Крикнул Наруто. Я знаю твои планы, и знаю что ты хочешь убить меня. Значит ты шпион. Так и знал. Еще одна угроза для Канохи. Нет, я не шпион. Я просто наслышан о тебе. Говорят и долгие годы метишь на пост Хакаги, и думаешь как избавиться от третьего Хакаги. Отлично. Ты знаешь совсем много. Убить ублюдка. Постарайся. Усмехнулся Наруто. На старика и его членов Анбу нужно действовать в полную силу. Пусть его эго погаснет. От Наруто идет ужасающая ки, но Анбу Корни не чувствует никаких эмоций. И даже страх. Поэтому поможет ему режим Мудреца. Резким броском шара он попадает в одного из Анбу Корни. Попав в врага, тот умирает от резкого истощения. Это сфера Мудреца Шести Путей. Зря ты так, старик. В любой момент я могу убить вас всех. Так ты потомок Мудреца Шести Путей. Красивая ложь, но ничего. Твое тело мне понадобится для моих экспериментов. Попробуй достать меня. Голос был услышан слева от Данза. Повернув голову, он увидел несколько трупов его Анбу. Старик понял, этот парень непрост. Так как он убил всех его Анбу. Тебя добить. Или оставишь меня и Кушину в покое. Учти старый маразматик. Еще раз попытаешься хоть пальцем шевельнуть в сторону Кушины, я приду за тобой. Я знаю где находится твоя база. И если придется, я уничтожу там все, и заберу Кушину с собой подальше от Страна Огня. Не посмеешь, щенок. Еще как посмею. Наруто подошел вплотную к Данзе. Запомни, она не оружие и сосуд для Кьюби. Настоящий монстр перед тобой. В подтверждение были кровавые глаза Наруто. Он дал Данзе понять, что он тоже джинчарик еще одного хвостатого. Но кого именно? Это мое единственное последнее предупреждение тебе. Данзе не параноик. Но то, что этот парень тот еще не простой, заставляло его волноваться. Никак не понятно, кто он, откуда и так далее. Просто имя Наруто, и такая мощь. А еще он знает о нем. Есть два варианта. Он либо шпион, к примеру скрытого облака или кровавого тумана. Либо этот парень реальный потомок мудреца, и живет лишь иллюзии. Это не факт. Главное, это то, что он опасен. Очень опасен. Уничтожить 0,7 слэш 10 из членов корня анбу. Это уже невыгодно для Шамуры. Значит действовать открыто не получится. Я найду способ убить тебя. Говорит Шамура. И обязательно узнаю, кто ты на самом деле. Стихия огня. Техника драконьего пламени. Крикнул Сакума. Отходим. Уверен? Спрашивает Наруто напарника. Мы сможем их победить. Уклонившись от Куная, Наруто в ответ бросает свои сюрикены. Их больше. Нам не справиться с ними вдвоем. Убегая от неизвестных людей в темных плащах, оба никак не ожидали их количества. По идее это лагерь обычных бандитов, как оказывается это не так. Эти шины бессильны, и их гораздо больше. Сакума. Я оставляю клонов. Техника теневого клонирования. Крикнул Наруто, и появились шесть его клонов. Они встали на защиту, пока Наруто и Сакума убегали в сторону деревни. Думаешь остановить нас теневыми клонами? Спрашивает один из них. Это вас не спасет. Кто вы такие? Спрашивает Наруто. Мы обычные наемные ниндзя. Хочешь знать кто нас нанял? Спросил бы ты у своего друга. Но он убежал. Курама, кто они такие черт возьми? Похоже ты встретился с наемными убийцами. Похоже они из культа Йокая. Демона пожирающие души с помощью своего кинжала. К счастью в твое время они не попали, так как они были уничтожены от рук трех санинов. Так вы приносите жертву своему Йокая. Интересуется клон Наруто. Я тоже приношу жертву к девяти демонам. Душа твоя полна не только добротой, но и страшной сущностью. Йокая сама будет доволен, когда мы отдадим ему твою душу. Говорит мужчина в капюшоне. Увы, умру не я. Кстати о девять демонов. Есть еще и бог. Наруто усмехнулся и вошел в режим мудреца. А теперь вам стоит уйти. Я не клон. Доказательством для них остальные исчезли, но не он. Хм. Мужчина бежит на Наруто и ударяет по нему ладонью. Удар был достаточно мощным, чтобы они почувствовали, как земля под ногами дрожит, но не Наруто. Мужчина посмотрел ему прямо в глаза и оказался в подсознании перед огромным монстром с красными глазами. Что говорит Курама рычая на человека. Я бы съел тебя, но пока что добрый. Уходите, пока он вам дает шанс. Когда он появился в реальности, многие мужчины задрожали. Это первый раз, когда есть демоны страшнее, чем их дьявол. Я же говорил Курама, не стоит их так пугать. Говорит Наруто смотря на мужчину. Хотя наверное это малая часть, что ты видел. воплощение демона. Уходим. Крикнул мужчина убегая куда-то. Задание выполнено Хакаги сама. Как я понял, это культ Йокая. Они поклоняются ему и приносят жертву своему дьяволу. Их не удалось убить, но думаю напугать их получилось. Говорит Наруто стоя на одной колени. Вот как? Значит эти люди верят в то, что не существует? Придет Сакума говорил, что ты остался там. А я с ним был клон. Выполнение миссии было важнее. Но ты подставил своего напарника. Я бы думал о наказании, если бы ты вернулся без хороших новостей. К счастью, есть чем заняться теперь. Пока что для тебя миссии нет, можешь отдыхать. Разрешите сказать Хакаги сама. Когда Хирузин молча сидел, Наруто продолжил. Это насчет Шимура Данзо. Дай угадаю. Он угрожал тебе не подходить к Кушине? Спрашивает Хирузин. Наруто кивнул в ответ. Неудивительно. Данзо всегда все делает по-своему. Но ты не беспокойся. Оставь это на меня. Я с ним поговорю. Учтите вы Хакаги сама. Если с Кушиной что-то случится, я заберу ее отсюда. Подальше от скрытого листа. Надеюсь мы поняли друг друга. Кушина, вставай. Наруто аккуратно дергал ее за плечи. Пора вставать. Не хочу. У меня положенный отдых. Мямли Кушина. У тебя сегодня задание. Третий и сама говорил. Кушина услышав слово задание. Третий и сама резко проснулась. Посмотрев на Наруто, она отталкивает его назад и начинает собираться на миссию. Мне надо бежать до Аттибани. Он ведь не любит когда я опаздываю. Пока Наруто кун. Кушина пока одевала обувь, Наруто прислонился к косяку. Он внимательно смотрел как она дико торопится. Кушина. Вообще то у тебя есть напарник, и он уже принял задание. Парень всем своим спокойным взглядом ей говорит, что это он ее напарник. Да, я твой напарник. Раз ты готова, то пошли. Закрыв квартирку на ключ они отправились в путь. Несложная миссия, но и нелегкая. Наруто пока ничего ей не объяснил, но видно что Кушина волнуется. Это конечно не первая миссия, но за пределами деревни самая первая. Поэтому она сильно волнуется. А что за задание Наруто кун? И почему тебя тоже отправили со мной? В качестве наказания. А что ты натворил? Стоп, стоп, говорит Наруто. Успокойся. Третий попросил меня идти с тобой. И это не в качестве наказания. Наша задача добраться до Танзаку и забрать оттуда важный свиток. Но я могу и в одиночку справиться. Возмущается Кушина. Наруто остановился и уперся в дерево. Что? Я бы тоже сказал тебе это, если бы не одно, но враг может быть где угодно. Подожди. Наруто с помощью сенсорной способности ищет недоброжелателей. Идти не зная что рядом есть враг, довольно опасно. Держись рядом Кушина. В любой момент на нас могут напасть. Кто угодно. Дури башка, может скажешь ей, что недалеко от нас гуляет какой-то больной маньяк с ножом? Не сейчас Курама. Он недалеко. Я чувствую его злую сущность в 50 метрах от нас. Кушина. Рядом враг. Вытащи куной, и не двигайся. Наруто вытаскивает Танте. Не бойся. 20 метров. Похоже он знает где мы и собирался. Перед Наруто вышел неизвестный мужчина с панамы на голове, и одет им в красное кимоно. Смотря на лицо мужчины можно легко понять, что он какой-то маньяк. Прошу прощения молодые люди. Не хотите пройти по пути Джошина? Спрашивает он. Серьезно? Путь Джошина? Спрашивает Наруто. Да. Я конечно новенький и только принял этот путь. Но вам с удовольствием покажу. Быть пряткованным на стену или еще куда-то не хочется. Тем более ты же бессмертный. Этот мужчина хотел подойти к ним ближе, но Танте Наруто не дает ему пройти дальше. Только попробуй коснуться ее, твой Джошина увидит как его последователь умрет страшной смертью. А девчонка то красивая. С красными волосами. Не известный мужчина облизнул губы. За что им было толкнутым назад. Даже не смей. Убью сразу. Говорит Кушина только и могла прятаться за Наруто. Он стоит как скала, через которого ты никак не пройдешь. Ладно. Сказал мужчина и немного обернувшись кидает три ножа на Наруто. Сам Наруто легко отбил ножи с Танта. Я предупреждал. Через секунду голова мужчина отделится от тела. А Танта Наруто впитывает кровь, которую он очищает в специальное полотенце Наталия. Кушина могла только смотреть на тело без головы и на Наруто лишь с ужасом. Это первый раз, когда она видит такое. Сейчас она боится лишь одного. Наруто. Впервые она увидела как ее друг жестоко убил человека. Даже глазом не моргнув. Пойдем Кушина. Но она не откликнулась. Посмотрев ей в глаза, он увидел страх. Видимо она испугалась от тела наворочались слезы. Мыши Наби нам приходится убивать. Но он же он угрожал тебе и мне Кушина. У меня не было выбора кроме как убить его. Всегда нужно быть решительным. Он подходит к ней ближе и немного наклоняется. Если ты не можешь разрешить с врагом конфликт словами, в таком случае ничего не остается кроме как убить его. Долой отдохнем немного. До Танзак уйти полдня. Пройдемся немного и сделаем привал. Хорошо? Ага. Пройдя еще пару часов, они сделали привал недалеко от реки. Открытая местность, но можно рыбу поймать и умыться. Да и около десять клонов Наруто стоят на стороже с каждой стороны. Каждый в сто метрах от самого привала. Кушина об этом конечно же не знает. И это к лучшему. Пока он собирал дрова и разжег костер, кушанно умыл лицо и ноги об теплую воду. Да, днем жарко, да и вечерняя вода не холодная, а теплая. Закончив со своими делами, Наруто отправляется искать рыбы в воде. Можно конечно использовать источник поднять вверх чтобы рыбы упали на землю. Хотя эта идея звучит лучше, чем ждать по десять минут каждую рыбу. Хотя нет. Лучше спокойно ловить. За час поймав пять рыб он очистил их и поставил на костер. Рыба на костре самое вкусное блюдо его детства. Кушана сидела рядом ожидая еду. Запах рыбы привлекал много животных, но понимая что он есть люди никто и животных не хотел подходить. Приготовив первую рыбу он протягивает Кушане. Ешь горячим. Говорит он ей. Кушана откусив немного смотрит на Наруто широко раскрытыми глазами. Вкусно. Она кивает, за что он поглаживает ей голову. Поешь хорошенько. Завтра мы пойдем дальше. Напоминаешь Джерай в то время, когда он готовил тебе еду. Он всегда заботился обо мне, поэтому для меня он был как отец, нежели как дедушка. Все еще помню как вместе убегали от разъяренных женщин в разных странах. Но раз ты для Кушины друг, дождись когда ее любовью станешь. Наруто на это подумал как будет швырять в Кураму Расенсюрикен. Брось, я же чувствую такую химию между вами. Влюбленная девочка и парень который пытается заботиться о ней. И думает, что это его мать. Разве нет? Она моя мама. Поздно парень. Кушина уже не твоя мама. Ты и так изменил прошлое. Своё прошлое. Поэтому ждать когда родится еще один Наруто нет смысла. Но поиздеваться над Рачимару или над еще живым Мадарой ты можешь. Ну еще и спасти обито от падения камня, какаши от лезвия, ну и ту девчонку. Потому что эта тучха из-за нее начал войну. Ладно. Я понял твою мысль Курама. Отлично, а теперь свали отсюда и дай мне спать. Так. Наруто задумчиво что-то ищет в кармане. Мать моя. Забыл. Что именно? Спрашивает Кушина. Я всегда таскал с собой небольшой свиток с раменом. Похоже оно лежит дома. Курама смотрел на Наруто как на дурака. Блондин слышал как его так называемая шизофрения смеются во всю глотку. Конечно все будет пока он не будет Я не виноват что ты тот еще дебил. И то что ты превзошел всех великих Шиноби по глупости конечно же. Курама Ты наверное помнишь что я тебе тогда показал? Даже не смей Узумуки. Я тебе постоянно буду свою чакру давать. Что угодно лишь бы не это. Через три секунды в подсознании Наруто или перед Курамой появился он. Танцующий в балет Мадара с тонкой юбкой. Ну такой исход. Вот и пошло поехало. Увидев это первый раз Курама понял что это его ночной кошмар. Чертов Узумуки. Успокой Учиху. Живо. Хи-хи-хи. Так тебе и надо. Наруто тихо хихикал но совсем забыл о Кушине. М. Кушина смотрела на парника кна. Главное что ему надо в больницу сходить. Ата смеется сам по себе. Ей это некомфортно. Просто вспомнил одну шутку над напарником. Вот. Он наверное попался в мою ловушку. А глупо протянула Кушина. Куда нам дальше? Жду не дождусь когда мы доберемся до Танзаку Даттибани. Через пару часов будем там. Кстати я бы использовал Шуншин но видимо ты еще не научилась. Так ведь? Кушина отрицательно помотала головой. Ладно. Кстати я бы хотел проверить печать на твоем животе. Позволишь? Наруто аккуратно коснулся ее живота через одежду конечно. Закрыв глаза он почувствовал как появился в подсознании. Вокруг ничего нет кроме Курама которого припечатали в огромный синий шар с помощью стержней. А вот и ты. Говорит Наруто смотря на него. Ну и местечко. Кто ты такой? Прорычал ему Курама. Стоило тебе показаться но все в прошлом друг мой. Твои братья и сестры хоть и разделены от тебя и от друг друга но это ненадолго. Откуда ты знаешь? Кто ты такой? Я лишь сосуд для тебя и твоих братьев. Мудрец сам говорил что придет время чтобы вы объединились. Наруто заставляет глаза Курама расширяться. Я твой друг Курама. Доказательством стали глаза Наруто. Курама вкуши не знает что только у него такие глаза. Также он чувствует и свою чакру а также чакру самого мудреца шести путей. Знаю у тебя много вопросов. Какого черта? Вновь взревел Курама. Ты не можешь быть моим джанчурикой. Невозможно чтобы в тебе была чакра моего отца. Все может быть возможным Курама. Мы должны были встретиться через одиннадцать лет. Но этому не случится. Твой отец отправил меня в это измерение чтобы я остановил все что будет в будущем. Что произошло в будущем? Курама поинтересовался более спокойно что и старался ожидать Наруто. Всех твоих братьев и сестер запечатали в десятихвостого. Амадара которого воскресили с помощью Риннигана смог все сделать. Он активировал вечные цуки аемии. Мудрец дал мне силу Ашуры так как я его реинкарнации. Был и второй кто был реинкарнацией Мандры. Но к сожалению он тогда погиб. Хорошо. Я поверю что ты из будущего и что знаешь мое имя. Потому что я бы не сказал свое имя кому угодно. Но что тебе нужно сейчас? Если перезапечатаешь меня то умрет Кушина. Хотел увидеть тебя. Я сниму с тебя эти не будет перемешиваться с щекрой Кушины и твои эмоции не будут проходить через тебя. И печать восьми лимитов не будет слабеть. Можно было использовать печать восьми триггерам но нужен будет алтарь. Разница между этими двумя печатями то что четыре символа не дадут чакре Кураму проходить по чакраканулам Кушины. Так я могу обезопасить ее. Курама Наруто не изменил выражение лица. Он знал что Курама так и скажет ему. Нет ничего в этом удивительного. Я понял. Появившись в реальном времени его пять пальцев засветились синим цветом. Преложив руку на ее живот через одежду он крутит рукой на правую сторону. Кушина даже не почувствовала никакой боль в животе. Что что ты сделал? спрашивает Кушина Поставил новую печать на основе нашего клана Узумуки. Я поставил печать четырех символов и сверху этой же печати поставил печать восьми элементов. Негативные эмоции Кьюби влияют на твои же негативные эмоции. Если первая печать сдерживает нарушение твоего потока чакры, то вторая печать не даст Кьюби взять контроль над тобой. Видимо тот кто ставил печать не подумал что может быть вспышкой чакры Кьюби. Разве плохо то что чакра Кьюби выходит из меня? Да. Я хоть не эксперт познаю одно. В высвобождении чакры хвостатого из человека это ненависть самого хвостатого. Если ты не договоришься с ним то он будет высвобождать свою чакру. Даже если этого не захочет. Для этого нужно иметь полный контроль над его чакрой. А это почти невозможно. Сказал Наруто. Немного задумавшись Наруто вспомнил про задание. Сейчас нам нужно идти на нашу миссию. Чем быстрее доберемся тем быстрее мы сможем вернуться. Никаких нападений не было? Если не считать что обычные бандиты пытались нас ограбить то нет. Ответил Наруто третьему Хакаги. Хорошо. Это первая миссия кушан за пределами Канохи. Я должен спросить она была в стороне или помогала тебе? Нет. Кушана метнула коной и ранила врага. Остальное я сам. К счастью Кушан в кабинете не было. Она радостно и ушла после похвалы третьего. Вы знаете что она еще ребенок и даже если она генин я думаю не стоит ее заставлять убивать кого-то. С чего вдруг ты так решил? Поинтересовался на нее. Вдруг она испугается или разозлится. Тогда Кьюбей попытается взять ее под контроль а потом она покроется его чекрой. Хороший факт и я конечно же согласен. Хирузин встав со своего кресла повернулся в окно. Я доверил тебе Кушан лишь по одной причине. Но видимо ты пересек эту границу. Третий вновь повернулся к Наруто. Поэтому если ты так хочешь ее оберегать это дело твое. Но решать вопрос о ее миссиях буду я. Несмотря на мрачный взгляд третьего Хакаги лицо Наруто не дрогнуло. Третий на молчании Наруто лишь кивнул. Отлично. Если вопросов нет и тебе нечего сказать можешь идти. Да Хакаги сама. Наруто поклонился третьему. Он смотрел на него кровавыми глазами но цвет резко вернулся на привычный голубой цвет. Я бы хотел спросить у вас про Минато на Микадзе. Минато ученик Джирайя и в будущем станет отличным Шиноби. Он на данный момент является одним из сильнейших генинов. А что? Есть к нему вопросы? Да хотел бы с ним поговорить. Возле квартала клана Инузука пятый дом справа. Так вот и дом. Наруто постучался в дверь и через пять секунд перед ним стоял юный его отец. Ты же Минато? Да. А вы? Спрашивает спокойно Минато. Я просто Наруто. Можем поговорить? Я угощаю. Не стоит. Мальчик добродушно улыбнулся. Я готовлю дома пирог. Наруто не смог отказаться от такого предложения. Он был удивлен, что Минато является не только гением, но и честолюбивым. В его маленьком квартире есть все что нужно. Спальня, ванная и туалет отдельно и небольшая кухня. Минато достает пирог с духовки и ставит на стол. Заварив чай, он ставит перед Наруто один стакан чая. Ты хорошо готовишь Минато? Похвалил Наруто юного отца. Да. Коротко кивнул Минато, принимая за еду. Слушай, мне вот интересно. Являясь генином, ты не задумался о звании Чунина. Думаю тебя ждет успех. Наверное. Но думаю что мне рано. Нет. Ты один из сильнейших генинов, и можно сказать одаренный Шиноби. Кто знает, может через несколько лет ты станешь Хакаги. Стать Хакаги не просто моя мечта, а цель которую я поставил перед собой. Все остальные хотят им стать, потому что у них будет огромное влияние и так далее. А я хочу защищать Канаху и совершить с другими деревнями. Но на это нужно много времени. Учитель говорил что путь к Хакаги не так прост. Во времена молодости третьего он стал Хакаги посреди войны. Третий Хакаги очень умен. Но поверь, будущее поколение всегда превосходит старую. А почему вы не хотите стать Хакаги? О вас говорит вся деревня. И даже появились поклонники. Вы ведь напарник Белого Клыка? До этого я лишь был обычным путешественником. И следуя каждую точку мира, я обучался везде. Пост Хакаги мне не интересен. Знаешь ли, в политике мне делать нечего. Думаю побуду тут несколько лет, а потом уйду на длинные задания. Понимаю. У нас разные цели. Твоя цель пост Хакаги а моя цель это защищать деревню стене. Хоть я тут и недолго, но больше дома у меня нет. Поболтав с Минато полчаса, Наруто ушел. Даже в 12 лет, Минато поражает своей гениальностью. Несмотря на сиротскую жизнь, потому что его родители погибли три года назад, он ведет хорошую жизнь. Он не думает как подросток, он ведет себя и думает как взрослый мужчина. Пост Хакаги для него не является мечтой, потому что первый шаг он уже сделал. Теперь это его цель. По словам Минато, он не является представителем какого-то клана, лишь из обычной семьи. Отец не был в Шинобе, как и мать. Лишь обычные гражданины. Гуляя по деревне, Наруто завернул в сторону горячих источников. И конечно же. Джирай и третьих Хакаги смотрят за девушками, а в нескольких метрах от них еще и Сакума смотрит за ними. Никак не меняются, пронеслось в голове Наруто. Тихо подойдя сзади к третьему Хакаги, Наруто тут же начал кричать. Хакаги сама. Почему вы смотрите за голыми девушками? Как вам не стыдно? Ужас! За деревянной стеной женщины тут же вылетают чтобы избить извращенца. Сакума успел убежать. Лишь Херузин и Джирай остались перед злыми женщинами. Это он. Я тут совершенно ни при чем. Проговорил Джирай нервно свистей выходя из горячего источника. Послушайте, вы верите своему Хакаги или этому извращенцу? Строго спросил Херузин. Так, давайте я вам заплачу и мы забудем. 1.2.3.4.5 Удар сковородкой по голове Херузина и он обрушивается в пол. Сзади него стоит все та же разъяренная баба. КХМ. Женщина. Точнее его жена. Билака. Ты старый извращенец. Мало того, что голую девушку к себе в кабинет привел, а тут еще и деньги предлагаешь. Совсем обезумел? Еще один мощный удар сковородкой по голове. И третий Хакаги отправлен в нокаут. Билака посмотрела на женщин. А вы дамочки, не выбегайте вот так. Иначе вас тресну. Билака посмотрела на мужа и просто потащила его домой. Как будто Херузин напился где-то в сарай и даже на ногах стоять не может. Хорошо, что тот парень мне сказал. Надо будет, чтобы он следил за этим стариком. Мало начнет опять. Спустя три года. Стихии ветра. Техника рассекающего лезвия. Крикнул Сакума. Лезвия ветра стремительно движутся на Наруто. Заметить их очень сложно. Но Наруто смог от них уклониться. Сам он начал складывать печати. Стихии земли. Пронзающие копья. Из земли вылетели земляные копья. Сакума также подпрыгнул вверх. Наруто начал выстреливать водяными пулями на Сакуму. Но тот успевал уклоняться от них. Когда они приземлились, Наруто напал в рукопашную. Он знает, что Сакума слаб в рукопашном бою против него. Сакума. Обоих напарников откликнул третий Хакаги. Джонины были удивлены визиту самого Хакаги, похоже дело срочное. Двое мужчин подошли к третьему. Твои «Я могу спасти их, а потом идти на миссию». «Нет. Нельзя упустить главаря банды Крик. Если он сможет скрыться, тогда миссия провалится», ответил Херузин. Старик посмотрел теперь на Наруто. «Знаю вас обоих, не советую идти вместе». «И это теперь приказ». Но третья сама. Наруто пытался возразить, но рука Сакума не дала ему сказать про свое возмущение. Я сам отправлюсь дружище. Присмотри за сыном». Несмотря на их немалую разницу в возрасте примерно 13 лет, Сакума уважает Наруто на равных. Так как оба бывшие напарники Ванбу, а сейчас Сакума стал Джоунином, чтобы больше времени уделять сыну. Наруто остался Ванбу, конечно до тех пор, пока его новый напарник проходит у него стажировку. Минато все-таки получил звоняние Чунина, и теперь под крылом Наруто. Кушина также стала Чунином и вместе с Учихой Микото выполняет миссии под командованием Цунади. С Наруто они видятся либо каждый вечер, либо пару раз в неделю. Так как либо он занят делами, либо Кушина на миссиях. Дополнительно, парень следит за корнем Манбу. Эти люди Данзо не должны следить за Кушиной. Если она будет у Данзо, старик потребует от Наруто все. А он сделает что угодно, лишь бы он не тронул Кушину. Но он не допустит этого. Хорошо Сакума. Будь осторожен. Он знает исход, но не должен этого поменять. Какаша учится в Академии вместе с другими. Также он узнал Асуму, Абита, Куриной, Генму, Гаи и других. А также Рин. Абит и Кокаши много говорили о ней. Но есть исходы, которые он не поменял. Цунадем не ушла, а наоборот осталась в Канохе. Так как есть незаконченное дело. Когда начнется Третья мировая война, тройка сайенов отправится в скрытый дождь. Но и тут надо поменять будущий исход. Смерть Рин Абита. Нельзя чтобы Мадара Много кто оскорблял и унижал мужчину, потому что он провалил важную миссию. Известно то, что им вбивали проважность миссия в первую очередь. Тем более приказ Хакаги. Сакума был добрым, благородным, он сделает все, чтобы спасти всех. Но доброта погубила его, заставив впасть в депрессию. Люди отвернулись от меня. Да и мой сын и лучший друг скорее тоже. Это пазу. Сакума берет коной и резким движением перерезал себе горло. Прости. Какаши. Сакума Хатаки был героем, настоящим патриотом. Им восхищались все, даже тройка санинов. Люди были уверены, что он умрет от старости и лежат достойных рук. Но кто знал, что даже он сможет сломаться и покончить с собой? Наруто и Какаши вернулись вечером после дождя. Какаши первым зашел домой, ведь хотел порадовать отца. Он выучил новую технику. Но отец мальчик увидел, как на пылу лежит бездыханный труп отца. Что случилось? Он умер, Какаши. Наруто пытался подобрать слово, чтобы Какаши не заплакал. Но почему? С его темных глаз стекли слезы. Мальчик понимал, что отца уже нет, но почему? Какова причина? Я расскажу тебе позже. Но Какаши лишь смотрел на тело отца. Наруто пытался его взять с собой, но он зарыдал. Какаши сидел и рыдал, смотря на труп отца. Мальчик не верил, что его единственный и самый близкий человек погиб. Он ведь обещал, что будет с ним всегда. Наруто ничего не осталось, кроме как обнять его крепко. он не хотел бы, чтобы его сын плакал. Успокойся, я тебе расскажу. Но не тут. Они добрались до дома Кушины. За три года Наруто никуда не переехал и не планировал. Положив мальчика на диван, он закрыл его одеялом. Мальчик потихоньку успокаивался. Ты должен отдохнуть как Аши. Обещаю, я расскажу тебе все. Наруто пошел на кухню, где Кушина готовила домашний рамен на ужин. Кушина стала выше, красивее и стройнее. А ее волосы стали длиннее. Наруто кун, что-то случилось до Тибуня. Посиди с какаши. Мне нужно к третьему Хакаги. Он тут же исчез. Наруто направился в резиденцию под дождь. Хакаги возможно уже знает об этом, но что он будет приказывал ему выполнить миссию, но не спасти товарищей. Но Сакума провалил задание, чего я никак не ожидал. А теперь все коту под хвост. Я вас хорошо понимаю. Наруто подошел поближе. Потерять лучшего из многих джоунинов, это очень трагично. Но Сакума дорожил друзьями. Не зря же говорят. В мире шиноби те, кто не следует приказам, считаются отбросов. Пусть оно и так, но Сакума позволил опасному человеку сбежать. И умрут много людей. Хирузин закурил трубкой. Он думал, думал, что теперь ему делать. И что сказать всем? Сакума Хатаки совершил самоубийство из-за своих друзей. Это может очернить его имя, и коснуться его сына. Что с Какаши? Какаши у нас. Кушан и следит за ним. Ему хуже чем другим. Поэтому не стоит его беспокоить вопросами. Ответил Наруто. Хорошо. Тогда я доверю тебе Какаши. Что насчет Минато? Через пару месяцев будет полноценным членом Анбу и выполнять задание. Я уйду из Анбу и буду обычным Джоунином. Ты будешь личным учителем Какаши, пока он не станет Генином. Опекунство на тебе. И Наруто посмотрел на Хирузена с кровавыми глазами. Будьте уверены. Закончив разговор, Наруто ушел. Сам Хирузен дальше курил свой табак. Наруто становится все опаснее и опаснее. Эти глаза, которые он проявил. Жуткое зрелище. Слагали легенды, что члены клана Узумаки имели некоторую связь с Кьюби. Чем они злее, тем их глаза преображаются в звериный. И смерть Сакумы нанес не только удар по Какаши. Наруто также чувствовал себя хреново. Они лучшие друзья и боевые товарищи. Он знал, что Сакума умрет, хотел не привязаться к нему. Но этот пепельный волосый извращенец заставил его привязаться к себе. Он смотрел теперь уже на сына своего друга. Спящего мальчика. Он еще не проснулся и спит дальше. Кушина уже приготовила ужин, поэтому пора за стол. Я теперь опекун Какаши. Кушина посмотрела на него, мол, о чем ты? Сакума погиб. И как лучший друг опекунства дали мне. Ками. Кушина не знала как реагировать. Она лишь прикрыла рот и смотрела с неверием. Но он же. Я знаю. Но ничего не поделаешь. Завтра будут его хоронить. И Какаши придется тоже присутствовать. Проливный дождь. Из-за туч солнца не было видно. Похороны Сакума Хатаки. Его могила не там, где могила героев. В самом стороне среди других. Люди узнали правду, и много кто ненавидел его. Но есть те, кто были за него. Наруто стоял возле Какаши, плачущего и скорбившего об отце. Теперь он стал сиротой. Наруто теперь понимает, через что прошел его учитель. Херузин что-то говорил о воле огне, о том насколько Сакума был хорошим человеком. О том, что воля огня никогда не покинула его, даже если он провалил миссию ради товарищей. Из тех людей никто и не пришел. Они лишь ублюдки. Он их спас, а они его предали. Ками их накажет, когда время придет. А может и нет. Сакума Хатаки, ты был братом и другом для нас. Покойся с миром. Херузин поклонился и ушел. Так сделал каждый, кто присутствовал тут. Также пришел отец Гая, Майта Дай. Видимо они были хорошими друзьями, раз их сыновья станут лучшими друзьями. Кокоши подошел к одинокой могиле отца и также поклонился. Отец, я обещаю, что никогда не допущу ту ошибку, что совершил ты. Наруто не удивился. Он был уверен, что Кокоши так скажет. Он уверен, что мальчик говорит не со зла. Это пример, что даже если ты спасешь друзей, они никак тебя не будут благодарить. Наоборот, будут ненавидеть тебя. Ведь ты провалил миссию. Дружище, Наруто присел на корточке. Пусть твоя душа будет возле твоей жены. Обещаю, что буду всегда возле Кокоши. И не оставлю его. Наруто оставил кое-что ценное своего друга. Белую повязку с красным узором. Сакума носил ее на левой руке. Он говорил, что это осталось от его жены, и он носит ее для воспоминаний о ней. Нам пора, Кокоши. Идем. Оба шли под ливнем. Кокоши молчал, не зная что сказать. А Наруто раздумал вместе с хвостатым другом. Как я и говорил, ты ничего не смог бы поделать. Смерть Сакума была необходимой и неизбежной. Ты говорил, что если бы он был жив, то все было бы по-другому. Он совершил самоубийство. Сам все решил. Если бы остался жив, то возможно все было бы по-другому. Но это никак не повлияет на появление Мадары. Теперь твоя задача заменить мальцу отца. Я знаю. Просто не знаю как помочь Какаши. Смерть Сакумы обито отца и мамы. Хоть это ему и помогло стать сильнее, но отняло у него близких людей взамен. Так ты тут для чего? Какаши может стать сильнее без будущих потерь. Помни, ты никак не мог спасти Сакума. Но ты сможешь спасти других. Или у тебя исчезло желание помочь все изменить? Я дал слово что все исправлю. Я не бросаю слава на ветер и не отказываюсь от своих слов. Ну наконец-то. А то я думал что тебя потерял. Три долбаных года я ждал эти твои слова. Он даже не заметил как вместе с Какаши дошли до дома. И как он стоял на месте и улыбался. Парень присел на корточке перед Какаши и положив на плечо мальчика свою руку вновь улыбнулся. Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой, Какаши. Ты ведь хочешь стать гененом правильно? В ответ Какаши ему кивнул. С завтрашнего дня мы будем тренироваться вместе после Академии. Мальчик молчал. Его глаза выдали лишь одно. Надежда. Темные глаза мальчика накрылись слезами. Такого Наруто не видел ни разу в своей. Как его учитель, который был холодным и не проявлял такие эмоции мог быть в детстве обычным ребенком. Ну все, не плачь. Наруто обнял его. Пойдем. Их дома встретила Кушина. Она готовила как обычно домашний рамен. Наверное это один из самых вкусных раменов в мире. Но утюч оно намного вкуснее чем у всех. Наруто кон? Как каши кон? Все. В порядке дать тибуня. Кушина волновалась за обоих. Особенно за Наруто. Мы в порядке Кушина. У нас есть комната для каши? Если ты не забыл у нас одна комната. Кушина треснула половником по голове Наруто. Блондин упал на пятую точку, а в голове были звездочки. И каи кто не сдержал обещаний приходить домой после своих заданий. А я разве дома не бываю? Дурак! Ты на пару минут приходишь, меняешь одежду, и уходишь дать тибуня. О каком я бываю дома, идет речь? То на задание, то на тренировку. А я дома одна убираюсь рамен, я сама убираюсь. Кушина. Наруто начал отходить к стене. Этого он никак не ждал. Волосы самой опасной девушки. Кровавые хабанеры. Может. Завтра мы сходим на пикник. Втроем. Что? Из кровавой хабанеры Кушина превратилась в саму себя. Что успокаивало Наруто и кокоши. Он спрятался сзади Наруто, прикрывая глаза. Завтра? Хорошо. Фух. Стер он поцал лба. Потом как-то придумаем насчет новых комнат. Или же нового дома. Решил все-таки стать ухажером? Я одобряю. Ты уже сколько лет мне втираешь про мое отношение с Кушиной? Три года? Четыре? Сам подумай дуре башка. С твоей то кровью и ее. Родиться особенный спиногрыз. Даже представить страшно. Когда-нибудь ты пойдешь станет ковром. Солнечный день. И конечно самое главное это обещанный пикник где-то возле небольшой поляны цветов. Нарут и калкаши сидели на траве, разговаривая о чем-то. Акушина что-то готовила на небольшом костре. Это больше похоже на семейный отдых, чем на обычный пикник. Так вот. Если будешь правильно использовать чакру, то листик не порвется. То мало чакры? Спрашивает какаши. Нарут удивленно посмотрел на мальчика. И правда. Если мало чакры, оно не порвется. Но в этом ведь смысл. Это словно в книге Джирайи нету начала, лишь середина и конец. М. Парень нервно почесал затылок. Забудь об этом. Я перепутал с контролем над стихией ветра. Лучше старый и добрый метод. Это ходить по дереву. Для примера Нарут подошел к дереву и начал ходить по нему. Видишь? Я контролирую свою чакру и легко хожу по дереву. Ты не удивлен так ведь? Невозмутимый взгляд мальчика доказывает что ему просто наплевать. Обычно дети старше него удивлялись. Блондин спустился и сделал обиженный вид. Я обиделся на тебя, какаши. Ты даже не удивился. А Какаши просто стоит и наблюдает за ним. Он пошел вперед к дереву и прикоснувшись к стволу дерева и начал делать шаги вверх. Мальчик стал увереннее, чем удивлял нового учителя. Но ненадолго, и он начал подать вниз. Благо Нарут его поймал. Аккуратнее Какаши. Ты сделал первые шаги, это очень хорошо. Но подавая больше чакры на ноги, ты будешь терять контроль и упадешь. И кстати говоря, я не слышал, что ты пробудил свою чакру. Полгода назад мы с отцом тренировались во дворе Академии. Там я и смог пробудить чакру. Теперь ясно. Неужели меня все еще раздражает его лицо? Он так говорит, что это как держать куны в руке и мы займемся чем-то новым. К примеру изучение техник стихии Земли. Как говорится, без базового опыта далеко не продвинишься. Это я сам только что придумал. Мальчик молча кивнул и посмотрел сзади Наруто. Он указал пальцем назад, и когда Наруто обернулся, то самый ужасный взгляд от которого можно легко и откинуться, он сильно вспотел. Я же просил и тебя еще дома. Подождать меня, а не бежать до Аттибани. Долбанув парню по голове, он отправился в полет. Не в луну конечно, но в дерево точно попал идеально. Хоть она не умеет кидать куная, но с ударом отправляет точно в дерево. Парень слышал громких охот хвостатого друга. Курама ржал без конца, пока Наруто вновь не представил ему сотни клонов Мадары танцующих для него эротический танец в платьях с щелками. Убери! Убери это! Я пошутил! Пожалуйста! Узумуки! Так как мы уже собрались тут, какаши кун! Не мог бы ты разбудить Наруто? Мальчик сначала начал трясти парня, но он лежал. Он дал пощечину Наруто, и тот сразу же встал на ноги. Больше не будем убегать. Наруто невинно улыбнулся, заставив Кушина хихикнуть в кулачок, а кукаши сквозь маски начал улыбаться. Садитесь! Все трое сели на покрывало. Отсюда был хороший вид на море цветков, растущих на огромной поляне. Кушина протянула обоим бутерброд со свининой. Раз девушка начала выполнять задания, то ей платят прилично. Конечно в свободное время, она либо гуляет на рынке или же вычар и курамени. Если хотите тренироваться, то лучше найти свободное время для кукаши куна. Да, я знаю, отвечает Наруто. Я буду находить время и для кукаши, и для дома. Пикник удался хорошим. Кушина рассказывала кукаши самые разные истории, пока тот слушал с огромным удовольствием. Наруто отошел недолго от обоих, так как нужно было подумать «А значит кто-то из Анбу хочет с ним связаться». «Капитан». Отряд Мака вернулись с задания. Миссия провалена. «Хорошо. Вечером поговорим в базе. Попробуем все сделать по-другому». «Не забудь доложить Хакаги, Минато». «Принял Наруто». «Ты будешь рамен?» Услышав голос Кушины, он резко ответил «Да». Сейчас он раздумывал над тем, как бандитская гроба смогла ускользнуть. Анбу должны выследить их направлений, чтобы не дать им совершить неизвестную для них сделку. А сделка проходила в пределах скрытого огня. Наруто был уверен, что Данза или может быть Рачимару замешан в этом. Так как из Канухи кроме них никого не было. Только у них обоих было темное прошлое. «Синси, о чем думаете?» спросил Какаши. «Работа Какаши наш пикник. Нравится?» «Да». Кушана сан хорошо рассказывает всякие истории. Ответил мальчик. «Но почему у вас много работы?» «Это Хакаги приказывает мне и моим ребятам выполнять задания. Анбу нужны для выполнения секретных заданий или секретного личного поручения Хакаги саны. Мы для этого и существуем. То есть когда мы все жили спокойно, отец боролся со злом? Да. Поэтому он и был героем. Перед каждой миссией он мне говорил о тебе. Что ты станешь великим шиноби будущего. Я даже могу тебе рассказать одну историю одного ребенка, который смог стать самым храбрым и отважным героем. Слушай. Продолжение следует. То есть. У нас нету никаких зацепок про Рачимару? Спрашивает Хакаги. Странно. Обычно в таких ситуациях Рачимару в сторонке не стоял. Я был уверен, что это не сделка с тайными свитками или секретным оружием как меч мечника тумана. У нас сейчас нету и шансов найти Рачимару. Единственный кто хорошо знает его, лишь Джирайя сама. Но от него тоже нету никаких новостей. Наруто задумался. Что делать в таких ситуациях? Нету никаких улик, а у Рачимару есть много пещер. Даже ему в свое время не удалось найти все его пещеры. И то он был только в одном из пещер. Это оставим на потом. Сейчас у нас есть немалый конфликт между странами. Так как территория скрытого камня начала расширяться, Совет скрытого облака решили положить конец расширению территории страны камня. Потому что они разрушают мирные деревни маленькие страны. А в договоре между великими странами стоит слово. Что никто из стран не будет идти на такие крайние меры ради выгоды собственной страны. Этим мы занимаемся. Вмешаться или нет, мы и сами не знаем. Говорит Херузин. Старик уже знает, кому можно доверять и кому нельзя. Минато один из приближенных ему людей, так как он является кандидатом в роли Хакаги через несколько лет. Наруто же лично его Анбу является капитаном отряда Мака, руководящий операциями этого отряда. В его отряд входят 25 членов Анбу и выполняют особо опасные миссии. Минато стал для него как младший брат. За эти три года они стали приближенными к друг друга, и даже их внешности почти схожие. Как будто они реальные братья. Первым это подметила Кушина, когда увидела их обоих дома. Девушка была удивлена, что Наруто знаком с ним и что ее бывший одноклассник является членом Анбу. Ладно. Не буду вас обоих напрягать проблемами политики. Этот вопрос мы постараемся решить на Совете. Наруто. Твое присутствие тоже важно, как член Совета военных сил. Третья не отрывая взгляд от Наруто тяжело вздыхает. Будто его что-то напрягает. Знаю, тебе это неприятно. Но ты работаешь вместе с Данзо. Данзо. Этот старик должен будет уничтожить скрытый дождь и втереться в доверие Ханзо Саламандры. Но это будет не сейчас, так как на данный момент обитый еще ребенок и только учится в академии. Через четыре года он только выпустится из академии и войдет в отряд Минато. Наруто сан говорит Минато. Вы о чем-то задумались? Нет, все в порядке Минато. Можешь отдыхать. Минато уважительно относится к своему сенпо и командиру. Наруто его многому обучил, и даже Рассенгану. Минато был удивлен, что из чакры можно сделать форму. По теории это было возможно, но на практике никто не смог сделать из сгустка чакры форму шара. Технику летящего бога он смог освоить за полгода, и даже улучшив ее придумав метку скунэм, а также улучшить дальности и скорость перемещения. Даже Табирама Синджу, который является создателем многих техник, и является гением, удивился бы к такому улучшению. Так как по его теории, технику летящего магии. Блондин и третий Хакаги смотрели друг на друга, будто ожидая чего-то. Первым тишину прервал Наруто, так как моральное состояние Хакаги его беспокоило. Хакаги сама, думаю вам стоит отдохнуть. Джирай Сан скорее всего в Канухе. Думаю мы с ним можете кахаем. В горячих источниках отдохнуть и развеяться. Нету желания уходить из кабинета. Но спасибо за поддержку, Наруто. Если тебе что-то нужно, спрашивай. Конечно хотелось бы подарить это к вашему дню рождению. Но из подсумки Наруто достает журнал с обнаженными девицами. Глаза Херузины стали как пять копеек. Молния била по земле, как будто грядет что-то опасное. И да, это же третья часть. Херузин аккуратно берет этот журнальчик с пошлятиной. Какие красивые. Сись. Волосы. Аками. Благословляю тебя, мой юный друг. Что ты хочешь взамен? Я бы хотел найти себе новую квартиру с двумя комнатами. Через секунду Херузин бросает в него ключ, которую парень ловит. В центре деревни. Можешь посмотреть. Есть все, что надо. Понравится, завтра подпишешь документы. Цена? Ты уже отдал мне этот журнальчик. Ох! Какие красивые губки у этих красоток. А эти попки? Имею в виду руки. Молния продолжала сверкать до тех пор, пока в кабинет не заявилась та самая. Дверь резко распахнулась, пропуская ветер. А в тени стояла женщина со сковородой в руках. Старый извращенец. Это что такое? Жена третьего Хакаги очень удивлена и возмущена на своего мужа. Он что, в кабинете сидит и смотрит на голых девушек? А если они несовершеннолетние? Или еще что-то хуже? Э, я пожалуй пойду. Положив руку в карман, присвистывая Наруто начал идти в сторону двери. Но получил удар сковородой по голове. За что? Это не моя идея. Не свести. Денег не будет. Бивака медленно подходила к Херузину, который как маленькая девочка начал прижиматься к стене. Извращенец. Дурак. Стихия ладони. Чапалах со скоростью света. Наруто наблюдал как женщина избивала мужа так, что тот как груша отлетал со стороны в сторону. Потом он услышал стихии разъяренной бабы. Техника пиздели сковородой. Мать твою. Больно наверное. Наруто и Курам резко отвернулись, когда Бивака нанесла мужу запрещенный удар сковородой между ног. Решив что этого хватит, иначе психика скажет пока. Он сбежал оттуда. По всей деревне были слышны крики третьего Хакаги и много кто знал что он получает от своей жены. Наруто пришел к этой самой пустой квартире. Открыв замок он был удивлен. Никакой пылинки или еще что-то. Все в хорошем состоянии. Две комнаты и немаленьких. Одна кухня среднего размера и столик максимум на шестерых. Дом полностью мебелирован. Можно сказать, что от того маленького дома можно переехать сюда. Не хватает еще одной кровати для кукаши. Все идеально чисто и даже обои новые. Вероятно тут кто-то жил и переехал в другое место. Шпионских датчиков нет. Можешь не париться. Похоже Хакаги отдал тебе непростой домик. Думаешь это ради безопасности? А то малыш. Ему выгодно чтобы ты находился возле резиденции и как роскошенно будет в центре деревни. И выкрасть ее как в прошлый раз не получится. Ладно. Думаю пора заняться делами. Переехать сюда. Парень тут же скрестил руки. Техника теневого клонирования. Возле него появился его клон. Он кидает ему в руки и продукты на целый месяц. И кстати холодильник тоже не мешает. В общем все что нужно. Шестьдесят тысяч рен а все это хватит и даже еще останется. Возьму все что надо. Ответил клон и ушел. Сам Наруто закрыв дом на ключ пошел обратно в их дом. То что он видел словами не описать. Кушина готовит блинчики а кокоши за секунду все съедает. И даже не показав свое лицо. Я вернулся. Парень обратил на себя их внимание. Первым отошел кокоши и подойдя к нему попросил наклониться. А что такое приди придирай. Э тебе пока рано знать об этой книге. Кушина я слушаю датти бани. Красноволосый сняв фартук и отключив газ также подошла к Наруто. Мы переезжаем сегодня. У вас есть двадцать минут чтобы собраться. А где дом? Почему ты не показал заранее датти бани? В ответ парень промолчал. В его мыслях было одно. Что будет теперь? Но из мыслей его вывела Кушина, которая что-то говорила. Я тебе говорю. Мы готовы. Блондин даже не заметил что Кушина говорила. Значит пора взяться за дело и раз они собрались. Пора в путь. Спустя двадцать минут они все-таки добрались. Клон возмущенно стоял перед дверью и скрестив руки смотрел на оригинал. Очень долго. Я устал ждать. Можешь развеяться. Как только клон исчез, Наруто возмущенно смотрел на свиток с кроватью. Двадцать тысяч рё. Твою мать, какого хрена? Кровать за такую бешеную цену? Мы что тут шаринганы покупаем? Ты реально стал уже стариком узумуки. Ворчлив хуже моего отца. Похоже он не только передал тебе свою силу. Не уматерись перед какаши куном. Перед Наруто просвистела большая кастрюла. И откуда она достает такие кастрюли за пять секунд? Не ужели на все случаи жизни сперва нужно из меня делать суп? Дом не маленький. Говорит какаши осматривая все комнаты. Да. Кровать купили специально для тебя. Тебе выбирать в какой комнате спать. Сказал Наруто. Недолго думая, какаши выбрал комнату чуть побольше. Ожидаемо. Молодец какаши. Погладив мальчика по голове, блондин поставил для него удобную кровать с мягким матрасом. Включая подушку и одеяло. Кушина была занята своими делами. Ей нужно раскладывать все вещи, приготовить ужин, а потом еще и заниматься делами. А эти двое будут тренироваться скорее всего. Кушина. Мы на тренировку. Хорошо. Этого я красноволосно ожидала. С момента появления Наруто, жизнь девушки изменилась. Она стала более спокойной, но лупить парня это осталось привычкой. Но это ненадолго. Наруто как луч света, он притягивает к себе и освещает путь каждого. Возможно из-за этого она и влюблена. Неожиданно девушка покраснела. Конечно долгое время приходилось не думать о любви к тому парню, но это заставляло ее краснеть каждый раз. Наруто нравилось называть ее помидором. Вот только он забыл что я не люблю помидоры. Немного посмеявшись, девушка убрала все свои вещи в шкаф. Как хорошо и удобно. У нее собственная широкая кровать и свой шкаф. И самое главное своя комната. В куче своей одежды девушка заметила одну деталь. Новое зеленое платье еще и длинное. Будет хорошее сочетание с белой блузкой. Он ведь подарил блузку после своей миссии. Красноволосая вспомнила, что не сделала ему подарок на день рождения. Он был на задании, но ведь она никак не поздравила его, и даже оставила без подарка. Есть тысяча вариантов, но непонятно, что можно ему подарить. Кунае? Слишком дешевый подарок для него. Девушка продолжала думать дальше. Тентелли к тону. Но смысл? У него их наверное хватает. Может тогда то, что не касается Шиноби? К примеру обычную свободную одежду. Точно. У него ведь нету свободного одежды. Я ведь видела спортивки в магазине. Надо будет сходить и купить. Размышлять вслух, не очень хорошо Кушина. Красноволосая начала оглядываться по дому, и как она не заметила. Девушка перед ней была светлокожей с длинными черными волосами с щелкой, которая свисала с обеих сторон ее лба, неровно обрамляя ее щеки и черные глаза. А на ней стандартная форма Чунина. Микото? Ты откуда тут появилась? Удивилась Красноволосая. Наруто сам сказал. Ответила девушка. Он кстати стал опекуном сына Сакума Хатеки. Да. Он как его лучший друг взял опеку Кукаши на себя. Понятно. Брюнетка уселась возле подруги. Так ты все еще не призналась? Конечно нет. Думаю что он будет относиться к этому серьезно. Он доверен Анбухакаги и ему почти двадцать лет. Я пятнадцать летняя девочка которая еле как смогла стать Чунином. Есть что-то общее. Ну подумала Микото. Нет. Но он ведь возле тебя яшивается. Я даже приглашала его в кафе. Но он твердо сказал не нет. Так что подруга это первый парень который отшил меня. Ты приглашала его на свидание. Микото тут же поняла что зря рассказала это подруге. Так как Кушина ревнивая и может захотеть убить. А ее гнев это самое страшное в мире со времен Академии. Нет. Что ты хотела узнать поближе. Я ведь не знаю как он ведет себя с тобой. На шашлык пущу дать тебе не. Только попробуй его забрать у меня. Да. Кушина расслабилась и принялась за свои дела. Ну как и хм. Громко кашлянул Микото. Ты так скоро станешь влюбленной дурочкой. Что тебя в нем привлекает? Ну щеки кушины порозовели. Реально что ее привлекает? Наверное он силен. Допустим. Я знаю Наруто Сена как сильнейшего анбу скрытого листа. Он добрый. Не был бы добрым как Каши Кун остался бы один. Красивый. Блондин голубые глаза высокий рост красивое телосложение. Умный. Еще какой. Он придумал немало стратегий для своего отряда. Дальше. А дальше Кушина молчала. Что ж. Видимо это все что она запомнила. Так я не поняла. Ты знакома с ним три года и при этом я его знаю лучше чем ты. Я всего лишь стажер в анбу а вы делите одну крышу вместе. Я вижу его очень редко а ты видишь его каждый день. Так почему я знаю его больше чем ты? Ну я же занята. Заданий тренировки домашние дела. Но это не оправдание. Ты со своей влюбленностью с ума сошла. Одержимый до любви что даже знает его хуже меня. Микото тяжело вздохнула. До чего же все дошло. Конечно брюнетка тоже не против влюбиться в такого парня но у нее уже есть ухажер будущий муж. И конечно же из клана очха. Ладно я пошла сдавать отчет. Микото сделала шаг в сторону выхода но тут же остановилась. Кстати скажи Наруто сэну что завтра будет еще одна стажировка с новым членом отряда. Хорошо А кто им будет? Как кто? Инаичи Яманука Инаичи Яманука новый член нашего отряда Мака У Инаичи зеленые глаза и короткие черные ресницы. Он имеет светлые волосы. Как и у всех членов клана Яманука они собраны в высокий хвост. На нем одета классическая экипировка Анбуканухи. Надеюсь на хорошее отношение с вами. Сказал парень и надел мазку кабана. Итак новое задание для отряда Мака. К сожалению прошлую миссию мы провалили и Хакаги дал нам новую миссию. Через час в допросном отделе нужно допросить одного отступника нашей деревни. Киза Шьюка. Так зовут этого человека. Члены отряда Анбу начали удивляться такому положению. Да он обычный чунин. Я знаю. Но помните ребятки что он непростой отступник. Мы с советом предполагаем что он шпион. Доказательства есть но это не точно. Поэтому ваша задача допросить Инаичи. Посмотрел Наруто на новенького. Используй клановую технику и попытайся вытянуть с него что-то. Хорошо. Минато и Микото. Вы должны будете допрашивать подозреваемого. Если не получится тогда Инаичи возьмется. Если совсем не захочет я сам с ним поговорю. Через час будьте там. Сказал Наруто исчез в Шуншине. Разве он не должен присутствовать на задании? Спросил Инаичи Минато. Нет. У капитана своих дел хватает. Он в составе лично Ханбу Хакаги и выполняет только его поручения. Если это особо опасное задание он берется за это дело. То есть это небольшая миссия? Спросил тоже Микото. Да. Команда создана чтобы выполнять определенные миссии. У нас в Анбу есть пять команд. Семпай возглавляет многие операции а ему попадаются например подрывник Гарри. Убить такого опасного противника с улучшенным геномом это очень сложно. Отвечает Минато. Теперь понятно. Значит мы набираемся опыта в таких миссиях. Так и есть. Хм. Задумался Херузин. Значит они тоже не знают. Именно. Арчимар возможно работал с Гарри но не стал бы его поддерживать. Являясь тайным агентом в таких организациях Арчимар решил отправить арчимар видишь ли эти люди делают эксперименты на людях. Арчимар думает что это ради нового конфликта. Поэтому в таком случае нам придется не сладко. И давно вы это планировали? Задает вопрос Наруто и тут же сам продолжает. Как я знаю Джирай сам гоняется за ним пытаясь хоть что-то выяснить. Джирай уже знает об этом. Я решил что лучше скрыть о том что Арчимар тайный агент. Видишь ли любая информация может оказаться в лапах этих людей. Хоть они не могут убить Арчимар но могут натравить все страны против друг друга. К примеру объявив всем что эксперименты ставят Арчимар чтобы захватить страну скрытого тумана. Понятно. Через два месяца ты отправляешься на одиночную разведку. Арчимар отправят точное местонахождение так как найдется шестерка главаря. Наруто вспомнил того черного зецу. Этот тип всегда пытался найти способ воскресить свою мать. Поэтому Арчимар нужно быть осторожным. Да, такое может случиться. Всякое может быть. Херузин откинулся назад и начал о чем-то раздумывать. Но старик быстро что-то вспомнил. Как дела у Кукаши? Все отлично. Привыкает к новой для него жизни. Ты же знаешь, что опекунство Кукаши на тебе. Поэтому пусть привыкнет говорить тебе папа, а ты привык говорить ему сынок. Это решать самому Кукаши. Хочет, пусть называет меня отцом, сэнсием, сэмпэем, дядей. Кем угодно, но главное чтобы он находился в безопасности и смог себя защитить. Хорошо, твое право. Можешь быть свободен. Есть. Наруто не исчез в шумшине, а как обычный человек вышел через дверь. Было лень исчезать и появляться дома. Парень решил прогуляться по улице и зайти в череку рамен. Гуляя по главной улице, парень представлял про свое будущее. Что он исправит ошибки прошлого, и настанет момент, когда он встретит того человека, кто пытался все это время осуществить свой план в реальность. Он избавится от черного позицу, не даст погибнуть Рин, не даст Данзо убить Яхика, и не даст переманить обидов в темную сторону. Амадару он уговорит не делать того, что великий очхо желал больше всего. Неожиданно в него врезался мальчик. Простите. Выпалил мальчишка. У него черные колючие волосы, черные глаза. На нем одеты защитные очки. Также темно-синяя рубашка с оранжевым воротником и рукавами. Привет, малыш. Наруто присел перед мальчиком. Не ушибся? Нет, господин Шиноби. Меня зовут Учхо Абита. Вот какая мне встреча. Абита. Хорошо, Абита. Я Узумуки Наруто. Правда? Глаза мальчика тут же засветились. Ведь вся деревня знает, кто такой Узумуки Наруто. Вы ведь бывший напарник легендарного Сакума Хатаки. И первый, кто возглавил отряд личных Анбу Хакаги Самы. И все-таки я стал популярен даже среди детей. Да, ты прав. Наруто мягко улыбнулся и погладил мальчика по голове. Ты ведь учишься с Какаши, так ведь? Да, но Какаши всегда такой крутой. И пофигист. Скрестил мальчик руки. Но я превзойду его, и стану Хакаги. Хороший настрой. Уверен из тебя выйдет отличный Хакаги. Не хочешь рамена? Я как раз шел туда. Абита был ошарашен от такого предложения, тем более от такого шиноби как Наруто, который мог даже его и не заметить. И сейчас он приглашает его поесть с ним рамен? С удовольствием. Они вместе пошли в Чараку. Если бы другие дети знали с кем будет ужинать Абита, то ему завидовали бы. Так как Наруто уже стал кумиром многих детей, и многие из кланов относятся к этому Джоунину с уважением. Заказав у владельца забегаловки по две порции рамена, они принялись за еду. И Чараку подметил, что мальчик немного, но похож на Наруто. Мальчик с интересом спрашивал у Наруто о его миссиях, на что Наруто ему отвечал. Кроме секретных миссий конечно же. Он рассказал о многих схватках и о великом дуэте его Исакумы. Иногда Наруто тоже задавал ему вопросы. Он узнал, что Абита не знает кто его родители, и что живет с бабушкой. Что над ним смеялись, потому что он хочет стать Хакаги. Но одна девочка поверила в него, и что он в нее влюбился. Всему свое время мой маленький друг. Я уверен, что твоя любовь будет взаимной. Но она влюблена в какаши. Это всего лишь детская влюбленность. Просто девочкам нравятся крутые мальчики, но со временем они понимают, что это не те чувства. Ты станешь взрослее и сильнее, а она полюбит тебя. Конечно. Наруто успел доесть свой рамен и ждал когда Абита закончит свои две порции. Когда они закончили, он решил проводить мальчика до квартала. Мало ли, что-то может случиться. Абита рассказал про свои интересы и про то, как он обожает помогать людям. Ведь его так учила бабушка. И конечно про кокаши. Он даже знает, что Наруто его опекун. Непонятно кто успел проболтаться, но наверное он догадался кто именно проболталась. Вы ведь будете обучать кокаши. А он станет намного сильнее. Да, кокаши гений. Но это не значит, что я буду все свое время тратить на его тренировки. В его возрасте я был полностью самостоятельным. Конечно, ты же тот еще раз долбай. Только от тебя шума было намного больше, что аж вся клинаха просыпалась от такого петуха как ты, хмыкнул Курама. Но тут же пожалел. Прости. Мысли вслух. Он теперь в короткой юбке горничной? Нет. Круто. Воскликнула Бита. Давай так. Когда ты закончишь Академию и станешь генином, тогда я буду тебя тренировать. Вместе с кокаши. Так вы станете друзьями и узнаете друг друга получше. Хорошо. До свидания Наруто-сан. Спасибо за рамен. Помахав Джоунину рукой, Абита убежал весь радостный домой. Чтобы в очередной раз рассказать бабушке про своего кумира и про их долгую беседу за раменом. Какая встреча? Неужели они решили отправить только вас? Ты. Ублюдок. Джирайя. Джирайя-сан. Флашбэк Джирайя Цунади. Вы отправляетесь вместе с Наруто на задание. Пора вытаскивать Арачимару. Говорит Хирузин. Есть. Ответили санины. Когда они покинули кабинет, Хакаги посмотрел в сторону окна. Будем уверены, что они все вернутся живыми. Если конечно он не захочет убрать Наруто. Энд Флашбэк Ну что вы так ребятки? Думаете что сможете меня просто так остановить? Усмехнулся неизвестный человек перед двумя санинами. Этот тип в маске доставил немало проблем и даже забрал с собой Арачимару. Убийство полсотни моих людей и даже не напрягался. Напоминает те времена Астыберам и Синджу. Наверное единственный кто смог перебить сотни лучших шин обескрытого камня. Какого хрена ты стал главным в этой шайке? Спрашивает Жирайя. Мы ведь уже убили тебя еще тогда. Прошу прощения великий Отшельник и Принцесса Слизней. К счастью способности восстановления очень сильно помогают. Жирайя, ты знаешь этого типа? Спрашивает Сунади у напарника. Да, когда-то мы с ним познакомились в стране водопада. Он был вначале дружелюбным человеком, но раскрыл свое истинное лицо. Не так ли, Гара? Впечатляет что ты меня не забыл. Но к вашему сожалению. Начал Гара складывать печати. Вам пахи воды. Техника великой волны воды. Огромная волна воды начала свое движение в сторону двух санинов. Обычный чунин мог бы от страха перед такой огромной волной застыть на месте. Но не Джирайи и Цунади. Санины подпрыгивают вверх, перепрыгивая через огромную волну. Джирайи используют свои волосы чтобы поймать старого врага. Не успел оплетать того, так как Гара успевает уклониться. Но тяжелый кулак Цунади попадает по Гара с невероятной силой и впечатывает его назад в каменную стену. Чудовищный удар у женщины. Говорит Гара выплевывая кровь. Но вы не смогли убить меня. Спета твоя песенка жалкий червяк. Разомнула Цунади кулаки. А убежать ты не сможешь. Это еще не конец Джирайи. Гара кидает дымовую шашку под ногами и исчезает. Санинам осталось лишь пойти теперь за Наруто. Который скорее всего находится на точке, где они должны были встретиться. Это нужно было, так как была вероятность шанса разделиться и чтобы не искать друг друга. Быстрыми шагами побежав на эту точку, двое Санин увидели десятки трупов и Наруто стоящего посередине. Джирайи хотел проверить что случилось и спросить у парня. Но рука Арачимару который появился из ниоткуда останавливает его. Стой, Джирайя. У него сейчас нету состояния, чтобы разговаривать. Что случилось? Спросил Джирайя. Арачимару рассказал что появились люди того самого Гара. Как он знает, это самые лучшие его наемники, а некоторые даже одни из опасных отступников. Наруто смог их всех перебить, пока Арачимару пытался встать, так как его парализовало с помощью печати. Это необычное состояние. Я был удивлен тем, что он проявил технику мудреца шести путей. Шар поиска истины и даже режим мудреца. Видимо мы немного знаем об этом парне. Это боевой транс. В таких случаях Шиноби не смотрит кого будет убивать. Даже если он услышит шепот, он способен тебя атаковать. Сказал Цунади. Ему нужно успокоиться. Паф Наруто ублюдки. Пытались напасть на меня? Я убью каждого кто встанет на моем пути. Очнись придурок. На тебя тут своей смотрит. Энт Паф Наруто что? Наруто резко начал осматриваться по сторонам и когда посмотрел на трех санинов они встали в боевую стойку. Чего вы на меня так смотрите? Человека убившего почти тридцать человек, ну знаешь ли. Пожимает Арачимару плечами. Для нас это как угроза. Простите. Ненавижу когда нападают со спины. Вам пора двигаться в канаху, я буду прикрывать сзади. Наруто вернул Тента в ножны. Мои навыки сенсора не дадут врагу напасть сзади. Хорошо. Советую быть осторожным. Наруто ожидал что угодно, но не к реке желание его размазать по стене. Зная тяжелый кулак Кушины, он не хотел войти в список инвалидов хер по имени какой группы. Все что он сейчас хочет, это не получить по телу, которая пропитана кровью неизвестных для нее людей. Кушину можно понять, не хочется стирать эту форму каждый раз. Да. Я конечно уважаю твою работу, но и ты уважай мою. Я что сложного. Даже мне всего лишь пятнадцать лет, я же не парюсь. А ему уже почти двадцать лет, он помыть свою одежду не может. Наруто не хотелось слушать те самые реплики. Лучше бы Кураму послушал, но тот походу с ума сошел. Раз уже хочет видеть Мадару в трусиках и с кроличьими ушами. Но это дело хвостатого. Кто знает, может еще и захочет что-то еще хуже чем это. Ты вообще меня слушаешь? Не хватало мне такого мужа иметь. А вот тут уже Кушина не подумала, что ляпнула лишнее. От такого стыда девушка покраснела. Не те слова подбирала и открыла свои секретики. Мужа. Наруто усмехнулся. Ты хочешь стать моей женой? Обычный вопрос, но сложно ответить. Наруто конечно не дурак, чтобы понять о чем идет речь. И насколько серьезно это говорит Кушина. Нет. Я как бы... Ну... Погода хорошая. Красноволосая резко начала менять тему. Наруто начал медленно подходить к ней, будто маньяк или еще хуже чем маньяк. Когда нибудь я спрошу у тебя еще раз, Кушина. Он прикоснулся к ее щекам, нежно поглаживая. Знаешь ли... Но реакция Кушина обломала то, чего он хотел. Резкий удар по колокольчикам заставило Наруто согнуться от боли. Такой момент обломал. Ты показал свое лицо педофилище. За что? Соблазнить решил? Конечно. Нет. В романах это по-другому заканчивалось. Романтик долбанный, чтобы не подходил со спочканной одеждой. Особенно ко мне. Бедный Наруто сидел на коленях, разбитый душевно, ну и с разбитыми колокольчиками. Больно настолько, что даже ног не чувствует. Пи точка из парня. Мужики. Я не советую проверять прочность ваших колокольчиков. Сам проходил через адскую боль от колена девушки. Долгая история. Наруто сан, вы в порядке? Ответить какаши, что все хреново, он не хотел. Мало ли, и в будущем может сам тоже попробует его методику. И колокольчики лопнут. Да. Я в порядке. Выдавив улыбку и подняв палец вверх ответил Наруто. Какаши. Не повторяй мои ошибки. Наруто. Просыпайся. Кушина дергала блондина за плечи. А он все не хочет вставать. Видимо ночка была нелегкой. Отстань Кушина. Сейчас восемь утра, а я хочу спать. Ты забыл какой сегодня день? Сегодня день моего отдыха. Ах вот она как. Скрестила она руки. Так вот, сегодня у меня день рождения. Как ты мог забыть дать тибуня? Ага. Поздравляю. Говорит он сквозь сон. Ты кстати обещал обучить меня использовать стихию воды. Не сегодня. Я устал, и буду спать до вечера. Он перевернулся на другой бок, к ней спиной. Ну ладно. Что будешь на ужин? Что угодно, главное и хорошенько пожрать. Ответил он сквозь сон. Поняв что дальнейшего разговора с Узумаки не будет, Кушина ушла погулять до квартала Учхо. Ведь Микота говорила, что они должны будут вместе посидеть в забы бегаловке. Ну ты представь. У меня день рождения, а он спит дальше. Возмущенно говорит Кушина. Кушина. Микото со строгим взглядом посмотрела на подругу. Ты же должна понять. Наруто сам не железо сделан. У него много работы. Но я тоже хочу, чтобы он уделял мне внимание. В последнее время Наруто редко разговаривает со мной. У нас с Фугаку тоже не так сладко. Мы в отношениях и редко уделяем внимание друг другу. Я надеюсь сама только и хочет спихнуть всю работу и косяки на Наруто. А ему приходится все исправлять. Но что мне тогда делать? Красноволосая была в растерянности. Она его очень сильно любит, и как энергичной девушке ей хочется много внимания. Даже Кукаши много разговаривает с ней, чем опекун мальчика. Тебе всего то шестнадцать. Поэтому ничего страшного. Пару годиков, и можешь ему детишек рожать. Реакция Кушины была ожидаемой. Покрасневшее лицо с удивленным взглядом заставило рассмеяться Микото. Э, ладно. Не забивай себе голову. С днем рождения тебя, подруга! Протянула Микото бокал с чаем. Наруто когда проснулся, был сам не свой. Мало того, что сегодня день рождения Кушины. Так еще и вдобавок появились новые проблемы. Данзе начал активно действовать против Наруто. Одноглазому старику стало настолько скучно, что он решил отправить против него троих своих оперативников. И эти трое не вернулись. Наруто был очень зол. Он в том мире успел всех достать, а тут еще хуже. Не нравится мне все это, Наруто. Уж не знаю что скучный будет, если он решил открыто действовать против тебя. Я засуну ему эту трость в задницу и буду заставлять кричать каждый божий день. Все очень просто. Ты большая мишень. Если он не мог подойти к кушанию из-за Хакаги, так тут еще и ты стоишь. Этот ублюдок думает, что легче избавиться от тебя, а там уже ему будет плевать на Хакаги. Пошел он на хер. Не сейчас, но я прикончу этого старого пердуна. Семпай. Перед парнем приземлился Минато. Намикадзе немного осмотрелся, смотря на трупы корни Анбу. Молодой гений решил не расспрашивать капитана. Мы вытащили всю информацию от предателя. Что вы узнали? Спросил Наруто вытирая кровь от своего Танта. Он сотрудничал с отступниками из страны Скрытого Тумана. Мечники были убиты от рук Майто Дая. А других отступников последние пять лет не было. Ты уверен? Да. А что делать с ним? Отправьте в полицейский участок. Хакаги сама-сам решит что приговорить ему. Сообщи ему что мы отправимся сегодня ночью. Ночь того же дня. Целых двенадцать часов Наруто объяснял своему отряду план нападения. Каждый использует свое преимущество. Все должно пройти как я и сказал. Хвахи зашит и наблюдатель. Микоту и Минато убирают цель находящихся в отдельности других целей. Инаичи переносишь разум и осматриваешься. Узнай сколько целей. Остальные берут одну цель. После моей команды мы должны одновременно их уничтожить. Помните без лишнего шума. Ниже травы и тише воды. Хай. Отлично. Отряд Мака выступаем. Ровно полночь. Отряд Мака шумно. Вот они смогли добраться до лагеря. Хизаши активировал Бьякуган. Он осматривал весь лагерь. К счастью он стоит на дереве и лагерь как на ладони. Ну? Спрашивает Наруто стоя сбоку от него. Тридцать четыре целя. Трое с каждой стороны а остальные спят. Ответил Хизаши. Инаичи твоя очередь. Нинпа перенос разума. Инаичи использовал клановую технику. Член клана Яманако перенес свой разум на одного из троих ребят. Как оказалось, они болтали о том, что через сорок минут надо разбудить других троих, а через пять часов нужно ждать агента из Канохи. Слушай, Дима, какого хрена нам нужен этот ублюдок из Канохи? Спрашивает один из них. Лидер считает, что такой шпион как он будет стоить как пять шпионов скрытого облака. Отвечает второй и смотрит на того, на кого переместил свой разум и Наичи. Ты чего так вылупился? Просто вы не поняли, что я не тот за кого себя выдаю. Резко вытаскивает два куна и перерезает обоим глотки. Они даже не успели что-то ответить и даже пискнуть. Профессиональная тренировка с Наруто помогла убить их вернулся в свое тело. От того просто вырубили. Будет нам нужен. Закройте ему рот, чтобы не кричал. Приказал Наруто своим людям. Остальные спят, и есть три общих палаток. Начнем с самого крайнего мината. План меняется. За двадцать минут нужно уничтожить их всех, оставив предполагаемого лидера в живых. Его отличие это шрам на щеке и синие волосы. еще пятеро в другую. Остальные стоим во дворе. Мината. Вы первые. Команда из пяти человек тихо заходят в палату. Все спят как убитые. Мината посчитал двенадцать человек. Дав команду вытащить коной, четверо ждали приказа. На соседней палатке также вторая команда из пять человек ждали приказа от Хизаши. Хизаши через Бьякуган смотрел на соседнюю палату чтобы одновременно убить их. У него на трое людей больше. И тут нету их лидера. Три точка два точка один. Никто ничего не услышал. Все спящие были убиты мгновенно. Куны прямо в сердце и они даже не успели понять что уже мертвы. Наруто понял что осталась лишь одна палата. Остались четверо. Он зашел внутрь вместе с Микото и наичи. Осмотрев их четверых он все таки увидел их лидера. Это он. Наруто очень быстро убивает троих людей. Лидер начал просыпаться от звука лезвия клинка. Мужчина получает мощный вырубающий удар по лицу. Итак. Суд над Кизашьюка из скрытого листа начинается сейчас. Судом возглавлял Данзо. Этот человек был непредсказуемый и хитрым как лис. Но он выполнял эту часть работы хорошо. Данзо не брал взятки, не совершал сделки, чтобы смягчить приговор. Возможно в этом есть его плюс. В том, что он хоть и тот еще блюдок лжец, но в такие моменты он будет лучшим вариантом. Суд Совета кланов и старейшин решили. За государственную измену предательства, а также шпионажу. Вам приговорено смертная казнь. Этого я и ожидал. Данзо жестокий человек, и даже сейчас, когда перед ним лишь обычный чунин, он не проявит милосердия. Честно сказать, в этом он очень хорош. Несмотря на мое отношение к нему, он всячески лучше, чем продажная старейшина, живущая лишь ради кучи денег. Смертная казнь самое неприятное зрелище как по мне. Говорит Джирай и подходя к Наруто. Но судя по радостным лицам жителей, им нравится смотреть на то, как человека убивают. Это унизительно, когда ты умираешь перед всеми за свои поступки. Ответил Наруто. А еще его методы. Данзо сделает так, чтобы Киза Шиука умирал медленно и мучительно. От граждан другого не ожидаешь. Сегодня они будут хлопать и радостно смотреть на это зрелище, а завтра будут критиковать Хакаги и старейшин. Видите ли, такая картина влияет на психику детей. Это уже лицемерие. Почему бы не сделать это тихо? Хакаги, старейшины, главы кланов, и палач с тремя помощниками. Не знаю мой юный друг. Но думаю что с правлением Минато это изменится. Сенсей самому не нравится такой метод казни. Кстати, ему отрубят голову или повесят? Не будет что-то новое. Толпа с интересом смотрела на происходящее. Тем не менее, Наруто ни разу в жизни не видел такой метод смертной казни. Сломать ему суставы в области колен и локти, а потом отрезать их. Было отвратительно смотреть на это зрелище. Человек все еще был в сознании и истекал кровью. Все слышали его крики и плач как у ребенка. Никому из них мог лишь Данзо. А еще и с помощью крюка проткнули ему грудь и подняли выше. Чтобы все видели как человек пытался как-то кричать от дикой боли. Мда. Это жестоко. Прокомментировал Джирайя. Такое даже врагу не пожелаешь. В итоге тот человек умер от большой потери крови. Наруто просто ушел, не желая больше смотреть на этот труп. Люди просто смотрели визжали от радости. Через четыре часа нужно вытащить информацию с тех двоих, а потом еще и их тоже нужно скорее всего казнить. Прошло несколько дней из того дня, как казнили предатели. Наруто всеми силами пытался сделать хоть что-то, чтобы Данзо и его шайка прибудет к ним. Но вряд ли у него получится. Пришлось советоваться с Микото. И теперь ее задача охранять Кушину, до отступников. Он познакомился с Ибеки Марино. Еще молодым он оказался неплохим человеком. Но более жестоким, чем в будущем. Тренировки с Какаши не отменились. Разве что пять летний гений стал учить разные стили ближнего боя. Как оказалось, Какаши может драться в стиле самого Гаи и также в стиле клан-очхо. Наруто пытался научить его стиле мудреца. Но это для Какаши слишком большие нагрузки на тело. Синпэй обратился Минато к Наруто. Других банд к счастью не существует. Главарь не врал. И наичи и Беки проверили его самого и подручных. Хорошая работа. Что нибудь еще узнали? Страна скрытого тумана решили вскоре начать расширение их территории. Боюсь это коснется страны Камня. Это была самая ужасная новость для него. Ведь если это так то начнется война между двумя странами и туман может просить помощи у других стран. И будет им здравствует третья мировая война Шинобе. Я бы сказал что это совсем хреново мой друг. Но мы оба понимаем что допустить этого нельзя. И кстати что от меня требуется. Хакаги сама сказал что объяснит вам это лично. проклиная весь долбанный мир ибо на всякую чушь зовут лишь его. Что поделать? Конечно ничего не сделаешь. Да он кушан максимум раз в неделю видит. И то поздороваться и попрощаться. Неприятное зрелище не так ли? Хирузин спокойно сидел у себя в кабинете рассматривая разные бумаги. Наруто понимал что сейчас будет что то очень неприятное. О чем вы Хакаги сама? Спросил Наруто. Мизукаги открыто объявляет что будет война за расширение территории. Причем тут скрытый лист. Мы как поставщики орудий печати и некоторых припасов для скрытого камня. Я отправлю Минато в скрытый город Руэрон. Говорят что принцесса Сара должна будет возглавить престол и много кто хочет убить ее. Ответил Херузин. Наруто чуть не поперхнулся воздухом. Сара та самая которую он спас случайно попав в прошлое. Да и к тому же он был в нее влюблен. Что то не так? Спросил Херузин Наруто. Все в порядке. Я знаю о чем ты думаешь. Отправить Минато на такое задание довольно опасная затея. Но не волнуйся. Чо Заким и Шиби обурами отправиться с ним. Наруто не беспокоился насчет Минато. Он не маленький ребенок. Но возможно есть опасение что он может встретить его. Опарься дружище. Встретить тебя он скорее всего не сможет. Мы не находимся в петле где будет все по другому. Так как ты теперь здесь того Наруто уже не существует. Третья сама. Я готов выполнить эту миссию. Говорит Минато. Намикадзе был рад что не только Сем поверят ему но и Хакаги. Он уже с самого детства мечтает получить роль Хакаги чтобы изменить свою деревню и страну в лучшую сторону. Найти себе прекрасную жену и жить вместе с ней и растить ребенка до старости. Он мальчик который остался без родителей потерявший их с самого рождения. Кто сказал что ребенок обычных людей станет одним из гений своего поколения. 16 летний подросток смог освоить технику летящего бога грома и даже улучшить ее. А в свои 21 смог создать новую технику Рассенгом. Конечно из-за Наруто который смог переместиться назад в прошлое Минато уже не способен создать эту технику. Но благодаря Наруто смог понять как можно ее быстро освоить. Сам Наруто уже не знает куда ему расширять свои способности. Он освоил все что ему надо и нужно. Осталось дело за малым. Это произойдет через несколько лет. Минато после того как ты вернешься нужно будет поговорить. Хай ответил Минато и исчез. Наруто было любопытно о чем хочет поговорить третий с Минато. Но не стал спрашивать. Если Хирузин захочет сказать, он скажет сам. А сейчас нужно заняться со своими делами. Наруто Хирузин вытягивает Наруто из своих мыслей. Мне нужен небольшой совет от молодого человека. Хоть ты не занимаешься политикой, но думаю сможешь помочь мне с предстоящими делами. Слушаю. Как я понимаю, Дэнза намеренно хочет заполучить пост Хакаги. Я знаю его как своего друга и советника. Бесспорно, он был бы хорошим Хакаги, делал бы все ради Канохи. Но он убивал бы всех, кто был бы против него. Начиная от Шиноби, заканчивая даже маленькими детьми. У меня остается выбор. Убить моего друга, или же оставить все как есть. Наследить за ним, и опережать его на несколько шагов. Дэнза не только несет угрозу для Кушины, но и для Канохи. Смотря на его жестокость, в вашем месте я бы не стал оставлять его в живых. Да, ты прав. Но Дэнза мой старый боевой товарищ. Я никак не могу желать ему смерти. Не забывайте, говорит Наруто уходя в сторону двери. Если Дэнза еще раз выкинет какую либо херню, я убью его сразу. Пусть вы будете против или нет. Мне важно чтобы он не трогал Кушину, Какаши и Минато. А ваша вражда или дружба не имеет никакого значения. Это угроза? Или предупреждение? Это значит, что даже влиятельный человек как вы не помешает мне убить его. Тем более без моей поддержки потеряете команду Мака. А они готовы на все, чтобы выполнить мой в кабинете, пока перед ним не появился старый пердун. Данзо. Парень не думал, что он сам лично заявится к нему в кабинет, да еще и зная, что отряд Наруто также недолюбливает его. Шимура Данзо. Ответил Наруто отвлекаясь от бумаг. Парень скрестил руки. Что же ты потерял далеко от своей базы? Не стоит быть грубияном. Я не пришел враждовать с тобой. И уж точно не пришел просить прощения. Сколько раз ты пытался убить меня и похитить Кушину? Наруто держался до последнего. Была бы его воля, он бы убил Данзо сразу же. Но Шимура не так глуп, знаешь что у Зумаки может с легкостью убить его. Знаешь, такие люди как ты не знают слова, прости. А знаешь почему? Твоя мания величия, алчность, высокомерие не даст тебе сделать это. Ты не всемогущий человек Данзо. Я пришел сюда не ради конфликта, а лишь с предложением. Наруто хотел ему сказать еще пару ласковых слов, но Шимура опередил его. Ты будешь удивлен, но Арчимару ставит опыты на детях. Ожидаем от него. Но смысл тебе его останавливать? Как видишь для корни важно иметь способных детей? И одним из них стал мальчик по имени Тинза. Арчимару вживил в него гены Хаширом и Синджу. Поможешь мне найти логово Арчимару, я дам тебе свое слово. Твои детки мне не понадобятся. А если откажусь? Тогда считай, что твой маленький мальчишка умрет. Наруто уже был в ярости. Неужели этот как не дернулся? Он не имеет чувства страха и никаких эмоций. Что и ожидаемо. Скажи хоть еще одно слово про кого-то из них. Я убью тебя прямо тут. Это будет как несчастный случай. Убьешь меня, тогда убьют тебя узумуки. Разве? Усмехнулся Наруто, вставая с кресла. Не смей угрожать кому-либо, пока я стою тут. Я знаю твои планы, особенно при уничтожении клана очха. Ты ищешь повод, чтобы их обвинить в измене. Они опасны для тебя, но их глаза нужны тебе лишь для использования как инструмента. Ты мечтаешь захватить Кьюби, чтобы иметь больше власти в своих руках. Хочешь избавиться от Херузена, и ты думаешь, что ты достоин звания Хакаги. Не так ли? Хотел бы знать, откуда тебе это известно. Хороший вопрос. Его алые глаза прожигали взгляд Данзо. Я тоже демон. Из спины Наруто появился золотой хвост, который начал сжимать Данзо в своих объятиях. Кьюби. Ну как? Я не просто путешественник. Было время, когда Мадарта использовал Кьюби, чтобы атаковать Канаху. Ты не задумывался, почему древнее существо смог запечатано в моих предках из клана Узумуки. И теперь он запечатан во мне. Если хочешь его получить, то лучше и откажись от этой идеи. Данзо был прижат хвостами на стену. Он сжимал старика все сильнее и сильнее. Но убивать его он еще не собирается. Запомни одно Данзо. Не будет никаких перемирий и больше никаких выходок от твоей стороны. Твои люди ничем уже не помогут. Вы только можете нападать со спины на тех кто считает вас союзниками. Хочешь чтобы тебя не забыли и считали особенным? Тогда не нужно делать то что ты сейчас хочешь и планируешь. В следующий раз я убью тебя и память о тебе умрет вместе с тобой. Он отпустил старика. Не сегодня. Пусть наслаждается последней жизнью, которую Наруто оборвет. Ему будет ни копельки жалко. Эгоистов во главе деревни не должно быть. Ты понятия не имеешь с чем скоро столкнешься. Проговорил Данзо и ушел. Я очень хорошо знаю что тогда случится. Я на шаг впереди тебя ублюдок. После ухода Данзо продолжил изволокит с бумагами. По идее предложение Данзо не такое плохое как кажется. Но это доказывает что члены корня Анбу не так уж и сильны. Раз не смогут даже хоть какой-то след найти. А то будут искать каждую пещеру по всей стране огня. Думаешь что сможешь его убить? Да я в этом уверен. И в следующий раз его ничто не спасет. Даже Хакаги. Какаши кун. Не забудь съесть свой бутерброд и выпить чай. Не зря готовила. Кушина на что девушка потрепала его по голове. Ладно. Вот отлично. Через несколько дней у вас распределение. Ты должен сдать экзамен на отлично. К вечеру Наруто тоже придет. Уверена он будет настоящим гордым отцом. Все таки не зря учил его всему что знал сам я пошел. Потискав его за щеки и крепко обняв Кушина смогла отпустить его на экзамен. Красноволосая впервые чувствовала себя как настоящая мать. Возможно она становится взрослее и взрослее все таки уже недолгое время заботится о них обоих. Ждет одного с академией а второго с работы. Наконец я дома. Перед домом стоял Наруто. По глазам парня было видно насколько он устал. Красноволосая вышла к нему навстречу чтобы сказать как она скучила по нему. Но неужели живешь лишь одной работой? Спрашивает Кушина упираясь руками на груди. Какаши Кун уже академию заканчивает. Вот как. Узумаки виноват и чешет голову и невинно улыбается. Неужели он стал настолько много работать что даже забыл про экзамены какаши? Стареешь раз решил забыть про мелкого. Усмехается Курама. Какого хрена? Перед великим демоном Каюбино Йоак танцует у чехмодара на шесте и шлепая себя по заднице. Да еще и в стрингах. На всю голову слышался крик девятихвостого лиса. На такое он не подписывался. Пока он стоял и ржал над хвостатым другом, Какаши уже ушел в академию, а Кушина продолжила свои дела дома. А что делать ему? Конечно же спать. Потому что он так скоро сойдет с ума. Перед тем как уснул, нужно не забыть про мой любимый рамен. Без него нельзя уснуть. Блондин зашел в кухню, где красноволосые бегал мыть посуду, что-то приготовить, что-то нарезать. А ведь совсем стала домохозяйкой, что забыла про теневых клонов. Сам чем лучше? Мог бы отправлять клона на работу. Вечно жалуешься, что не высыпаешься. Наруто подавился воздухом. Нет. Неужели он настолько забыл про клонов? Такими темпами он забудет, что такое рассенгом. Наверное. Через несколько часов Кокаша придет домой. Я купила все необходимое на вечер. Кушина оказывается болтала с собой. Так как Наруто уже уснул на диване обнимая подушку. Красноволосая накрыла его одеялом, мало ли продует. А она еще и все окна откроет, чтобы проветрить дом. Ну а сейчас она будет готовить что-то вкусное для них обоих. Чертов узумуки! Прорычал Данзо швыряясь чем попало. Как он знает о всех моих планах? Господин Данзо может стоит убрать его? Спросил один из анбукорней. Нельзя. Он знает все о моих планах. Может он пророк? Или потомок мудреца? Бред полный? Он лишь жалкое подобие бога, который способен лишь запугивать кого-то. Я узнаю кем ты являешься узумуки Наруто. И сам лично убью тебя. Твоей команде и тебе есть новое задание. Похоже Мизукаги скрытого тумана решил начать расширение своей территории. Начал рассказывать Херузин. К тому же он является джинчурики Трехвостого. Он скорее свихнулся чем решил расширять свою территорию. Возмущенно сказал имя Като. К тому же это опасная миссия. А нашему отряду это сложная миссия. Главой вашего отряда является узумуки Наруто. И как наставник решать лишь ему а не вам. Отвечает Херузин. Наруто не сказал ни слова. Он задумчиво молчал пытаясь вспомнить о воспоминаниях из Ибу. И тут он понял. Это Егора. Похожий на мальчишку. Семпай. Положил Минато руку на плечо Наруто. Вы как то сильно задумались. Егора является Мизукаги. А значит с ним непросто. Но нам какая разница. Он поймал взгляд Херузина на себя. Я не могу рисковать своими людьми хотите ли вы это или что даже в кабинете стало очень непривычно. Стены и потолок потрескались, а деревянный пол был чуть ли не уничтожен. Воздух в кабинете устрашающий. А взгляд? Херузин видел такой лишь один раз. Этот взгляд похож на взгляд Хаширом и Синджу во время битвы с Учихой Мадарой. У остальных пробежали мурашки по коже. Такого Наруто они не видели. Вы думаете лишь о своей выгоде. Но не думаете о людях. У них семья, деревни, друзья. Неужели такому человеку как ты плевать на это? Хакаги был раздавлен гневом Музумуки. Он хорошо знал и знает что они очень страшны в гневе. Особенно Наруто. Блондин был не в себя от злости. Все ради деревни. Лишь бы отправить их на пушечное мясо. Хватит уже. Он начал понимать что Ихирузин тоже не такой человек о котором все представляют. Внешне он похож на доброго старика но на самом деле он хочет лишь одно власть. Возможно время изменило его. Но какая разница стране огня. Ну расширит туман свою территорию. Что дальше? Против Канохи они не воевали. Такими темпами третьих Хакаги сделает много бед. Они нарушают мирный договор между всеми странами. Только и смог ответить Хирузин. И что? Разве Хакаги поступит так? Или у тебя нету в словаря слова думать? Конечно нет. Наруто ударяет по стене оставляя дыру которую придется заделать обратно. Семпай успокойтесь. О каком спокойствии ты говоришь Минато? Этот человек указал он на Хирузина смотря на Микадзе. Отдаст титул тебе. Неужели ты тоже будешь так же говорить? Конечно нет. Спокойно ответил ему Минато. Хватит. Хирузин уже не выдержал такого давления со стороны Наруто. Если тебе так сложно выполнить эту миссию тогда прочь. Уходи из деревни. Я снимаю с тебя должность капитана Анбу и даже знак того что ты Шиноби я тоже снимаю. Меня достала твоя это правильная реакция на такую новость. Ладно я мне все равно что будет. Но пожалей их. Указал Наруто на уже бывших подчиненных. Они не заслуживают смерти в битве против Мизукаги. Старый дурак с больной головой. Тебе мира не хватает. Через десять лет будешь говорить что я был прав. Во всем. Забираю свои побрякушки. Он кидает ему на стол маску верхнюю форму плащ куная подсказку и также протектор скрытого листа. Семпой. Минато искренне не верил что так будет. Что человек на которого он смотрит как на старшего брата второго наставника друга и командира решил покинуть не только их ряды но и ряды Шиноби. Вся ответственность теперь лежит на твоих плечах Минато. Не подведи никого. И это протянул он то самое так-то которое принадлежало Сакума. Когда Кукаше будет десять лет отдашь это ему. Куда же вы Семпой? Думаю подальше от лицемеров. Посмотрел он через спину на Херузена. Может ты думаешь что поступаешь правильно. Хотя ты не сможешь остановить меня. Дан западет завтра утром. Жди новостей. И он исчез в Шуншине. Сам же Херузен это я виноват. Сказал Херузен в полголоса. Мы знаем. Ответила ему Микото. Брюнетка также оставляет маску на стол Хакаги. Наруто Сан прав. Вы лишь очередной лицемер, который пытается сом себя в хорошем свете. Если он решился уйти, тогда я тоже уйду с Реды Анбу. Я тоже. Также добавил Инаичи Яманука. Мы верили вам все это время. А оказалось, что вы захотели отправить нас как пушечное мясо, чтобы начать третью мировую войну. Я тоже уйду. Сказал Минато. Как бы я вас не уважал, но теперь не надейтесь, что мы вновь вернемся. Без Наруто Сэмпо не будет никакого отряда Мака. Понимаю ваше положение. Но если Наруто убьет Данзо, тогда вы трое тоже станете отступниками. Я знаю, что вы его поддержите в любом случае, поэтому уговорить вас остановить его я не смогу. Тогда не рассчитывайте больше на нас. Я как глава своего клана освобождаюсь от имени Шина Бескрытого Листа. Мы клан Учиха тоже. Скажите спасибо, что не будет никакого восстания, если вы сами не решитесь нас убить. быть погремушкой Хакаги. Он увидел истинное лицо человека, которого он уважал и почитал. Роковая ошибка для вас. Намикадзе кидает на землю протектор Листа, и исчезает в вспышке Бога Грома. А Хирузин теперь думает, что и как ему поступить. Пойдет он войной против Наруто, тогда эпохе скрытого Листа придет конец. Но у него нету выбора. Простите Тобирамо сама. Но решение уже принято. Наруто готовился. К счастью у него есть все необходимое. Но есть одно, но. Готов ли Кушина? Готов ли Каши? Он понимает, что рискует жизненными дорогих ему людей. Но не может оставить их тут. Один ему как сын, а вторая ему как дорогой сердце человек. Говорит выбор есть всегда. Но не убью Данзо, тогда начнется заваруха намного большего масштаба. Говорит он самому себе. Он ждал глубокой ночи. Всегда лучше закончить дело, когда даже Анбу Корни не в силах стоять на посту всю ночь. К счастью он уже знает где находиться база Корни. Спасибо Курами, что он нашел базу, даже когда спал. Вокруг территории не бывает бойцов Корни. Они в глубоких подземельях. Он нашел главный вход внутрь. Он не намерен все сделать тихо. Главное что он сможет его убить сразу же. Проходя по Танилю, Наруто шел дальше и дальше. Не видно никаких комнат и дверей. А значит нужно идти еще дальше. Перед собой он увидел большой храм. Скорее всего это древний храм. Ты знаешь что это место было раньше храмом? Сзади него появился сам Данзо. Старик спокойно прошел мимо него, смотря на огромную статую. Люди тут почитали Будду. Свято верили что это принесет им светлый путь. Но ведь нам людям самим решать. И у каждого из нас есть свой выбор. Не так ли? Но это не значит что нужно уничтожать тех кто верит в светлое будущее. Ответил ему Наруто. Ох но это не я решаю. Я занимаюсь более приземленными вещами. Я не хирузин который стал высокомерным идиотом. Думаю что все злые деяния всегда я совершаю по своей воле. Данзо усмехнулся. Нет я тоже пешку в этой шахматной игре. Видишь ли корень анбу создан но заслуживают ли они этого. Если они убивают за деньги славу ради развлечения корень убивает их ради мира. Толк что они посидят в тюрьме несколько лет. Выйдут и вновь начнут убивать. Поэтому мы убиваем их сразу. Хочешь сказать что ты все делаешь с добрыми намерениями? Хм ухмыльнулся Данзо. Я тоже не подарок. Но даже сейчас я знаю что нету подчиненных. Поэтому тренирую их с детства. Умру я. Меня займет кто-то другой. Увы за всю свою жизнь я совершил много ошибок доверяя Хирузину как другу. Он получил власть. Но власть развращает его желание поработить все континенты. Он покажет себя как доброго и мудрого Хакаги. Но это лишь очередная маска. Я не ношу маску. Говорю правду как оно есть. Решил покаяться перед смертью. Нет. Дан засмотрел дальше на статую. Мне не нужны никакие оправдания. Я долго терпел Хирузина. Просто чтобы ты знал. Не доверяй таким как он. Он способен ударить ножом в спину. Думаешь почему ненавидят меня они его? Потому что я не притворяюсь. Верить мне или нет решать себе. Вот и все. Пора тебе закончить то что ты начал. Ты уже закончил? Последнее. Не я хотел уничтожить клан Учхо. Он выставил меня злодеем хотя знает что может решить все мирно. Но его желание избавиться от клан Учхо. Тебе стоит бы осторожным. Шему раскладывает несколько печатей. Я освобождаю корень Анбу от службы. Я знал что ты придешь убить меня и они теперь в твоих распоряжениях. Кто знает может ты лучше позаботишься о них. Прошло несколько часов со смерти Шему Роданзо. Хирузин поднял тревогу по всей Конохе. Подозреваемые Узуму Киноруто Намикадзо Минато Учхо Микото Ямана Кайнаичи. За полтора часа до этого два клана эвакуировались из деревни. Минато позаботился о перемещении Кушиной Кокаши. Корень Анбу охраняют всех их со всех сторон. И печать молчания на их языке теперь снят. Я знаю какого вам уходить со своей Родины. Но прошу вас понять. Хакаги не остановится пока не поймает тут всех. Он будет идти на самые большие риски ради этого. Решать вам идти с нами дальше или вернуться как пленник? А где хотим основаться если уйдем? Спросил один из членов клана Чхо. В деревню Скрытого Дождя. Там мы и обоснуемся. Мы теперь сами построим свою деревню. Все кто были вокруг него решили последовать за ним. Уже нет смысла вернуться обратно. Их всех схватят и убьют. Теперь они знают что их Хакаги не правитель а настоящий циран. Пав Наруто власть над всеми великими странами. Я свято верил в его идеалы, думая что он самый честный человек. Что он рискнет всем ради защиты Канохи. Но увы. Слишком поздно я это понял. Дан заоткрыл мне глаза. Да я убил его. Ведь он сам этого хотел. Теперь я понимаю почему его так ненавидят главы Канохи. Он был слишком честным, хоть и алчным. Он делал все ради деревни, лишь и стене. А Херузин манипулировал им все время. Для него мы лишь фигура в шахматной доске. К счастью мы смогли уйти из Канохи. В деревне скрытого дождя по рассказам Нагата живет Ханза Саламандра. Каги своей страны. Сейчас мы лишь беженцы, которые пытаются добраться туда сквозь холода и туман. К счастью члены клана Яманако великолепные сенсоры, и нам все-таки повезло. Кушана в растерянности. Я с ней еще не разговаривал. К счастью Микото как лучшая подруга идет вместе с ней. Мне к сожалению не до этого. Нужно нам всем добраться живым. Эн Паф Наруто члены Корни Анбош Лей тоже дальше вместе с остальными. Окружая их со всех сторон, они не дадут никакому врагу подойди с любой стороны. К счастью Корни также был член клана Хива. Он лишь запомнил имя Хизаши или Хизаши. Семпай. Почему именно страна дожди? Спросил Минато. Потому что это единственное место, где все мирно и спокойно. Думаю главе этой страны не составит труда принять нас за своих. Тем более из Канохи. А если на нас нападут? Насчет этого не волнуйся. Я все улажу. Никто, кроме Наруто не знает где находиться граница страны дождя. Были легенды что эта страна находится за барьером. Ее никто не сможет увидеть. Но ведь этот барьер лишь легенда. Оно находится прямо перед их глазами. Наруто остановился а за ним остановились все остальные. Он протянул руку вперед и неожиданно перед ними появился океан. Люди были удивлены тем, что это огромный океан. Но они не смогут ее перейти без лодки. Есть дети, старушки и старики которые не смогут использовать чакру. Нам не добраться до земли без лодки с Семпой. Что будем делать? Спросил Минато. Насчет этого есть лодка, но не все поместятся туда. Ответил Наруто стоя под дождем. Максимум по десять человек на одну лодку. А их всего лишь восемь. Из свитка он вытащил лодки. Те люди которые не могут ходить по воде плыли на лодках. А остальные ходили по воде. Все бы ничего. Но стоять. Услышали они мужской голос сзади. Вам не уйти предатели. Этот голос Наруто узнает из тысяч. Неужели его наставник крестный отец в прошлом мире стал ему врагом? В своей жизни он не хотел имен этого. Синси вы не понимаете о чем говорите. Начал кричать на него Минато. Я верил тебе Минато. Растил тебя как своего сына. А ты предал наши идеалы. За что? Довольно болтов Ниджирайя. Вмешался в их разговор Наруто. Думаешь мы ушли по своей воле? Это все из-за Херузена. Вернешь нас всех живыми он убьет нас всех. И тебя тоже. Он мой наставник. Не может быть такого. Скажи хоть ты почему убил Данзо? Ответ очевиден и ты сам знаешь почему. Я мог бы рисковать всеми кого я увез оттуда. Перед смертью он мне все рассказал о том что во всем виноват Херузен. И что все мы пешки. Ты тоже. Он отправил тебя чтобы вернуть нас обратно хотя знает что мы без боя не сдадимся. Есть гарантия что он хочет убить вас? Если бы я хотел мы бы с тобой уже сражались. И скорее всего умер бы ты. Но сражаться с тобой я не хочу. Гарантия мое слово. Однажды я верил что мы будем сражаться бок о бок. Но поверить еще раз я не смогу. Для Санина было тяжело. Поверить своему наставнику или же поверить ученику и другу. Если подумать. Возможно Хакаги лгал. Флаш бы ты как мой ученик знаешь что наша деревня не терпит предательства. Я доверял ему и Минато но оба предали. Был уверен что они смогут отказаться от затеи и убить Данзо. Но почему Сенсей? Я конечно понимаю положение Наруто ведь Данзо доставал его все это время. Недоумевал Санин. Тяжело в это верить. Но твой ученик предатель. Он предал не только идеалы наших наставников и первых Хакаги но и тебя. Я верю что ты образумишь его. И даю слово что никто с ним ничего не посмеет сделать пока я еще жив. А Наруто он убил Данзо и забрал два клана с собой. Видимо это гендюцу. Энд флашбэк ты знаешь что Хирузин врет. Это его затея. Вдруг он хочет с твоей помощью убить меня а сказать своему Наруто что тебя убил кто то из скрытого тумана. Мы недалеко от их границы. Тогда у него будет мотив начать войну. Отвечает ему Наруто. Блондин кидает свое танты на землю. А мы не хотим воевать. Я не знаю. Не знаю что же мне выбрать. Решать тебе Джирайя. Но я не допущу чтобы кто то пострадал из-за Хирузина. И если мне придется убить тебя я это сделаю. Джирайя. Возле жабьего санина приземлились еще двое его напарников. Цунаде и Рачимару. Трое были готовы к бою ведь он в одиночку не сможет с ними справиться. Или же нет? Джирайя мы оба знаем чего стоит нам наша жизнь. Погибнуть в бою в котором ты не уверен в своей правоте это бессмысленно. Наруто кун прав. Это все что хочет Хирузин. Избавиться ты говоришь о Рачимару? Спросила Цунади. Женщина вытащила свои две кунаи в каждую руку. Они предатели. Как и он. Резко кинув в Наруто два кунаи Цунади прыгнула вверх чтобы атаковать его ударом ногой. Но Наруто легко уклонился от удара и сам подпрыгнул вверх. Ударом кулака в живот он отправил ее в сторону деревьев. Но к ее счастье Рачимару смог поймать ее. Я это делаю не ради себя. Ради тех кто меня окружает. Хакаги не тот кем кажется. Его главная цель это мы которые знаем истинную правду о нем. Тогда почему убил Данзо? Данзо оказался пешкой в игре Херузена. Не он хотел уничтожить клан Учиха а Херузен. Хоть он и сволочь но он дел все ради деревни и умер сказав что мне надо быстро уходить с корней манбу это ничего не меняет уверена Цунади сама не вы ли помогали куш не не ваша бабушка растила ее как дочь хотите чтобы ее заперли в клетке как животное но я вы не знаете за кого сражаетесь пока мы тут стоим с вами он готовит полномасштабный план против тех кто ему не угоден и слаб как союзник я не дам никому тронуть моих близких повторять еще раз не буду уговорил ухмыльнул Сара Чумару змеиный будущий Санин вышел вперед и встал возле Наруто я ему верю не знаю что насчет вас обоих эти годы я жила во лжи верила ему как своему наставнику и отцу мои дедушки доверили ему всю канаху а он все испортил поэтому я тоже за вас Джирай тоже согласился потому что он не хочет их подставить да и Херузин вправду оказался мутным человеком я надеюсь что мы способны доверять друг другу задает вопрос Арачимару наш сенсей может легко манипулировать вами обоими или возможно это очередной его план о чем ты Арачимару спросила цунади напарника мы же команда и мы имеем особенные призывы мы трое знаем что наши призывы могут легко добраться до канахи ответил Арачимару я вам всем верю другого выбора нет беженцы из канахи задает вопрос мужчина он мускулистый мужчина у которого рост выше среднего с длинными светлыми волосами которые спускались до спины на правой стороне лица он имел шрам который он получил скорее всего в сражениях у него были необычные глаза в которых были темные склеры и светлые радужки его одежда состоит из костюма схожей с гидрокостюмом поверх которой был надет фиолетовый бронежилет его запястья голени обернуты белыми повязками он также носит сзади темно-синий плащ который спускается ниже талия под гидрокостюмом была надета темная рубашка с короткими рукавами обнажавшая нижнюю часть живота прошу прощения генерал ханза наруто приложил правую руку в грудь но только в вашей деревне можно укрыться от наступающих бед мне не интересно что случилось с великими странами ответил ему этот ханза нам тоже но надеюсь вам не безразличны дети спросил у него наруто юноша моя страна не детский дом почему бы вам не найти другие деревни чтобы нас могли поймать надвигался война между великими странами мы сбежали из канухи потому что не хотим быть мертвыми я надеюсь вы понимаете что силой ничего нельзя решить конфликты великих стран будут проходить вечно ответил ему ханза подходя к нему мужчина оглянул сзади него смотря на огромную толпу людей что и немного ресурсов остальное сами будем добывать если хотите я готов присоединиться к шинобе вашей страны лишь бы вы дали то что нам пригодится хорошо есть одна деревня где вы можете жить но учтите я помогу на ближайшие недели а дальше вы сами отвечать будешь сам так как там нету никаких шинобе познакомишься там с моим человеком кодовое имя шестерка хорошо кивнул наруто ханза протянул ему два свитка одна это провизия а вторая тебе ведь нужны ресурсы я не собираюсь отправляться с вами центр страны дождя имеет все самое необходимое как раз рука не тянулась бедной деревни спасибо и на этом ханза встретимся когда нибудь если что отправлю весточку деревня которую показал ханза оказалась не в очень хорошем состоянии заметно что оно заброшено и скорее всего тут от силы живут не больше тридцать человек что дальше меня не покидают чувства что здесь что-то опасное сказала цунади вряд вряд ли все хорошо не волнуйтесь ответил наруто они подошли все ближе к домам лишь в одном из них горел свет попросив всех подождать наруто медленно открыл дверь и зашел внутрь он увидел троих детей которые пытались спрятаться друг за друга тише попытка подбодрить детей не увенчалась успехом синеволосая девочка тут же закричала и начала громко плакать что здесь происходит в комнату влетел джирайи а за ним цунади теперь еще и двое детей тоже заплакали я же просил вас подождать возмущенно сказал наруто мы то откуда знали девочка кричала и мы зашли вдруг они увидели что-то страшное наподобие твоего лица ответил ему джирайи через секунду пролетел джирайи через дверь упал лицом в лжи с грязью когда цунади поймала его взгляд на себе она скрестила руки я пойду осмотрю остальные дома и вновь он остался наедине с детьми блондин на пол положил свое снаряжение и медленно начал подходить к детям те от страха ползли назад но дальше уже стена девочка и красноволосый закрыли тут же глаза рыжеволосый встал на ноги и с озлобленным взглядом смотрел на наруто тронешь моего брата и сестру пожалеешь никому не позволю их обидеть наруто сел перед ним на корточке и поднял руку вверх рыжеволосый уже думал прощаться с жизнью но не тут то было он его начал гладить по голове взгляд незнакомца показался другим не озлобленный с ноткой презрения совсем наоборот будто он жалеет будто человек который сидел перед ним виноват во всем не волнуйся мы пришли с миром хотите вступить в нашу семью дети тут же согласились наруто подошел к двери открыл ее перед детьми стояло так много людей представьтесь пожалуйста я хика сказал рыжеволосый а я канан хайми тихо сказала синеволосая девочка я красноволосый запнулся наруто положил руку на плечо мальчика будто жестом говоря чтобы он не волновался нагата узумуки кушана была удивлена таким поворотом ведь этот красноволосый мальчик из ее клана и смотря наруто она поняла он это знает теперь мы в нашей огромной семье даю вам слово мы будем защищать и заботиться о вас принцесса клана синджу подошла к синеволосой малышке девочка не боялась а наоборот слухи о такой кунаиче которая лечит самые сложные раны и при этом может драться как сильный шиноби разлетелась по всему миру цунади показалось как она светилась как новогодняя елочка женщина положила руку на голову малышки и гордо улыбнулась кто-то посмеет тебя тронуть сразу говори мне ага тихо сказала канан девочка протянула маленький цветок и также улыбнулась в ответ реакция цунади удивила ее напарников неужели такая властная жесткая женщина может умиляться джирайи тут же подключился к ним я тоже буду заботиться о тебе поэтому мы теперь твоим мощный удар в челюсть и жабьи санину летает в облака и приземляется почти недалеко от них правда он разбился в лепешку и считал птицы вокруг головы не стоит обращать внимание на такого человека как он запомни канан он плохой дядя очень плохой пока джирайи досчитывал птенчиков все уже начали генеральную уборку во всех домах кто-то уже прижился и начал заниматься домашними делами а наруто кушина кокоши минато микато ехика и нагато сидели в одном из домов нагато не был особо разговорчивым видно мальчик испытал что-то ужасное и это не дает ему покоя возможно ли что он пробудил ринниган но в столь юном возрасте вряд ли получится так что случилось с поселением спросил имя который рыжеволосого нищета вот что случилось жители дрались за кусок хлеба потому что никто не хотел работать на поле ответил ехика ваши родители они мертвы нет сбежали оставили нас на растерзание в итоге мы втроем как маленькая семья выживали как могли а вы мы решили начать новую жизнь в вашей стране но я думал что хан запомогает всему народу минато был в недоумении неужели каги их деревня не смог что-то предпринять да тут можно сажать все что душа пожелает и поливать не надо дождь будет всегда много ртов всего на всех не хватает ответил наруто возможно это правильное решение покинуть это место но оставлять в отличие от названного брата и сестренки яхика отличался как взрослый человек канан всегда была мечтательной и оптимистичной девочкой нагата был молчалив и на вид казался всегда грустным яхика не верил в чудо и старался действовать узумаки подметил в нем качество лидера и это правда кстати а как зовут мальчика в маске спросил яхика у наруто какаши но он не любит много разговаривать тем временем в канухе воцарился хаос хирузин показал всему народу свое истинное лицо его верные люди убивают тех кто даже косо смотрит на него хакаги начал играть в свою игру и теперь шинобе становится шесть лет то есть на войну отправляют шесть лет и выше много кто был против много кто пытался бороться но в итоге всех казнили теперь хирузин сарут и безжестокий диктатор скрытого листа намеревающийся захватить все великие страны под себя и быть единственным кто будет возглавлять всеми народами лорд хакаги в кабинете где сидел хирузин появился анбу вот эта женщина пыталась украсть хлеб хирузин встал со своего места и подошел к женщине грязная и растрепанная и почти порванная одежда старик поднял ее за подбородок почему вам не живется спокойно зная что воровать хлеб это плохо разве не вы заставляете наших мужей работать на поле бесплатно разве не вы оставляете нас нищими разве не вы отняли у нас все я украла хлеб лишь ради трех своих детей потому что именно вы убили моего мужа спокойно ответила женщина очень жаль слышать это от такой твари как ты оскалился старик трое детей пусть будет для них уроком что запрещено хоть одно слово в мою сторону миг и женщине проткнули грудь кунаем и анбу отрубил ей голову одежда херузена была окровавлена отнести тело и голову к ее детям пусть видят что идти против меня значит умереть ночь прошла очень тихо и спокойно первым проснулся Мината выйдя из дома он глубоко вздохнул за долгое время удалось нормально поспать конечно дождь не прекратится но ничего страшного блондин наблюдал за деревней сплошная пустота но главное что все вместились в дома не думал что господин просил встретиться с вами неизвестный женский голос из ниоткуда заставила намекаться быстро принять стойку кинув кун и в сторону этого голоса Мината тут же переместился сзади этого человека это была девушка с пурпурными волосами и светло-зелеными глазами на ней была светло-фиолетовая куртка кимоноса воротником на шее с коричнево-оранжевым поясом на талии и лавандовых брюках а на лбу была накрыта челка кто ты спросил Мината холодным тоном обычно меня называют аджисой но можешь называть меня шестерка ответила девушка Мината убрал свой коной и отпустил девушку господин хан засказал что я должна встретиться с вашим главным наруто узумуки он отдыхает я его напарник и близкий друг так значит вы беженцы из скрытого листа усмехнувшись спросила девушка не думал что в такой тихой деревне как конохан останет такие дни и врагу не пожелаешь судьбу вашей деревне так что ты хотела я лишь проверяю как вы освоились мне самое неинтересно кружиться в этом месте особенно с теми из-за кого может пострадать вся наша маленькая страна ответила аджисой презираешь приезжих что поделать шины бескрытого облака убили мою сестру и мать они были обычными торговцами на рынке и их просто так убили для забавы для меня все великие страны одинаковы вот как я Минатин Микадзе был так смущен аджисой показалась ему сильной личностью и довольно очень красивой а короткие волосы идут ей а ему это нравится что-то вы заболтались Мината Микадзе понял чей это голос Наруто подошел к ним и протянул руку к девушке я Наруто Узумуки ты видимо шестерка о которой говорил Ханза да пожалуй ему руку девушка я тут лишь для одного присматривать за вами если будете делать что-то подозрительное тогда вам стоит тысячу раз подумать нам ни к чему угрозы холодным тоном ответил Наруто резко его глаза превратились кровавыми с вертикальным зрачком и быстро исчезли и мы не намерены устраивать тут скандалы и драки поняла безразлично ответила аджисой не стану господину говорить об этом решать себе но если ты здесь значит нам пора начать работать дома сами себя не построят первым делом пришлось будить всех остальных ресурсы есть а значит можно заняться строительством к счастью из клана Яманука были несколько опытных архитекторов и конечно же бригадир который будет контролировать ход постройки и так первое здание думаю должно быть домом в конохе мы жили в разных кварталах но здесь не думаю что стоит нас всех разделять начал говорить архитектор из клана Яманука Узума Кисан как вы считаете думаю это хорошая идея если подумать то сперва нужно построить для больших семей и так далее я думаю Джирайя сможет взять с собой несколько сильных людей чтобы добыть немного дерева и камень а почему сразу я возмутился Джирайя я бы начал хвалить тебя дружище но лучше промолчу тебе доверяется самое главное задание провал недопустим объяснил ему Наруто и что-то начал шептать в ух Арачимару сам бледный змей кивнул Узумуки вместе с Джирайей ушел в лес а за ними еще пять крепких парней начало стройки фундамент и весь каркас для дома никто не торопился осталось дело чтобы разделить на комнаты и обшить дом полностью к счастью в каждом доме был приготовлен обед Наруто вместе с Минато собирались пойти домой потому что кушаные Микото готовили что-то очень вкусное но парни вспомнили о ком-то еще о Джисой остановился Минато и повернулся в сторону девушки пойдем с нами не будешь же стоять под дождем заболеешь потом мне было достаточно увидеть на сегодня я должна вернуться к господину Ханза увидимся завтра утром и она исчезла в шумушине день удался для всех но не извращенному отшельнику видимо материалы пришлось нести на спине раз он разделся до пояса и умолял Цунаде лечить то вначале конечно же ухудшило для него ситуацию так как ударив по животу заставило его желудок провести экстренную эвакуацию еды но в итоге вылечило но он принес немало ресурсов так что заслужил ее лечение наруто 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 вместе с минато кушина микото какаши яхика нагато сидели за одним столом на вечер жареная рыба ужин удался и пора уже всем лечь спать были лишь три комнаты наруто и минато в одной кушина и микото во второй а дети втроем в одной комнате ночью наруто не смог уснуть и пришел на кухню блондин наблюдал как красноволосая мыла посуды почему не спишь спросил лакушина не поворачиваясь да так хотел понаблюдать как ты моешь посуду ответил он сколько будет так продолжаться спросил лакушина сжимая тряпку в руке скажи мне почему что именно почему ты так хочешь защитить меня ты даже убил того старейшину и отрекся от канухи чтобы спасти и укрыть меня от опасности разве так можно жертвовать собой ради кого-то я дал себе обещание так с ним из себя это обещание перешла на крик кушина кидая тарелку на пол я тебе приказываю хватит жертвовать собой ради других даттибани но я ведь ты всегда стараешься помочь всем и всегда рискуешь собой таскаешь на себе бремя приемного отца для кокоши так еще и нашего лидера почему ты почему не сможешь просто все оставить хотя бы номината а самому быть дома даттибани даже мне не уделяешь никакого внимания а я как дура хожу по дому волнуюсь переживаю за тебя очередная дура знаешь почему потому что я влюбилась в тебя знаешь впервые впервые влюбилась в тебя еще четыре года назад а ты со мной как с ребенком она не выдержала кушина долго сдерживала себя чтобы не совершить крик души она раскрыла все карты на стол красноволосая рассказала про все как она всегда смотрит на него и как сильно она его любит настолько что даже готова была отпустить его или умереть за него сам Наруто был шокирован он не знал что сказать парень не сказал ничего он заставил ее подумать что ему все равно но это не так он тоже любит ее но не знал как ей это сказать не знал когда он мог бы ей признаться если бы у него спросили почему он любит ее он ответил бы все из ее волос и характера она энергичная и всегда любит что то делать а ее волосы дороже чем золото для других она дура с плохим характером а для него она маленькая принцесса которую так и хочется обнимать каждую ночь кушана он медленно встал со стула и подошел к ней он видел ее заплаканные глаза он провел по ее щекам и вытирал слезы с ее глаз он водил пальцами по ее губам и нежно улыбнулся немного наклонившись Наруто подтянулся вперед он поцеловал ее в губы сначала она была в недоумии и даже не оттолкнула а наоборот она ответила на его поцелуй он целовал ее нежно как будто она хрупкая как тонкий слой стекла красноволосая положила руку на его широкую грудь а он притянул ее к себе притягивая одной рукой за талию поцелуй пока что хватит на сегодня я люблю тебя сказал он разрывая поцелуй и я тебя тоже люблю ответила она прижавшись к его груди в ответ он поцеловал ей лоб и крепко сжал в своих объятиях теперь оба понимают что они всегда будут вместе и даже смерть не сможет их разлучить время шло из заброшенной деревни оно превращается в небольшую деревню некоторые занимаются сельским хозяйством дети в основном тренируются и учатся в небольшой академии кто-то занимается добычей ресурсов деревня процветает наруто кушина больше времени проводит вместе с какаши и нагато минато в хороших отношениях с аджисой холодная девушка оказалась очень веселой и тоже проводила с ними время что насчет ханза ему было важно чтобы они помогли ему в роли шиноби за 4 месяца наруто сблизился с ханза и он оказался совсем неплохим человеком может действует иногда жесткими методами но старается уберечь страну от войны дождя стало меньше а земли в стране больше появляются новые богатые ресурсы в стране дождя наруто обратился ханза к новому товарищу завтра будет решена судьба нашей страны решил все-таки изменить политику усмехнулся наруто ты меня удивляешь такова наша воля узумуки войне конец и я решил открыть нашим торговцам порт чтобы продавать новые удобрения и ресурсы ответил ханза так легко не будет отряд минат и вместе с аджисой будут возглавлять охрану наших торговцев их союз укрепит нас полностью я рад что не ошибся насчет вас о нас узнают многие странники иронины я конечно не поверил вначале что она твоя дочь но могу уверенно сказать у вас одинаковый характер оба мужчины засмеялись смотря через окно на весь город деревня находится не так далеко союз окажется еще крепче когда минат и аджисой смогут сделать свадьбу наруто был очень рад всему что теперь происходит да работы очень много но он старается успевать съедать блины любимой потренировать какаши и нагато заниматься деревней и помогать ханза с политическими делами все теперь стало хорошо но все таки нужно остановить хирузена и мадару кноха стала крепостью а жители умирают даже если попробуют посмотреть на хакаги и на его людей многие шиноби сбежали оттуда кто-то остался верным а у кого-то нет возможности сбежать к деревне токио присоединилась небольшой отряд из четверых шиноби шикаку нара чоуза кимича хиза шахива и четвертый неизвестный наруто узнал его сразу им оказался никто иной как какого хрена удивился наруто ты его знаешь спросил ханза да но ведь она считалась умершим как такое возможно за много лет ты никак не изменился наруто узумуки усмехнулась женщина я надеюсь ты не забыл о том случае кто она такая еще раз спросил ханза ее зовут кагу она из древнего клана существовавшего до времен мудреца шести путей ответил наруто я была уверена в тебе верили в твои обещания наруто но ты предал меня пытался убить ту подарившую тебе второй шанс ханза я зайду позже мне надо с ней поговорить кивнув другу наруто покинул кабинет ханза не понимал кто она и откуда они знакомы но знал одно эта женщина очень сильная что тебе надо ты разве не запечатана своими сыновьями хагарма мало знает о моих способностях я рада что мой сын говорил о тебе ты перерождение моего внука шуры и в тебе кровь моих детей а тут я лишь по одному поводу отвечает кагой снимая капюшон кагой бледнокожая женщина в обладании крайне лосокасающиеся земли у кагой белые чистые глаза брови были коротко обстрижены это символ благородного происхождения губы окрашены в темную помаду у кагой два бурых рога которые выступают из ее головы и третий глаз в центре лба кагой носит переходное химик кимоно с высоким воротником и стомая на рукавах и по центру кимоно помочь тебе откуда мне знать не забывай кагуя я могу запечатать тебя в любой момент злобно проговорил наруто не надо кидаться угрозами я не трону потомков моего сына я убила свое создание из черной субстанции я могу перемещаться по измерениям его времени но я не вмешивалась в прошлое будущее даже я не в силах противостоять времени тебе выгоднее моя помощь узумуки наруто ты говорила что виделась со мной когда я же могу перемещаться во времени видела много исходов после вечного цуки тем более при перемещении в это измерение хагаром мог стереть некоторые участки памяти обо мне но решил оставить историю своей матери в тени своего сына я бы тоже сделала так же как углянулась смотря на красоту скрытого дождя прекрасное место не так ли я рада что оказалась здесь к сожалению хагаром не понимал что я пыталась делать все это время я слушаю тебя кагуя времени у нас достаточно скрестив руки наруто сел на скамейку это было еще сотни тысяч лет назад я родилась в семье главы клана ацуцуки была следующая кто сядет на престол отца мы были завоевателями земель хватает лишь отправить одного из главных клана ацуцуки на любую планету и древо жизни съедая плод дерева мы становились сильнее и могли пробудить самую природную мощь что вы называете десятихвосты именно он является так называемым матерью природы если он поглощает вашу планету значит останется лишь пустая оболочка обитатели мира умрут я прибыла на землю с целью вас уничтожить но я не смогла так что же не понял мудрец шести путей скажи вкратце я предала отца и братьев ради земли я впервые полюбила людей и пыталась помочь но люди считали меня монстром и мой любимый от которого я была беременна пытался убить меня съев запретный плод я убила его и всех кто пытался отобрать у меня детей внутри меня было жаль еще одну женщину которая заботилась обо мне ее просто убили проходило время и я решила погрузить ваш мир в вечные цукиеми в мир снов где ты будешь выкачивать чакру из человека да я ждала нападения моих братьев и отца готовила армию против него но возможно сделала хуже я растила двух своих сыновей любила оберегала их все это было ради них хочешь сказать что ты защищала землю из пользы людей делала из них послушных собачек не удивлен думаешь ты бы так не поступил ради детей я делала все что могла запечатала десятихвостов после того как съела плод из дерева я сдерживала его поэтому и погружала людей в вечные цукиеми я делала все неправильно в отношении людей но я в первую очередь мать двоих моих детей но это не оправдывает то что ты натворила сказал наруто и собирался уйти вот как ты точно так же как и мои сыновья отворачиваешься от меня сказала Кагуя я признала все излила тебе свою душу а ты он слышал как она плакала стоя на одном месте может это и ложь но ведь она богиня если бы это так было то Хагармани говорил бы что она лжец мудрец описывал ее как честного человека которая говорит только в лицо и правду ему стало искренне жаль впервые Кагуя я не сильно доверяю тебе но если ты сделаешь хоть что то плохое я не просто тебя запечатаю отправлю на тот свет хорошо ответила Кагуя богиня знала что тысячелетия прошли чтобы узнать кем является дитя пророчества и она узнала кем является им реинкарнация ее внука прямой потом кашуры долго ты собиралась сюда и как узнала что мы находимся тут на самом деле я не знала что тут находишься ты я хотела жить как человек но раз я на твоей стороне я помогу тебе твое появление в этом мире создает немалые изменения в этой реальности так что значит другая реальность другая реальность это мир похожий на нашей один из множества миров со своим пространством временем там могут выполняться другие физические законы другие физические константы то есть тут все отличается от реальности с которым жил я именно я путешествовал во времени а также была в разных измерениях где-то было как я и планировала где-то люди всегда воевали а где-то был процветающий мир поверь мне наруто это реальность еще цветочек и думаю последний моя точка где я не допущу ошибок я изучала многие реальности как ты смогла так перемещаться способности рини шарингана вы не изучали я могла быть везде и повсюду и кагуя исчезла из его поля зрения одновременно нигде ответила женщина стоя позади наруто хватит на сегодня этих фокусов я должен остановить мадару уничтожить или запечатать гидо маза и остановить хакаги я тебе помогу и научу некоторым вещам сказала кагуя подожди то есть как это в мире тишина еще еще не существует техника запечатывающая десятихвостов или древо жизни я хочу научить тебя этому а также для деактивации вечного цукиеми и ты думаешь что я могу я не мудрец шести путей ты реинкарнация сына моего сына минутная тишина то он есть внука а значит в тебе есть и моя кровь и кровь моих предков так что считаю что относишься к нашему клану минимум на десять процентов как же скучно заниматься всем этим я был бы не против сейчас пойти отдохнуть прошло уже больше недели как я учу от тебя только теорию как я села на траву и глубоко вздохнув посмотрела на наруто у нее был опечальный взгляд я знаю я просто хочу не упустить шанс наруто смотря на тебя я будто вижу своих сыновей хагаром и хамура были мне очень дороги я пережила своих же детей и теперь скитаюсь везде лишь бы увидеть их живыми моя мама тоже сделала все возможное отдала свою жизнь ради меня ну раз ты оказался в таком положении имея ввиду что ты в отношениях одновременно со своей матерью и одновременно ты не так есть измерения где твоя мама оказалась тебе сестрой и даже дочкой да что там я видела измерение где ты оказался моим сыном поэтому желание помочь тебе в моих предпочтениях ответила кагой встав с травы она посмотрела на наруто ну знаешь ли это удивляет и немного пугает ответил наруто с беспокойным голосом сложно верить что он есть разные вселенные где ты являешься другим человеком но с этим же именем в каждой вселенной я смотрела на твое рождение до самой смерти ты был разным человеком ты мог встать на сторону зла и уничтожить свою родную деревню или же защищать до смерти поражает не так ли то есть существует и другая вселенная один раз я побывал там но был уверен что это гендюцу или цуки ими контролировать иллюзию можно как тебе угодно но в твоем случае это было параллельно вселенная ты имел родителей но ради этой жертвы пожертвовал своим будущим пытался захватить всех дженчурики никогда не думал что может быть такое не беспокойся наруто кун хагар ему передал тебе силу которую он освоил на земле я научу тебя другим способностям главное не отвлекайся наруто тренировался у таинственной женщины с бледной кожей и очень длинными волосами она из клана Ацуцуки которая появилась после мудреца шести путей ведь кто поверит что ей чуть больше четыре тысяч лет и она еще молодая кушина постоянно помогала наруто с его делами надежда на лучшую жизнь не угаснет какаши впервые смог подружиться с тремя суротами они вместе тренировались у трех санинов наруто старался уделять внимание всем но было сложно твоя тренировка поможет для возможного нападения представителей моего клана я стараюсь избежать этого как это наруто кун главная проблема это мадара кинаха я хочу избавиться от верхушки чтобы на роль хакаги поставить минато вот это приоритетная цель а то что прибудут другие ацацуки наруто замялся ведь они одни из самых могущественных существ в мире к их приходу он не знает что может случиться я не знаю тебе нужен наследник который переняет от тебя могущество которую передал тебе хагарима наруто к ним подбежала кушина с небольшой корзиной в руке красноволосая не ревновала его кагуя потому что между девушками был откровенный разговор кагуя объяснила что наруто ей хороший друг и товарищ но не стала говорить что в нем она видит тень своего сына ведь этот факт ведет ее и положила на траву сверху покрывала поставила небольшие контейнеры с едой для них и для себя чувства между ними были настоящими она души не чаяла в него и всегда заботилась о парне они не говорили о свадьбе и о детях но кушина ждала этого момента она знала что из наруто выйдет прекрасный отец и муж сам наруто не торопил события он хочет избавиться от некоторых людей и жить счастливой жизнью где они находятся была очень красивая и расширялась с каждым днем не было никаких хлопот и проблем все друг друга уважали и устраивали общий стол даже построили большой зал где можно всем вместе обедать хотя бы раз в неделю конечно после всех проблем ему хотелось просто отдыхать вместе с ней и с будущими детьми представляешь минат и аджисы начали постоянно пропадать ощущение будто у них уже что-то есть не то что у уже думают о свадьбе детей а также намек для наруто мол раз встречаешься со мной женись на что узумаки мысленно покраснел у него конечно не было в планах так быстро сделать ребенка но все-таки восстановить великий клан надо обязательно можно было бы иметь гарем но желательно иметь чистейших представителей клана узумаки так как кушина является последний кто имеет чистые гены значит нагато он еще но мальчик более чистокровный чем сам наруто конечно придется быть уверенным что мадара не пересадит ему свой ринг поэтому смерть старика нужна в течение нескольких лет ты чего задумался наруто кон спросила кагуя неужели засмущался от мысли что будешь плохим мужем отцом нет просто наруто остановился и продолжил кушина ты ушибла руку красноволосая посмотрела на предплечье глупо улыбнувшись она ответила да тренировалась и забыла попросить сунадисан на что узумаки подошел к ней поближе взяв за ее правую руку он крайне приложил свою левую руку через пять секунд он убрал руку раны как будто и не было в следующий раз постарайся аккуратнее кушина хорошо увидев как красноволос накивнула и он без стеснения подошел вновь к ней вплотную и одарил ее вторым их поцелуем кушина залилась краской по ее лицу было видно что она не просто кипит от счастья будто она как ракета взлетит на небеса изучать вселенную но нет просто упала потеряв сознание наруто смог ее подхватить и уложил рядом с собой так значит исцеление это тоже остаток хагарема спросила кагуя да он отдал всю свою силу мне это скорее мгновенная регенерация тела я могу применять это чтобы помочь другому а меня самого исцеляет его регенерация ты ведь можешь использовать чакру всех хвостатых верно боюсь что они вернулись вновь к своим джинчурик в этом линии времени несмотря на это я могу использовать их силу так как я также являюсь сосудом для всех их если ты сможешь их перезапечатать в себе и оставить немного их чакры они смогут выжить в этом я думаю нету смысла кагуя кушина он аккуратно начал будить свою любимую пора вставать красноволосая резко открыла глаза и встала на ноги ты чего так спросил наруто все в порядке дать тибанье неловко улыбнулась кушина тогда нам пора поесть твой рис с мясом и пойти домой я утром привез продукты из города сказал народ открывая контейнер с едой мината и аджисой должны в течение нескольких дней вернуться домой с задания я завтра отправляюсь к ханзо надо будет поговорить неужели решили открыть первую академию удивленно спросила кушина да проект возглавит фугаку мучха так как в строительстве он как рыбка в воде ого а кто будет директором и учителем мы об этом еще не думали академия будет в самом центре между деревнями ханзо благодаря открытию одной пути и торговли с другими деревнями теперь может обеспечить скрытый дождь деньгами он смог превратить пустую землю в большую поляну с овощами и фруктами мы приложили немало усилий чтобы расширяться использовали теперь из маленького острова мы живем в большом острове тысячи гектаров для многих ресурсов деревни восстанавливаются и теперь многие могут жить в достатке закончил свой рассказ наруто ты большой молодец любимый кушина присела ближе к нему и они вместе съели рис они не захотели сейчас идти домой лучше полежать вместе смотря на закат и считать звезды на небесах наруто готовился тщательно все не так легко как он думал собравшись вместе с лучшими джоунинами и санинами они придумывали план арачимару предложил воскресить первых двух хакаги и многих опасных шиноби но от идеи отказались так как не стоит осквернять тело погибших что если кушина чан выпустят кьюби спросил вновь арачимару печать я смогу снять мы уничтожаем власть а не деревню арачимару сан ответила микото тем более рисковать кушиной нельзя девятихвостый очень силен я смогу поставить большой барьер вокруг канухи никто не сможет выйти и зайти вся основная проблема это люди вашего бывшего лорда сказала кагуя в таком случае я смогу рискнуть наруто поднял верхнюю одежду показывая живот печать спирали удивленно спросил джирайя что за печать спросила микото одна из древнейших печати из клана узумуки долгие годы такие печати использовали ради контроля хвостатого объяснил арачимару получается ты тоже джинчурики джинчурики девятихвостого я с ним легко разговариваю поэтому могу сказать что он не будет уничтожать деревню вторую половину укушены его позже перезапечатав себя не вредя ей ответил наруто у канухи мало союзников заговорил шикоко клан нара и акимичи будут устраивать переворот а клан сарута бехи остаются верными к хакаге и нузу кайбурами также решили устроить переворот вместе с остальными власть третьего хакаги это уже коррупция он поднял цены на продукты и всех кто идет против него казнит за вашу смерть он отдаст пятьсот тысяч рио а за член отряду мака полтора миллиона а за лидера отдаст пять миллионов рио пришлось им дальше обдумывать план с одной стороны наруто и акагу и могли вдвоем просто убить всех но рисковать нельзя ничем и никем главное чтобы в плен никого не брали в любом случае корень будет идти с отрядом мака сказал наруто поэтому уверен что вы сработаетесь шикако обратился наруто к стратегу как нам связаться с остальными кланами чтобы начать переворот все члены клана яманока с нами наруто сама наш человек отправит весточку в квартал одного из кланов сказал он бу в маске совы рискованная идея но нету других вариантов ответил наруто кивнув оперативнику готовьтесь пожалуй идут не ниже ранга лучших чунинов и выше минато обратился наруто к нам микадзе в конохе стоит твоя метка да возле бывшего квартала учха ответил минато отлично сфокусируем так чтобы перенести всех кто готов появимся неожиданно и пусть весточка доберется быстрее когой прикроешь нас всех сверху да отлично бык обратился наруто кандо в маске быка передай хан за что мы наступим и пусть он готовит и своих людей канаха слабеет используйте свои способности в чем вы сильны используйте и кстати узумаки посмотрел на богиню кролика и арочемару можете использовать тело противников для своих личных целей прошло два дня мобилизации и подготовка прошло успешно в канаху в канаху и тем с таки не воскрытому листу и будущему поколению все кто были готовы подняли руки и начали громко кричать наруто спустился вниз к ним и встал рядом с ними Он посмотрел на Минато и кивнул. «Весточка отправлена. Сегодня мы сделаем это?» Кивнул Минато. Через пару секунд все они переместились возле квартала Учхо. «Микото. Сигнал. Есть!» Ответила Микото и начала складывать печати. «Стихия огня. Техника огненного взрыва. Выдув на небо шар, оно взорвалось. Что дало многим кланам сигнал. Жители тут же начали убегать прочь. Инаичи. Шикако. Займитесь эвакуацией жителей. Есть. Кагуи. Готово!» Ответила Кагуи, складывая печать. Вокруг Канохи появился барьер из белого цвета. Наруто и все осмотрели вокруг. Одна лишь пустота и дома, который через пару дней развалится. Перед ними вышел Херузин вместе со своими двумя старейшинами и Анбу. «Не думал, что вы пойдете против Канохи. И против своего Хакаги. В свое время я растил вас и уделял свое время каждому. Желал вам добру, искренне был горд всеми вами. Но вы отвернулись и теперь хотите уничтожить, что строили мои ваши предки?» Сказал им Херузин. «Ты притворялся. Делал вид, что все ради Канохи. Что сейчас? Убиваешь кого хочешь и мучаешь жителей голодом и холодом?» Ответил ему Наруто. «Я смотрел на тебя, как на сына. Я мог простить тебя за убийство Данзо. Ведь нам обоим было выгодно. После его смерти я делаю все, что хочу. А ты был бы моим заместителем. Вдвоем мы бы смогли поставить другие страны на колени». Херузин всегда надевал маску доброго старика. Даже в его петле времени он был таким же, как он и есть. Он взваливал все на других, и даже на Данзо. Ведь были некоторые аргументы, что Учихи опасны для Канохи. А ведь все совсем по-другому. Он подставлял всех, делал из них патриотов и своих марионеток. Все верили ему. «Ты хочешь развязать новую войну?» Спросил Наруто у него. «Пока я в живых ты не сделаешь этого. Я знаю твои уловки, Херузин. Сначала вам всем нужно пройти через Майханбу!» Прокричал Херузин. «Вы угроза для деревни. А это маленькая уродина». Женщина зрелого возраста указала на Кушину. «Оружие деревни. Она должна подчиняться нашим указаниям и требованиям. А ты все испортил. Знала я, что Данзо предаст нас и раскроет правду перед смертью. Он делал все ради Канохи. А вы, старые маразматики, промыли ему голову, говоря, «все ради Канохи». «Так почему бы от вас не избавиться после этого?» Ответил ей Наруто. Узумаки злился не на шутку, выпуская огромное количество Ки. Кушанное не орудие. Она человек и имеет право все, что она хочет. Вокруг собралась большая толпа из бывших беженцев. И остальные кланы тоже пришли на помощь против Херузина. «Учитель!» Крикнула Цунади. «Тебе стоит сдаться и понести наказание, как и твоим приспешникам. А Анбу никто убивать не будет. Всяк и Наха жаждет вашего изгнания. А думайся, старик. Война ни к чему хорошему не приведет. Просто сдайтесь, или умрите». Херузин не ожидал подлого предательства одного из своих Анбу. Ведь тот кинул куна в его двоих советников. Но сам уже был проколот с синбонами в грудь. «Ах!» Прохрепел Анбу. «Вы достойны смерти, Херузин. Из-за вас я потерял свою дочь. Она была маленькой. И умерла у меня на руках. Прости меня, Яга. Я не смог, доченька». Мужчина, пролив слезы, скончался. «Ублюдок!» «Юга-сан!» Мысленно проговорил Наруто, вспоминая эту девушку. Узумаки вспомнил, как она всегда была рядом с ним. Не давала никому его избивать и даже шла против приказа Хакаги. Девушка помогала ему, как могла, и не давала никому тронуть маленького мальчика. Он сильно злился. Очень сильно. Курама. Пора. Тело Наруто покрылось желтой чакурой. Появился плащ из чакры Каюби и Гудадамы. Также глаза изменились. Джирай не ожидал такого. Ведь иметь режим отшельника и такую плотность и мощную чакру. Мог иметь лишь мудрец шести путей. Из одного шара он превратил его в катану. Шар поиска истины. Удивился Херузин, понимая, что одно лишь касание этого оружия превратит его из сушеный труп. Так ты потомок мудреца шести путей. Может быть. Проговорил Наруто крепко, держа катану в руках. В аду ты не увидишь это. Ты будешь гореть и будешь жалеть, что пошел по пути настоящего убийцы тысячи людей. Вам не убежать третий. Вокруг Анбу и Херузина появились все сильные шиноби. Учиха Микото, Учиха Фугаку, Минатана Микадзе, Тройка Санинов, Наруто, Кушина и наконец та самая женщина, подарившая их миру саму чакру и все другие способности. Кагуя мать самого мудреца шести путей. И никому из вас не получится пойти против проводительницы чакры. Усмехнулся Наруто. Наруто Узумаки реинкарнации моего сына. И если он мне скажет убить вас всех, я сделаю это. Я всю жизнь пыталась исправить свои ошибки. Хоть с сыном мне повезло. Кагу метнула на его приспешников стержни, которые заставляют их медленно разваливаться на куски. Сам же Херузин понимал, что у него лишь последний шанс. Старик начал складывать печати. Техника Бога Смерти. Сзади него появился сам Бог Смерти, которого видел лишь он. Этой последней силой я убью тебя Узумаки, Наруто. И утащу с собой. Бог Смерти распорол свой живот и отправил призрачную руку в сторону Наруто. Не дождешься. Что? Перед Наруто прыгнул тот человек, которого он не ожидал увидеть перед собой. В голове прокручивалось много воспоминаний о нем. Это тот человек, который мог одарить всех своей улыбкой, а также... Внутри этот человек мог быть холоден ко всем, но ради близкого человека решился на этот отчаянный шаг. Микото. Но не смогла. Надеюсь, ты простишь меня. Я не хотела разделять вас двоих. Поэтому мое последнее желание это чтобы вы вдвоем были счастливы. Я была готова ради вас двоих и ради близких умереть как угодно. Брюнетка активировала из последних сил Мангеки Шаринган и посмотрела на Херузена. Аматерасу. И темное пламя поглотил Херузена, из-за которого тот мучился, сжигая насмерть. Он смотрел на это не веря своим глазам. Мать его лучшего друга. Теперь ее не стало в этой жизни. Кушина смотрела как тело ее лучше подруги падает на землю и не шевелится. Красноволосая понимает. Ее теперь не стало. Много лет я планировала свой план глаз луны и вечные цуки ими. Сказал старческий голос пожилого человека сидящего на деревянном кресле. И теперь узнаю что ты из будущего и никак мне не врешь. Ты очаха Мадара. Прародитель многих смертей и опасностей во всем мире. Хоть ты и стар, но я должен сделать это. Хм. Усмехнулся старый Мадара. В этом где есть свет, всегда будет и тень. Пока есть победители, будут и проигравшие юноши. Не тебе ли об этом не знать? Я избавлю тебя от мучения. Твои так называемые зицу черные зицу мертвы. Как и тебе пора умереть. Я всегда принимаю поражение с гордостью. И если я совершил ошибку, которая стоила многим смертью, я смиренно приму свою смерть. Люди будут помнить тебя. Как великого предводителя клана очиха и убившего тысячи невинных. Пусть так оно и останется. Прошло пять лет. Следующим четвертым Хакаги стал знаменитая Желтая Молния. В свои семнадцать лет молодой Намикадзе исправил все. Клан Хьюго и Сарута Бехоти были наказаны, но не истреблены и изгнаны. Наруто убедил Минато, что многие из них не виноваты и стоит им дать второй шанс. Наруто. В комнату с двухспальной кроватью ворвалась девушка с красными волосами. Почему ты опять купил Данва? Кушать, Анн. Пытался оправдаться Наруто. Микото просто умоляла купить. Как я мог ей отказать? Издеваешься. Мико всего лишь четыре. Ей нельзя много Данва. Нельзя избаловать ребенка. На что Наруто, встав с кровати, подошел к девушке и перетянув за талью, поцеловал ее. Папа. Мама. В их комнату без стука ворвалась маленькая девочка с длинными желтым волосами и голубыми глазами. Девочка остановилась, когда увидела, что ее родители сейчас делают. Папа с мамой флиртуют. Микотян. Освободив свою жену с объятий, молодой отец подошел к своей дочери и потрепал по волосам. Не будешь слушать меня, отправлю к братику Кукаши и Нагата. Оба назвали дочь в честь Учихи Микото. Крестным отцом стал Минато, который женился еще четыре года назад на Аджисой. И у них родился прекрасный сын с оранжевыми волосами и голубыми глазами. Его назвали в честь одного великого Шиноби. Конечно, символичное имя Хаширомана Микадзе подходит к мальчишке. Крестной матерью стала, конечно же, Аджисой. Много кто вспоминал о героической смерти Учихи Микото. Девушка была своеобразной и с чувством юмора. Выделялась на фоне многих Учих. К ее могиле приходили много людей. Особенно он. Блондин нерушиму стоял перед ее могилой. Конечно же, Рачимару сможет освободить ее душу, но это произойдет через много лет. Беловолосая женщина положила руку на плечо блондина. Я встретила Хагарема. И все-таки бог смерти освободил ее душу в мир, где находится и он. Сказала Кагуя. Я знаю. Спасибо, Кагуя. Улыбнулся Наруто. У тебя прекрасная дочь и маленький сын. Кстати, почему ты выбрал имя Шисуя? В твоем параллельном мире ты не был с ним знаком. Потому что в будущем это имя будет пугать твоих соклановцев. Я передам всю свою силу ему, когда пойму, что он готов. Мудрец говорил, что возможно ли сможет отдать Чаку-то Маринигам. Понимаю. И кстати. С каких пор твои дети мне говорят, бабуля? Я что настолько старая? Возмутилась Кагуя. Ты же везде и всем говоришь, что я от рожений твоего сына и младшего внука. Ничего не поделаю. Глубоко вздохнув, он продолжил. Все-таки мы смогли установить мир. Остановили многие войны и теперь эти дела перейдут к нашим потомкам. Кагуя. Ты не собираешься переходить в другие миры? Нет. Я проживу достаточно дольше Наруто-кун. На много что даже увижу как минимум твоих потомков, у которых течет кровь и чакра Асу-суки. Дать тебе не. Какаши. Рин. Абита. Вы почему не слушаетесь своего наставника? Кричала Кушина на двоих генинов, и на одного чунина. Дядя скучный. Ответил ей Какаши, закидывая руки за голову. Парши вид сто. Наруто-сенси бывший глава Анбу и один из старейшин решающий многих проблем. Он лучший дипломат. Благодаря ему четвертый Хакаги получил титул и поставил жирную точку, остановив войну. Как и всегда, Абита был поклонником своего кумира. Наруто-сенси милый и красивый. А еще он всегда угощает нас. Рин оказалась ярой поклонницей фан-клуба Наруто. Кушина всегда поражалась своим мужем. Нет, ну как это вообще? У всех троих разные мнения о нем, разный характер и умудряются работать в команде. Поначалу их отношение как муж и жена было сложной. Женились в молодом возрасте все-таки. А Кушина в семнадцать уже родила дочь. Похоже в отца, но характер от мамы. И сын похожий на маму, с характером отца. Даже когда ему всего лишь год, мальчик казался более-менее спокойным. Непростая парочка получилась, не так ли? Конечно же, издалека из скал, где высеченные лица Хакаги, стоял высокий мужчина в белом кимоно с небольшими рогами и козлиной бородкой. А рядом с ним стояла Кагуя. «Ты ведь знал, что так и будет?» Спросила Кагуя. «Возможно, мама. Прожив жизнь как человека, подаривший миру Ниншо, я скорее доволен. Больше я не появлюсь в мире живых. Остальное уже за ним», — ответил этот человек. «Понятно. Хагарама. Женщина тут же обнимает своего сына. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь простить меня. Я давно простил тебя, мама», — улыбнулся мужчина. «Надеюсь, ты поможешь ему. Обещаю. Ха-эн». Хмыкнул мудрец шести путей. «Узумаки шису и узумаки мекоту, значит?» Сдержал обещание. Атакурама говорил, что надоело видеть всяких мадар в нижнем белье. «Прощай, мой милый сын. Кагуя не смогла удержать капли слез. Скажи, Хамури, что я люблю его. Я сделаю все, лишь бы люди жили дальше и не позволю коснуться земли. Прощай, мама. Я все передам. Дефис, весьма достойный конец. Ты прошел через путь, который не смогли бы пройти другие. Даже если ты падал, был на грани смерти, ты не сдавался. Ты нашел свое счастье и мир, в котором ты наконец умрешь от старости в кругу семьи. Многих ты потерял и много кто оказался рядом с тобой. Но ты не потерял самого себя. Наверное поэтому твой наставник и крестный отец написал свою ту самую книгу. Ты говорил когда-то, что ее красные волосы очаровали и околдовали тебя. Что ее чары затуманили тебя настолько, что был готов на все ради нее. Узумуки Наруто. Твой путь только начался. Впереди возможно тебя ждет большие перемены. Но сейчас суть не в этом. Ты достоин самого лучшего на свете. Семью. Семь. Семь. Семь.